Девушки отдыхают Я еще не начальство У меня испытательный срок Три часа остался Значит, ты еще три часа под Пасхой будешь ходить? А потом, если утвердят Утвердят Лучше тебя им никого не найти Между прочим, генеральская должность Надо тебе по банку справить Не смешно Не, ну хорошо, что ты из армии ушла Правильно Не женское это дело Дети, да С ними ты легко находишь вообще язык С чужими, да Ну и что делать, если своих бог не дал, да? Надюш, ну что ты опять начинаешь? Нет Одного-двух воспитать Всякий сумею А вот с такой оравой справиться Это талант нужен Да Здравствуйте Здравствуйте Можно? Здрасте Заходите, пожалуйста Дорогая Надежда Васильевна Поздравляем Мы хотим Спасибо большое Но это очень рано Спасибо большое Извините Я никак не могу принять ваши поздравления Потому что никаких новостей и нет Никто не звонил Звонят Алло Приемная мэра С вами сейчас будет говорить Варина Аркадьевна Да, я слушаю Надежда Васильевна Я надеюсь, вы в курсе наших последних новостей Я имею в виду строительство лагеря А ну да В общих чертах К нам из Москвы прибыл важный человек Представитель президентского фонда развития детского спорта Поэтому этому человеку должно очень понравиться в нашем городе И это ваша задача А что я должна сделать для этого? У московского гостя маленький сын Я пообещала ему, что ребенок будет находиться в самом лучшем детском садике нашего города Приказ о вашем назначении рассмотрен Практически одобрен Остались формальности? Я рекомендую встретить москвичей лично Хорошо, я встречу их лично До свидания Нет-нет, еще формальность А что здесь происходит? Надежда Васильевна Да? Надежда Васильевна Пойдемте быстренько Я вам очередь заняла А что такое? Сейл Стиральный порошок продают Дешевый Идите за мной Ну что вы думали? Здесь детский садик, а на рынок, правда? Все Прекращайте торговлю Прекращайте торговлю Все, извините Извините, пожалуйста Ну почему? Надежда Васильевна Да что ж Ну дайте купить Ну? Серемка Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Вы заведующая? Да Суворова Надежда Васильевна Надежда А вы важный человек из Москвы Да Титов Алексей Михайлович Марина Аркадьевна сказала Что можно устроить сына в ваш детский сад Пожалуйста Как зовут? Сережа 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 Сережа, ну не позорь меня Ну я опаздываю, Сережа Отставить Ну мы договорили Извините Видите, человек не хочет Так, а ты что-нибудь прикажешь делать? Сережа не хочет А место в садике забронировано Поэтому вам придется Занять его место в детском садике А ему по всей вероятности Поехать на стойку И руководить У нас сегодня Блинчики со сгущенкой Как вы к ним относитесь? Да Очень Пожалуйста Счастливого рабочего дня, Сереж Чтоб через пять минут Здесь ничего не было Идите Не глядитесь Он следит за нами Присаживайтесь на качельку Наш садик С виду обычный А атмосфера у нас потрясающая Очень много игрушек Да вы что? А машинки есть? Машинки есть Целый автопарк Если будете хорошо есть Блинчики Это я вам разрешу Поиграть в пожарную машину Я буду есть Очень хорошо А вот Только небольшая часть Для нашего автопарка Пойдемте Вы надолго к нам приехали? Пока не сдам объект На Дарьеном озере Год, может, два Присаживайтесь Это значит Потом сразу в школу? Мне главное До свидания До свидания Здравствуйте Всего доброго До свидания Мне главное Чтоб Сережке здесь понравилось Вы не думайте Он не капризный Да я не думаю Просто Он без матери растет Он Когда упрямится Он с места не сдвинешь А где мама? Погибла А у меня работа такая Все время в командировках А няне я Сережку отдавать не хочу Не хочу, чтобы чужой человек С ним день и ночь был Понятно Играйте в посетку Да Давайте Все работают в свою работу Правильно Вам уже пора До свидания Спасибо Дович Ну что? Будем закручиваться Надеюсь, спасибо Сережа Сережа Извините, пожалуйста Ради бога, извините И что, не можете глаза открыть Когда там ходишь Надо же пропускать Не надо Не надо Ну что, ну не надо Вам извините Мы вас просто не заметили Извините, ради бога Ничего, ничего Не хорошо, да, вышла До свидания Глазатку А теперь мы кладем Кубики на место И на счет 3 Мы должны сделать большой Здравствуйте Минуту внимания Можно? Здравствуйте, ребята Дорогие девочки-мальчики Познакомьтесь, пожалуйста Это ваш новый друг Сережа Титов Что нужно сказать, Сережа? Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Сережа Проходи к нам Вот, видишь, какой у нас хороший Дружный коллектив А что нужно ответить, Сережа? Здравствуйте Здравствуйте Надеюсь, что вы будете дружить Здравствуйте Спасибо Мама У нас такой мальчик Конечно будет У нас новый мальчик Вот Сережа Вот новый А что такое? У нас вообще не дерутся? А ну пойди, я с тобой поговорю А ну пойдем Больно, дай посмотреть Да, Шишка Значит так, Сережа Это детский садик И здесь надо играть вместе Понимаешь? И здесь детишки Это все твои друзья Они враги, понятно? И драться здесь нельзя Надо было просто попросить Эту машинку у Кирюши И он бы тебе ее дал Вот если бы тебя по башке По голове саблей ударили Тебе больно было? Нет Что нет? Я привык играть один Куда? Субтитры сделал DimaTorzok Лаборатория, сядь Надя, срочно к начальнику Поняла, иду Субтитры сделал DimaTorzok 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 У него отец на круглом озере Лагерь строится Вот за неделю посмотрите Сколько он рисунков нарисовал Просто взгляните Сами профессиональные глаза Вы знаете, я, конечно, не детский психолог Но, по-моему, мальчик страдает от одиночества Да, вот посмотрите Дома, дома Человек у него в нижнем углу И руки в карман Это плохо? Свидетельствует о дефиците любви Не знаю Мне показалось, что это замысел художника Надежда Васильевна Простите, я, кажется, не вовремя Нет, нет, что вы, Алексей Михайлович Проходите, познакомьтесь Это Елена Боровицкая Член нашего родительского комитета А это Алексей Михайлович Титов Папа Сережа Очень приятно У нас радостная весть Экспертиза подтвердила чистоту воды в озере Будем строить лагерь Я очень рада А я-то как рад Мы теперь с Сережкой остаемся Вы знаете, что Надежда Васильевна волшебница? Ой, нет Я своего Сережку просто не узнаю за несколько дней Он просто хороший мальчик, вот все Я вам так благодарен Ой, подпеку Спасибо, спасибо Ну что, я пойду попозже Сейчас зайду Спасибо большое, до свидания До свидания До свидания Если бы вы знали, как я вам благодарен Да ну ладно, Алексей Михайлович Это наша работа А давайте отметим Успешное начало моего проекта Ближайший выходной Только ближайший выходной завтра Вот именно Только после Москвы поражаешься Такой вот первозданной красоте Уникальное место для лагеря Ну просто уникальное А вода здесь какая Ее же можно пить прямо из озера Товарищ специалист Подтвердите Вашей же лаборатории ее проверяли У местного поэта прошлого века Игоря Михайловича Сыркина По имени Кукушечка Есть чудесные строки А меня любимая к озеру водила Той водой поила И приворожила Это он описал местную легенду Ну-ка, ну-ка, ну-ка Что за легенда? Если девушка захочет Приворожить молодого человека Она должна на закате набрать воды из озера А потом его этой водой напоить И что? Работает? Как любая легенда Если вы верите То она работает А если не верите Не работает Работает, работает Я так своего деда Приворожила Сдуру-то До сих пор живем душа в душу Он мне в душу Я ему Ну что Женщины и дети могут купаться А мужчины Дрова собирать Что потом Не бегать Картошку печь будем? Да Пошли Ну что, может скидемся? Ребята, пойдем купаться? Да Да Пошли Никто не пойдет Стойте Стойте Отойдите от воды Отойдите Отойдите Это опасно Машенька, да здесь же мелко Да и вода уже давно прогрелась Меня посадят У меня бабушка болеет У меня кирил Обзац Перегрелась девочка Надежда Васильевна Водичка теплая Нет, здесь мелкая Вы послушайте Вы Никто не ходит Послушайте В озеро нельзя Это опасно Взять Там оно загрязнено Нет, вы объясните Почему? Вы послушайте Оно раньше было чисто Это правда Но теперь Там пол таблицы Менделеева А кто ты туда сливает Что сливает, Маш? Я не знаю По близости Нет вредных производств Ну что же делать Делали А анализы воды Все было нормально Да Я все в анализе Честно описала Начальник меня вызвал к себе Закрыл кабинет на ключе И как Давай на меня орать Чтобы меня обнаживая душа Не узнала Я исправила Все На положительной Но я так и знала Что все вскроется Что все узнают У меня посадят Вы понимаете У меня бабушка болеет У меня кирюшу Ну если эта корректировка Вскроется То вас же назначат стрелочник Ну конечно А если панику поднять Так рот закроют Причем навсегда Вы пожалуйста Московским Пока ничего не говорите А Молоденький Совсем жалко Ну подождите От одного раза И ничего не будет Ну это если постоянно Тогда Да Значит так Будем делать вид Что ничего не произошло Просто Поплещемся немножко Ну извините Я плаваться не умею Дети мои Вот хорошо С детишками Идите И поиграйте В море Волнуется Расса А мы пойдем Посидите Пойдем Поеграемся Пошли Пошли Что-то вы у меня Приуныли совсем Устали Или жара Вы мне стихи рассказывали Я вам тоже Стишок расскажу Экологический Возле завода Дети купались Через минуту Лишь плавки остались Да Никудышный Из меня Рассказчик У меня дома Горячей воды нет Я тоже Естественно Район-то один Ой А дождь бы сейчас Не помешала А у нас Горячей воды Тоже нет Садики есть Ну и слава богу Как Ленин учил Все лучшее Детям Не посмотрели Как там дети Все нормально Шпят Надо в милицию Заявить Я считаю Пусть сами разбираются Что там И кто сливает Не надо в милицию Пожалуйста Я вас прошу Вы хотите Чтобы меня посадили За подлог Я единственный Кормилец в семье Да ну что же Значит Титову звонить нельзя Милицию нельзя Что ж теперь Слезы что ли лить Маш ты по-моему краски сгущаешь Ну Максиму что сделают С работы уволят Ну и Фу на них Спасибо Пальсификация данных Экспертизы Повлекшие за собой Государственный ущерб Это не просто ошибка Это статья УК Помыло вообще не осталось А вы возьмите Там полочка Около зеркала Там должен быть Новый кусочек И поторопите В конце концов Слушайте Машу действительно Надо спасать Это факт Да Я думаю Надо ее Это Начальник обосадить А что Даже он И сказал Фальсифицировать Фальсифицировать Обманывать ее Его надо сажать Да Кстати А где этот приказ Нет Приказ был В устной форме Я тебе так скажу Ты хорошая девка Мария Но дура А что я бы должна была сказать Нет Я не согласна Он бы меня сразу уволил А у меня У меня бабушка Так Надо в газету писать Или сразу на телевидении Молчать конечно не надо Но панику сеять не стоит Нет А мы будем действовать самостоятельно Еще раз возьмем Пробы воды Конечно Она этого узера же Вымилась Вычистилась Может быть уже вода А нашу девочку зря посадят А у нее бабушка болит У нее рыбок обьют Поградай Голос Подожди 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 Давай Моя крыгая Шарик На душу Хватит Хватит слезы вить Пойди прими душ А что ты там Кстати Застряла Самая грязная что ли Она Пойдем Сейчас мы ее вытащим Оттуда Пойдем Ух ты Что это такое Идем Пошли Идем Это что? Хорошо Это плохо Это плохо Надо будет взять еще несколько проб В разных местах озера Главное установить источник И что еще Не установили? Пока нет Сейчас Но с тех пор как я составляла отчет Вода в озере стала гораздо хуже Алло Да Ну Алексей Михайлович Не волнуйтесь Я Сережу С удовольствием возьму к себе Нервус До свидания А может уже по домам, а? Да Ладно, Маша Я не права Ну давайте Посмотрим еще на другой стороне Едома, да? А? Давайте Да Так Дотянули Да Ой, тихо Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Ой Тихо-тихо-тихо Все-все-все-все Я должна ответить Секунду Алло Я скоро Давайте Подержите, пожалуйста Вот так Спасибо Я держу, Лена, вас Палку Держите Я возьму Возьму Еще вот Так вот держите Я держу Надежда вас сильно Держите, пожалуйста Все-все, все-все Алло Паш, я скоро Не могу сейчас разговаривать Извини Поражаюсь, как вы с мужем разговариваете, я с мусорник обедаю. Ну что, так аркала. Да, дорогой. Ну, такая беда, знаешь, карбюратор вздох. Ты мне сколько раз говорила, этот левый бензин из-за льва я залила, понимаешь, потому что у тебя жена дура экономная, залила стоп, ты меня ругаешь, да ругай, ругай. Прямо сейчас ругай, я прямо тебя пацаную, мая, да, чиню, чиню, карбюратор. Смотрите! Что там? Смотрите! Так вот кто во всем виноват. Их надо поймать на месте преступления, значит спугнем, в машину быстро. Надежда Васильевна, пока мы будем объезжать, они уже и так, все, 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 поплыли. А что тут далеко? Куда поплыли? Пора брать. Ольга, я все, 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 Олечка! Ольга! Ольга! Здравствуйте! Осторожно! Ольга, поедем, поедем! Поедем, поедем, а у них все остальные, пока будут сливаться, мы уже доедем. Ну они же сейчас… Все, они ж ты! Они уезжают за ними. И помидоры в смятку, и муса меня за них в смятку тоже. Ты посмотришь, а ты куда прешь, а? Кто накупает право в детском мире и потом на трассу сразу, а? Козел, а? Да не козел, а архар. Ворон, в общем. Ты посмотри, а? Я тебе руль засуну, откуда у тебя руки должны везти? Засуну тебе его. Тихо, тихо. Вы очень хорошо водите машину. Спасибо. Тихо, тихо, тихо. Опять он. Да, это называется и снова здравствуйте. Ну почему, а? Потому что это заводик Абакумова. Только я не понимаю, откуда при производстве минеральной воды ядовиты отходы? Да это уже специалисты должны разбираться. Так я же вроде специалист. Ой. Да я других специалистов имею в виду в погонах. Надо звонить Боровицкой, она с ними умеет разговаривать. Я здесь посижу, не люблю в милицию ходить. Надежда Васильевна. Да? Ну вы поймите, я сейчас туда войду, а меня посадят. Ну мы выяснили, что Абакупов виноват, пусть его наказывают. Мы не просто в милицию идем, мы идем к своим людям. Миролова сегодня ночное дежурство. Моя подпись-то, моя подпись на экспертизе так и стоит, она никуда не делась. Ну действительно, вреда получится больше, чем пользы. Да? Да. Давайте так, сегодня по домам, утро вечера мудренее, это действительно так. Здрасте. Здрасте. А вы чего здесь? Ой, извините, я телефон. Привет. Привет, привет. Витаминчиков дай. А я вот думаю, голодный ты, девчонок, вот уговорила со мной приехать. Держи витамины. Это мне? Спасибо. Скажу раз родился. Я тоже. Я тоже. Жигал. Ну пока. Спасибо вам, что вы позвонили. Да ну что, конечно. Я, конечно, ругал себя, что так вас напрягаю, но вы для нас сережки стали просто как мамы. Да успокойтесь, пожалуйста. Ничего страшного. Это моя работа. Я стараюсь, но, конечно, я заменить ее не могу. И то, что я у вас встретил, для меня большое везение. И для Сережи, конечно. Ой, извините. Алло. Паша, успокойся. Я уже рядом, недалеко от дома. Просто была вне зоны доступности. Ченчик поставь. Я скоро. Спасибо. Ой, боже, устал. Ну-ка давай. Молодец. Сейчас. А я где буду спать? Спасибо. Мама, мамочка, я боюсь. Что ты? Мама. Здравствуйте. Здравствуйте. За ручку возьми. Вообще не понимаю, что за манера сбагривать ребенка на ночь с заведующим. Если отец не может вообще следить за ребенком, пусть отдаст в интернат. Улыбайся. Мы можем это позже обсудить. Брать ребенка на ночь – перебор. И обсуждать здесь нечего. Сереженька, иди гуляй. Иди, иди. Абакумов думает, что никто не знает о том, что он сливает эти отходы в озеро. Значит, наше главное оружие – это внезапность, но взять его и испуг. Ты его испугаешь. Они с такими деньжищами ничего не боятся. Нет, каждый человек чего-нибудь да боится. Важно знать, чего и не надо. Надо создать ситуацию, при которой Абакумов испугается. Подумает, что все, он теряет все деньги. Бандиты, а мне что-то не прикидывается. Между прочим, это мышь. Ну, серьезно, будешь там всякие тамбовские, солнцевские. А мы будем озеровские. Мы говорим Абакумову, что озеро наше. А он туда отходы сливает. И пусть, правильно, пусть платят. Да? Давайте с него по 10 тысяч. Что там 10 тысяч? 50 тысяч надо взять. Его жаба задушила. Он перестанет в это озеро гадить. А что, делаем один телефонный звонок. Ну, чисто конкретно. И все, дело в шляпе. Да ну... Ну, меня, конечно, извините. Предложение, как всегда, идиотское, но... Поскольку других нет, будем звонить. Стойте. Только по-городскому. Да. Иначе нас вычислят. Хорошо. Пологично. Защеплю, 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 защеплю. Граждане на вакуумах? Защеплю. Я слышал, что ты сливаешь в озеро какую-то брянь. Да-да-да. Мне это не нравится. Это твое озеро. Это мое озеро. Так что, если ты хочешь, ты сливай. Тогда ты должен мне платить. Амортизм. За каждый спрос 50 тысяч. А как вас звать, любезнейший? А меня не надо звать. Я сам прихожу. А теперь послушай меня, урюк вонючий. Ты меня что, шантажировать вздумала? Чурка не русская. Что ты сказал? Знаешь что? Ты теперь будешь сто платить тысяч за каждый сбор. Отходите. Он меня оскорбил. Вот ненавижу таких. Вот ненавижу таких. Нет, ну как нужно. Ну, надо проверить. Вот ненавижу таких безвеличений. А что случилось? Кто это звонил? Сейчас выясним. Срочно найдите мне начальника службы безопасности. Пусть пробьет номер телефона, с которого мне только что звонили. Поздравляю, Яков Михайлович. С первым шантажистом. Кому-то стало известно про Дарьи на озеро. Это в смысле про... Вот именно. Я же просил все делать осторожно. А я предупреждал, что это дело рискованное. Андрей Сергеевич. Ничего, ничего, ничего. Ничего. Шантажиста этого я найду. Очень хочу с ним лично познакомиться. А что с производством будет? Производство не останавливать. Работайте, как работали. Андрей Сергеевич. Работайте, Яков Михайлович. Андрей Сергеевич. Работайте, говорю. Работайте, говорю. К вам, гости. Встречайте. Кто едет? А ты Молотова танки останавливал. А мои гвозди любую машину тормозил. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Я их во дворе у себя из хлопа была. Ни одна машина на газоне не стоит. Так, сейчас. Сейчас. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Остань. Сейчас. А-а-а! А-а-а! Ди, ти. Встречайте. А-а-а! А-а-а! Все колеса проколоты. Пока водитель подмогу вызвал, пока ждали запаски, пока меняли, уже утро. Тут дачники высыпали на озеро с детьми. Уже при них было сливать совершенно невозможно, пришлось уехать. Но самое главное, что все вот эти вот проколы, это дело чьих-то шаловливых рук. И вот. Вот, Андрей Сергеевич, утром появилось. Твои комментарии? Вообще непонятки какие-то. У нас со всеми давно договор заключен, и никаких предъяв не поступало. Непонятки, предъявы, Господи. Когда ты по-человечески говорить научишься? Выяснил, откуда звонили? Из телефона автомата. Место глухое, вокруг ни одного магазина. А значит, и камеры видеонаблюдения тоже. Короче, глушняк полный. Кто-то сливает им информацию. И этот кто-то свой с завода. Проверить всех. Охранников, водителей, уборщиц. Всех. И вычислить шантажистов. Понял? Андрей Сергеевич, это очень рискованно. У меня есть другое предложение, как можно вычислить. Давайте согласимся на все их условия. Ну, то есть, сделаем вид, что мы на них согласились. И при передаче денежек мы их всех задержим. А вот это очень рискованно. Да, но продуктивно. Понимаете? Не знаю, я не знаю. Подумать надо. Слышу. Молодец, что слушаешь. Ты теперь понял? Я надеюсь, что мы не шутим. И вы будете платить, и вы будете драгироваться. Я там зван. Нет, нет, нет. Я понял, что вы люди серьезные. И я готов платить. 50 тысяч. Нет, не 50, а 100. Я тебе сказал, что 150, это до чулки было. Ты понял? И еще проси прощения прямо сейчас за оскорбление. Прямо сейчас. Или 150 я тебе назвал. Да, конечно. Я прошу прощения, я был неправ. Я беру свои слова обратно. Вот так. Теперь внимательно слушай. Плату пили моно-маличными. Это за прошлый месяц. Понял? Позвольте. 3 миллиона. Да откуда же такие астрономические суммы, ей-богу. Это штраф за обидно твое поведение. И помни, мы про тебя все знаем. Хорошо. Где, когда? Где, когда должна произойти передача денег? Это мы тебе обязательно скажем, что ты, Зранькова. Нет, 3 миллиона это рискованно. Но продуктивно. Нет, Ольга Яковлевна. Нет, мы не можем отказаться от денег. А иначе вакуум сразу поймёт. Простите. Конечно, да, мы его развели. И вы, мы так ничего не добьёмся. Ну уж тогда получаемся обыкновенные шантажистки. Деньги надо брать. Без вопросов. Есть компромиссный вариант. Мы отдаём всё после того, как решим. Раздумать О. Нам чужого не надо. Так деньги в милицию отнесём. А если спросят, где вы деньги взяли, а? Мы их засунем в конверт и напишем печатными буквами. От доброжелателя. Нет, об акуму надо сказать, что деньги он должен передать сам, лично. А иначе никакая сделка не состоится, да. Ага. Вот, я тут одно интересное кино видела. Да, про аферу. И там никого не поймали. Я забыла, как называется, но там всё очень хорошо показано. Ну это здорово. А снимем на видео, как Абакумов передаёт деньги. Это вам. В подарок. Да ты что? А кто это? Это вы. Я? Это ты мне нарисовала? Да. Красиво. Ой, здорово это получилось. Вон похоже, да? Когда папа приедет? Ну, да, наверное, скоро. О. Видишь, лёгкий домин. Алло. Надежда Васильевна, извините, закрутился совсем. Ну ничего страшного, мы тут с Серёжей рисуем. У меня к вам просьба. Вы не могли бы Черёжу посадить в такси? А ну, через 15 будете в садик. Нет, извините меня, но ребёнка в такси я не отправлю. К сожалению, я не могу сам приехать. Да вы уже так делали, не волнуйтесь. Кромер машины у меня есть. Значит так, мы сделаем вот что. Я Серёжу заберу к себе, а вы когда освободитесь, позвоните мне. Хорошо? Да, ну если это возможно. Возможно. Очень вам признательно. Спасибо вам большое. До свидания. Ну что, поедем к мне? Поедем. А когда Серёжа, папа, с работы вернётся? Скоро. И женится на тёте Наде. Хорошо, до завтра. Ужин готов. А кто звонил? Что? Звонил кто? А это, по работе пошёл. Руки, Мишка, едешь мы. Клиент на остановке. Хорошо, мамочки. Начинаем работать. Чётко. Как в кино. У нас всё получится. Слушаю. Слушай, сюда. Тебе нужен трамвай номер один. Номер один. Слушай, может не будем такие сложности наворачивать, а? Давай я тебе отдам, о чём договаривались и всё. Или делаешь, как я говорю, или сделки не будет. Всё. Тебе нужен трамвай номер один. Внученька, бабушка подъезжает. Мы готовы. Сейчас начнётся. Пора. Деньги бросай в окно. Быстро. Приезжай, приезжай. Ну что, взяли пакет? Кто? Я не знаю, что это значит, но пакет у мента. Тут у нас обнаружен подозрительный предмет в виде пакета. Возможно, взрывное устройство. Подозреваемый скрылся на трамвай номер один в сторону центра. Как поняли? Спасибо. 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 Ну что, стрелять будет? Там же деньги есть. Стоять. У вас, баб, только деньги на уме. Сейчас по бомбе пальнём. Продолжение следует... Ну что, за лохи пытались меня развести? Андрей Сергеевич, наша служба безопасности сейчас это выясняет. Вот сволочи. А здесь унарызан. Гадёныш, а. Главное, что менты от вас отрезались, Андрей Сергеевич. С ментами я сам разобрался. А с полицией, с полицией, наговорил мстыкор оба про неопознанный пакет в трамвае. Подозрительный. Сказал, что увидел, выбросил в окно. Ради спасения населения. А теперь главное выяснить. Реальный это наезд или блеф? Это блеф. Это блеф, Андрей Сергеевич. Мне на блеф чутьё. Алло. Ты что нас за дураков завещаешь? Куколу бацокаешь. Теперь ты вести тысяч будешь платить. Слышь ты. Ты меня в тёмную развести хочешь? Урюк ты долбанный. Я тебе не мальчик-колокольчик. Слышь? Ты понял? Я буду делать то, что я захочу. И разрешения у тебя спрашивать не буду. Чурка, ты не русская. Я тебя найду наизнанку, выверну. Ты знаешь, что все наши разговоры записаны? Знаешь, да? И знаешь, что все копии с камер вине наблюдения сняты? Так что вешайся. Вешайся. А в целом правильно. Правильно ему ответили. Будем наказывать. Облюмин боем. Значит, Абакуми пошёл на эту детьку только, чтобы бумагин раскрыть. Всё. Теперь меня точно убьют. Убьют. Или Муса, или он. Какая, собственно, разница? Всё, отширикалась аптечка. Ну что ты? Успокойся. Всё будет хорошо. Это вся моя чёрная полоса. Я так и знала. Вот она заразная. Ну, перестаньте. Всё из-за меня пошло наперекосяк. Не надо отчаиваться. Мы не проиграли. Просто пока ещё не выиграли. Здравствуйте. Здравствуйте. О, простите. Сколько вас тут? У вас собрание? Простите. Нет, нет, нет. Мы уже всё обсудили, Алексей Михайлович. Так что, пожалуйста. Спасибо. Рад вас уедить. Здрасте. Здрасте. Извините. Рад вас. Ох, какие у вас тут замечательные места. Мне ваш Абакумов в качестве альтернативы одно вестечко показал. Сосновый бор, родники. И что? Нет, мне озеро больше нравится. И люди тут замечательные. Ну и вообще, у вас как-никак устойчивая экологическая обстановка. Маша, давайте вот как мы с вами поступим. Вы сделаете повторный анализ воды. Я его в Москве покажу. И вопрос решён. Извините. Извините. Вы не волнуйтесь. Всё в порядке. Всё хорошо. Где она? Она здесь. Маша. Ничего не поделаешь, но я так понимаю, что вам придётся опять поделать результаты анализа. Я другого выхода не вижу. Что шутите? Надежда Васильевна, а как же озеро? Ну а что, нам надо сдаваться, что ли? Ну, подождите. Выслушайте меня, пожалуйста. Вы же до конца не дослушали. Мы будем бить Абакумова его же оружие. Вы помните, какой он у нас садик хотел отобрать? И мы тоже попробуем отнять у него завод. О, ну вернее, как изобразим. Сделаем вид, что отнимаем у него завод. Мы покинемся рейдерами. Как? Подожди секундочку. Как там трактор-то изображать? Я вроде как не маленькая, но до трактора мне далеко. О, Боже мой. Подождите. Грейдер? Это же есть трактор? Не грейдер, а рейдер. Ну, Клавдия Ивановна, такие ушлые ребятки, которые помогают бизнесменам, так вами, нелюбимым, избавиться от своих заводов и фабрик. Это как большевики, что ли? Большевики делали все это открыто, а эти из-под тяжка. Ну, там банкрутят предприятия, скупают акции по дешевке. Ну, в общем. Мы не будем ничего покупать, скупать, банкротить. Это мы не будем. Надо помочь Абакумову, понимаете? Подкинуть ему доказательства. Ну, как? Что, опять звонить? Нет, звонить тоже не будем. Мы будем действовать тайно. А следы будут после нас оставаться явные. Эй, эй, ты че? Ты че, я тебе говорю, кончай снимать. Кончай снимать. И бережим на объект. Где снимать нельзя? Кончай, ты че не читай. Нет, нажимай. Какая цена такая ночь? Подписывай и все. Ну что, заметили? Заметили, что едем. 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 Андрей Сергеевич, тут какой-то подозрительный тип завод фотографировал. Я его окликнул, он убежал. Разрешите, Игорь Владимирович? Ну что там у тебя? Только что звонили в лабораторию. Предлагали большие деньги за то, чтобы я дала настоящий результат анализа воды в Дарином озере. Кто позвонил? Мужской голос. И много предлагали? Ну, они сумму не назвали пока, но сказали, что через два часа перезвонят. Слушай, когда был последний звонок? Понял. Сколько предлагали? А я тебе что, я тебе мало дал? Ну так придумай что-нибудь! Упы твою мать! Прикрывать его, видите, на меня небезопасно. Да. Сколько ты хочешь. Ладно, поговорим позже. Ну и какие результаты? Проверили всех, кто может на нас зуб иметь. Вроде все не при делах. Кто-то же наехал. С рабочими таджиками тоже на всякий пожарный поговорил. Говори уже, ну! Да нет, но они по-русски двух слов связать не могут. Даже если и захотят, ничего не расскажут. А кто здесь был? Никого. Здесь кто-то был. Кто-то был. Я же помню, как документы у меня лежали. У меня же вот так лежали. Да не было здесь никого. Только уборщица. Какая уборщица? А? Имя? Фамилия? Мы ее никогда раньше не видели. Но вы же сами весь персонал поменяли в течение двух дней. В целях борьбы со шпионажем. Мы подумали, новенькое. Да, и вот еще что. По всему городу расклеены вот такие вот объявления. Блюмин Бойма срочно ко мне. Если не найдешь уборщицу, я тебя не то что уволю. Я тебе башку сверну, понял? Пошел вон. Ну что? Ты вот это видел? Ты видел вот это? Видел вот это? Что все это значит? Если честно, я сам не понимаю, что это значит. Но судя по оторванным номерам, предложение пользуется спросом. Извините. Кто-то решил приврать наш заводик? Райдерство? Нет. Это вряд ли. Ну, очень рискованно. Если честно, у нас, кроме вас, извините, на такое никто не способен. Кишка тонка. Ну, значит, появился кто-то с толстой кишкой. Сначала урюку этот долбаный с телефона, а теперь вот это вот обложили со всех сторон. Слушай, может быть, это одни и те же люди, да? А чего? Они пронюхали, что у меня не все так гладко на заводе. Потом проверили наездом. И подняли шум. Под видом незаконного производства хотят прибрать наш заводик к рукам. Нет. Это вряд ли. Вряд ли. Это какая-то очень мудреная... А чего мудреная? Я бы сам так поступил. Ну, вы... Короче, разузнай, что это за ребятки и откуда им все известно. Да хорошо, свободен. Хорошо. А что это теперь? Это птица. Птица? Ёжик Серёжик. Птица. 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 Ну, как же я по-моему соскусился. Птица. А можно, чтобы Надежда Васильевна жила у нас дома? Птица. 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 Поптурная экспертиза качества воды тоже отличная. Впрочем, я и не сомневался. В общем, Москва одобрила проект с озером и прислала комиссию. А я вынужден сопровождать их, так сказать, денно и ночно. Ой. Надежда Васильевна. Ой, извините. А вы скоро? Да, да. Да, да. Надежда Васильевна, мне право неловко пользоваться вашей добротой, но... Серёжа, взять тебя. Только на два дня. Только два дня, не больше, я просто должен всё время... Не переживайте. Серёжик, останешься сегодня с Надеждой Васильевной? Конечно, папа, пока. Здрасте. 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 Счастливо. Ну что, Тетов уже прописал у вас своего сына? Я так думала, через сыночка к линии подбивает к нашему Надежде Васильевне. Всё сказали. Сделать-то что-нибудь удалось? Всё удалось. Так. Как ты задумываешь? Всё? Да. Я поговорила с одним журналистом, он будет писать статью. Скандалы вообще его конёк. Мы? Молодцы. Всё. Молодцы! Молодцы! Ручки! Вот, Андрей Сергеевич, почитайте. Непрофессиональное руководство завода минеральных вод ведёт предприятие к банкротству. Заказуха. Да это явное. При этом автор я хорошо знаю. Склочный тип. А если возьмём за жабры и вытасим, кто темку подкинул? А? Рискованно. Рискованно. Этот автор – золотое перо России. Его ни тронь, вонять не будет. Это первое. Второе. Я, как вы меня и просили, выяснил, кто же приезжал к нам в город за последнее время с большим капиталом и, соответственно, с большими амбициями. Так. Никого подходящего? Да. Ну, Титов. Москвич? А вот они-то могут. А самое главное – он сейчас вплотную занят детским лагерем и вводит какую-то комиссию. А пионерский лагерь как прикрытие, точно? Это было вас, Вера, гениально. Ты, москвич, твою мать. Надо встретиться со мной, расщупать, а? Нет, Наш. Нет, нет, нет. Это очень рискованно. У меня есть другой вариант. Какой? Андрей Сергеевич, нам до возврата кредита за новое оборудование остаётся ровно неделя. Да, вот именно. Ага. Предлагаю взять новый кредит. В другом месте, я уже проверял, нам дадут. За счёт этого нового кредита мы покрываем старый. И временно останавливаю конвейер с порошками. Останавливаем… Я тебя остановлю! Я тебя остановлю! И новых долгов мне, между прочим, тоже не надо! Значит так, у нас до конца кредита ровно неделя. Так? Так. Продержимся в чёрную. Это очень рискованно. Увеличим производство. Получим максимум прибыли. Рассчитаемся с банком. Ты понимаешь? Угу. Вот потом уже можно открыть карты. Только потом. Только потом. И налоги вот эти все, и очистные сооружения – это всё потом. Неделю продержаться нет. Ну, хорошо. Ну, хотя бы давайте тогда розницу остановим. Будем отправлять всю продукцию. Будем отправлять в оптовку по подложным документам. Согласен. Вот за этим последи. Хорошо. А что с отходами делать? С какими отходами? С отходами производства! Откуда мне знать? Концы в воду и всё. Всё, просите нас. Эй! Чё? Чё ты делаешь? Ну, что ж такое-то? Ну, что ж за порядки-то такие, а? Вы что-то уезжаете? Ну, мы требуем, чтобы всех обучали клиентам. Куда? Куда закон не занимают? Ну, по меня! По меня! Будьте любезны! Куда поехали? Ну, что ж вы такое-то? Нет, ну вы представляете, Надежда Васильевна, какой же всё-таки гад этот… Я поняла. Он до сих пор не перечислил деньги на Маришку. Ну, чего вы так не мало? Сейчас переведёт без этого. Нет, но он всегда это делает очень чётко десятого числа. Ну, понятно. А сегодня уже пятнадцатая. Причём я ему звоню, он трубку не берёт. Звоню Блемингуем и знаете, что он говорит? У них фурс-мажор и неизвестно, когда теперь деньги будут переведены. Что случилось? Вот что творится. Ну, что творится. Хочешь дешёвого порошка купить и не можешь. Тю-тю укатили, только пыль из-под колёс. Господи, там же мамы с грудными детьми стоят. Они, ничего не сказав, взяли и уехали. Ваша мама. Слушайте, а мне кажется, я знаю, почему у них такой фурс-мажор. И кто его организовал? Ну, это мы. Вон нас, рейдер, вспугался. Подождите. Так, получается, это я сама во всём виновата, что ли? Ну, конечно. Слушайте, так это надо отметить. Это же надо обмыть, тётя. На озере. На озере. Завтра с утра. С утра. С утра. Ну, папа. А у меня окно. Час свободы. Куда пойдём? Ну, как, вы к себе домой, а я извините к себе. Ну, понятно. Ну, давайте хоть до дома вас довезу. Ну, не оказывайте мне, пожалуйста. Мы песком буквально две минуты. Надежда Васильевна, ну, пожалуйста. А, пожалуйста, это волшебное слово. Слушай, ты кого хитрый вообще. В колонну, Влад? Ну, хорошо. Домой, так домой. Подвезите, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, что. До завтра. До свидания. Спасибо вам ещё раз. Я даже не знаю, как бы я без вас выкрутился. Да ну, что вы. Мы будем с Серёжей играть, рисовать. На озеро сходим, позагораем, поплавимся. Так что всё. Рюкзак. А, да. Совсем всё. Водичка. Из озера, нет? Из озера. Да. Женский контингент из нашего московского офиса узнал о вашей легенде. Ну, когда девушка напоит парня и прочее. А, ну я поняла. Хочет привражить парня, да? Отдаёт ему парня. А у этой легенды жёсткие условия или парень тоже может девушку привражить? А что, хотите кого-то привражить? Да собираюсь. Боюсь. Она откажет. Ну, да. Наверное, она откажет. До свидания. До свидания. Проходи. Паша, а вот и мы. Еда на столе, правда, уже остыла. Я спать. Сколько ночи? Завтра рано вставать. Включай! Ты, Серёж, должен нарисовать эту красоту. У тебя хорошо получится, да? Надежда Васильевна, давайте остановимся здесь где-нибудь, а то и наши местные не идут. Это такая замечательная идея. Победу отпраздновать прямо на берегу озера. Ну, да. Я надеюсь, что тут скоро даже купаться можно будет. Опять. А папа мне не разрешает купаться, где дохлая рыба. Что это? Где вы взяли? Где ты это взял? Ну-ка, брось немедленно. Там воды и щётка есть. Много? Да. Там вообще их повсюду. Там, тут, тут, тут. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. И мы вам тоже звонили. Мне надо было телефон отключать. Угу. Уходите оттуда, потому что там опасно. Да. Нет. Срочным образом просто уходите оттуда и всё. Да. Мы вас ждём. Ой! Маша! Что, ты нормально? Нормально. Нормально. Ой. Ну как? Содержание химических веществ зашкаливает. Абакумовский набор, но в жуткой концентрации. То есть он продолжает сливать. Наши рейдерские захваты ему не страшны. Ну что, значит, мёртвое море, да? Да. Ещё пара цистерр. Ну не море, конечно, мёртвое. Не болото. Но микрофоры не восстановятся. Ещё давай. Пойдём. Пойдём. Может, пока как-то почистить озеро? А что, у нас на работе есть специальные средства, которые замедляют процесс загрязнений. Ну как вы не понимаете? У Абакумова этих ядов больше, чем ваших средств. У нас ничего не плохо. Титову надо рассказать. Пусть он его напугает. Нет, нет, пожалуйста, только не Титову, Надежда Васильевна. Там же вода грязная, меня же посадят. Вы понимаете, а у меня… Я, конечно, понимаю, что у вас бабушка больная, что Кирюшу в вашу всё время бьют по голоде. Ой… А мы можем всё сразу не рассказывать? В два частя. У Мадина это хорошо получается. Алексей Михайлович, с вами говорит доброжелатель и патриот города. Довожу до вашего сведения, что бизнесмен Абакумов хочет открыть у себя на заводе какое-то новое производство. Общественно обеспокоено, как бы это не повредило нашему озеру и будущему детскому лагеру. Примите мэри, мы на вас очень надеемся. Будем ждать реакции. Я уверена, что Алексей Михайлович будет тянуть собаку. Надо установить ночное дежурство на озере, чтобы проверить реакцию. Проверить, клюнул или нет. Хорошо. Да кто же вам такое сказал, уважаемый Алексей Михайлович? Нет. Какие же вы всё-таки москвичи доверчивые, ей-богу. У меня на заводе всё отлично. Да. Нет ничего вредного абсолютно. Это всё конкуренты. Конечно, вот они и бесятся. Завидуют, завидуют. Точно. Да, конечно. Конечно. При первой возможности с удовольствием, Алексей Михайлович. Всего доброго. Попалась птичка. Это Титов. Сам позвонил и сам прозрачно намекал. Ну что, Яков Михайлович, началась игра в открытую, а? У этого москвича не выйдет. Ничего. Вот тебе, а не завод. Ну всё, дорогой, ты детей покормил, а умил. Да. Всё, ну всё, молодец ты здесь. Спокойной ночи. Вам алюшку потянули. Всё хорошо. Что? Сказала, еду в другой район. Раться свежий купить и подешевле. И там за ночью, чтобы с утра первый взять. Потом скажу, что не понравилось. И дорого ещё. Мне ещё спасибо скажут. Молодец. Моя жена. Понимает. Надежда вас сильна. А вы что сказали? Я говорю, Паша, ты представляешь, в детском садике проводку электрическую нужно срочно менять? Ночью. Потому что больше некогда следить за этим некому. Что он поверил? Молодец. 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 И вообще ваш город стал как родной. Не только из-за озера. Вот. И поэтому, в общем, только вы можете нам помочь и остановить это безобразие. Абакумова остановить. Вы можете ему приказать больше не загрязнять водоек. Надежда Васильевна. Ну, кто я такой, чтобы вам приказывать? Я не министр, даже не большой начальник. Ну, вы же сами сказали, что город наш стал как родной. Ну, хорошо. Я с ним по-своему поговорю. Спасибо. 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 Паша. Паша. Ой. Привет. Нет. Ну, куда ты хотела? К Читову? Хочешь что, замыслить? Ну, понятно, понятно. Что? Оно и логично. Я сначала к мальчику привязалась, да? Потом отец оказался ничего. Ну, ты чего? Ты знаешь, я в приютную чистоту эти куверты вообще не признаю. Жаль, что у нас с тобой сложилось так, что не сложилось. Паша. Очень горькая правда, да. Чем? Ну, у нас чисто деловые отношения. Те клянусь, да. Деловые отношения? Ну, домой. Это что-то новенькое. Ну, перестань. Я к нему ходила на квартиру, чтобы о нашем озере поговорить. Там рыба тухнет, гниет, умирает. Паша. Ну, прекрати их. Ну, что-то это как детский сад, ебаный. Открывай. По-моему, отличное место для строительства детского лагеря. Мне здесь очень нравится. Правда? Да. Очень красиво. Природа. Андрей Сергеевич, это Титов. Мне необходимо с вами встретиться. Желательно срочно. А в чем, собственно, дело? Есть разговор, серьезный. Я уже в командировку. Да. Я не знаю, смогу ли я найти окно в графике, не знаю. Но я посмотрю сейчас. Через пару дней только, да, к сожалению. Раньше никак не могу. Да. Надо остановиться. Это место подходит по всем параметрам. Надежда Васильевна. Мне необходимы реальные результаты экспертизы. Вы не волнуйтесь, вы не волнуйтесь. Я их никому показывать не буду, обещаю. Всего доброго. Ну что ж, Алексей Михайлович. Поздравляю. Место просто великолепное. Да. Пашенька, ну пожалуйста, ну возьми трубку, а. Паш. Алло, алло. Алло. Маша, здравствуйте, это Суворова. Нам нужна реальная, настоящая экспертиза. Нет, вы в этом замешаны никак. Нет, это вам не повредит. Никак не повредит. Да, обещаю. Хорошо. Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич. Я тебя поздравляю. Началось. Рейдерский наезд, как я и говорил. Андрей Сергеевич, документы на легализацию, они готовы. Андрей Сергеевич, вот, ну посмотрите. Так, надо всего два дня, пару дней всего. Из-за того, что свернули розницу, доходы сократились. На одной оптовке мы не выруливаем. Андрей Сергеевич, я вас умоляю, пожалуйста, давайте не будем рисковать. Давайте, нам нужно перекредитоваться. Андрей Сергеевич. Нет. Нет! А если этот Титов будет меня доставать, я найду, что ему ответить. Ещё никому не удавалось сделать Абакумова. Никому! Экспертиза внутри. Надежда Васильевна, я пойду, у меня уже всех разобрали. Да, конечно, приедете. Иди сюда. До завтра. Ты где? Я? На передовой борьбы за озеро. Ой, извините, я думала, что это Алексей Михайлович. Ну, в общем, не важно. Вы где? Я еду навстречу Абакову. Данная экспертиза у меня. Наступает время чеп. Пожелайте мне удачи. Желаю вам удачи. Всего самого хорошего. Спасибо. Паша. Паша. Домой не торопимся. Я? Накрасилась. Ради кого? Ради титого, да? Паша, товарищ полковник, ты что у вас залить такое? Домой быстренько и из падки. Завтра поговорим. Нет, я хочу сейчас. Немедленно. Я вот сейчас тебя запру и никуда не выпущу. Пока не услышал правдоподобных объяснений. И только не надо мне про дохлую рыбу тут рассказывать. Так, о чем вы со своим олигархом там курлыкали? У жена, у каждого человека, у strategies walking store. Приелому аппетит. Субтитры делал DimaTorzok Из этой независимой экспертизы следует, что завод ваш будет закрыт. А вы, значит, хотите купить закрытый завод за этой копейки, так? Вот, значит, как вы трактуете нашу встречу. Да нет, уважаемый, это вы трактуете. А мы-то люди бесхитростные. Так что зря вы весь этот театр устояли, зря. Вы что думаете, я не понимаю, что лагерь этот прикрытие для определенного маневра? Прикрытие рейдерского захвата? А я вот взял ваш маневр и раскусил. Между нами, скажу, я ведь и сам профессор. Кому нужны эти лагеря? Кто их строит? Это же бред. А наш мэр, дай бог вам здоровья, весь город поверили. Дураки. Я теперь, знаете, что сделаю? Я возьму и изложу все эти факты в заявлении в прокуратуру. О том, что государственный чиновник из столицы занимается преступным захватом успешного бизнеса в провинции. И запись нашего разговора приложу. Какой там срок за рейдерство полагается, не помните? Вот решение правительственной комиссии, подписанное председателем правительства. Строительство лагеря начнется в понедельник. Так что никакой не рейдер. У вас, извините, но какая-то больная фантазия. Честно, подождите. А как же тогда эти звонки, объявления, заметки в газете? За мной же слежка была. Вы знаете, есть такое простое русское слово на букву П. Знаю. Нет. Паранойя. Маня преследования. Вам лечиться надо. И знаете, хорошо бы справку взять соответствующую. Потому что, как я понимаю, вы не очень представляете масштабы вашей проблемы. Не хотел бы я оказаться на вашем месте. Ну, я думаю, вы примите вежное души. Извините, вы кому... Нет проблем. Извините. Сейчас как... Паша, ходи туда. Я уже обо всем со всеми договорился. О чем? Расслабься. Теперь у тебя нет никаких проблем. С кем? Ни с кем. Ни с Абаковым, ни с Цитовым. Правда? Что ты сделал? Девочки, спасибо вам. Я не знаю, если бы не вы, где бы я сейчас была вообще. Где-нибудь в районе Магадана. Ну, что вы такое говорите? Надежда Васильевна нас в обеду не даст. Где здесь Надежда Расслабь? Боже мой, детский сад. Это же Цитов. Спасибо ему, батюшка. Он сказал... Серьезно, но с чем я такой... Как мой миссан сказал, сделал. Молодец. Мне кто-нибудь может объяснить, почему опять сливали отходы в озеро? Ну... Ну... У нас и так проблемы. Не оберешься. Ну, правильно. Ну, вы сказали, чтобы концы в воду. Правильно? Я им так и передал. Они поняли все слишком буквально. Идиоты. Идиоты. Ну, вы не волнуйтесь. Ничего. Озеро мы очистим. Вон, видите? Достали самый дорогой и самый эффективный препарат, который только смогли найти. Давай на еще! Давай, давай! Но меня сейчас другое беспокоит. Кредит. Да дадим мы это с кредит. Если нам раньше голову не оторвут. А то ты оно. Ну, и я дурак, конечно. Чуть сам себе могилу не выдал. Нам теперь главное оборудование продать. И главное, чтобы подороже. Не волнуйтесь, я его продам подороже. Главное... Ай! Меня другое беспокоит. Все очень рискованно. Поймите, все оказалось гораздо серьезнее, чем мы с вами думали. Ну, а что ты хочешь? Государство. В том-то и дело. Я и говорю, что все очень рискованно. Лей, давай еще лей! Че ты сидишь? А больше лей давай! Че ты сидишь? Вот ты! Левый! Сливай тоже что-нибудь! Вот! Отлично! Вот! По-моему, нам пора. Да, пора. Так, стаканчики всем нет. Не мусорить. Угу. Здравствуйте! Ну, иди ко мне, вы хорошие. Иди, иди, иди. Ну, что вы, привет. Как тебе дела? До свидания. Мы едем же на море, вы с нами собираетесь. Сережа, все перепутал. Меня просто переводят в Сочи. Ага. За отличную работу. Так что мы уезжаем. И мы забираем вас с собой. Да ну, как же. Вот взял себе в голову, что вы едете с нами. Вы же поедете, правда? Нет. Как же я могу поехать? Ты же... Ты же меня любит. Конечно, я люблю. Поехать с тобой не могу. Понимаешь? Почему? Я буду хорошо себя вести. Нет, я понимаю, что ты себя будешь хорошо вести. Но у меня же дядя Паша. Дядя Паша грустить будет, правда? Но мы будем ему звонить. Я без вас и куда не поеду. Ты же с папой должен ехать, правда? Папаша, скучать будет без тебя. Ну, как ты, пап, не оставишь, правда? Она будет там хорошо. Да? Открытку мне напишешь. Правда? Напишешь мне открытку, а потом приедете ко мне в гости. В лагерь. Приедешь? В лагерь приедешь? Пошли. Пошли, Сереж. Мы вместе будем вам писать открытки. Хорошо. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Пошли. Пошли. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А может набросить ее, а? Ну что, развеяться, поехать там на Черное море, в Сочи Других предложений нет? Есть Я еще подумал, нам нужно усыновить ребенка Ну то появится какой-нибудь новый этот Титов с мальчиком, мое сердце точно не выдержит Для этого предложения мне больше нравится Да? Да А ты уверена, что ребенок, которого мы усыновим, принесет нам счастье? Счастье? Какие вопросы с утра, Паша? Паша, а что такое счастье? И вообще, почему ребенок что-то должен приносить? Что бы ты хотел, чтобы он тебе принес? Ну, вот хотя бы стакан чая в старости Что он тебе принесет? Я твой оптимизм не разделяю Ты, Любовь Петровна из 53-й, знаешь? Ты, у которой маленькая собачка? Да, ага И двое великовозно с детей ее Которых за последние пять лет никто не видел Ну правильно, потому что они в другом городе живут? Пропала Квартиру вскрыли, собачка есть, а бабушки нету Да ты что? А где она? Никто не знает А в милицию обращались? В милицию уже работает Я не к тому сейчас веду Понимаешь, какие дети бездушные бывают? Вот так вырастешь, захочешь попить Никто тебе даже воды не подаст Передумал восстановлять ребенка? Да нет, ну Я тебе, Пашенька, принесу, мальчики Не помогите Справку с места работы с указанием должности и заработной платы Записали? Сейчас, секунду Да Справку от органов внутренних дел об отсутствии судимости Замужем? Да Ну, значит, копия свидетельства о браке Копия Следующий Копия свидетельства о браке А скажите, вот я это все сделаю, справки соберу и что, к вам, да? Ну да, да, проверим, сделаем заключение, поставим на учет А ребенок когда будет? Ну, это я не могу сказать, извините Слушаю вас До свидания Да, сейчас найдем ваше дело Что случилось? Что случилось? Ну скажите Ну скажи, что с Л겁ней? Что? Скажите, что с ним? Подождите, за ним приехали родители и забрали его в Америку жить О esles Кладзи-Вайна, выпей, пожалуйста Радоваться надо. Ваш внук теперь с родителями, успокойтесь, ну конечно, для них это радость, а мне на что делать. Ну как что, муж у вас дома, о нем надо заботиться. Надежда Васильевна, до свидания. До свидания. Вы смотрите программу «Ровный метр». С вами я, Андрей Бодров. Вовнук, что ты смотришь? И так тошно. Не командуй. Тошно ему. Расселся, пиво хлещет. Ну хочешь, я что-нибудь покрепче налью? Может полегчает? Ох, так значит горе заливаешь. Клав, что ты придираешься? Думаешь, мне не обидно, что Ленька у нас заманит? Ну, знаешь, я что решил? Ну, Клавдей, я, знаешь, знаешь, что решил? Давай поедем в деревню, а? Ну там свой дом, речка. Ну, Клавдей. Вижу я, как ты рад, что внук-то забрали. Не смей даже имя его произносить. Ну, Клавдей, Клавдей. Знаешь, катись в свою деревню и вообще на все четыре стороны. Чтоб духу твоего не было в моей квартире на хлебник. Всю жизнь я поломал. Клава, я только из-за Леньки твои выходки терпел. Я тебя предупреждала? Кто кого терпел? Кто кого я тебя предупреждала? Не надо называть его имя. Не произносить его. Все, разговор закончен. Час даю. Приду, чтоб тебя и вещей твоих больше не было. Все. Скважина. Уйду. Пожалеешь? Уйду, не вернусь. А давайте я вам ее донесу. Нет, я посижу еще. Ну ладно, я тогда пойду. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Мне уж вонучок объявился. А, если бы. Соцработник. Хороший парень. Милый, услужливый, вежливый. Продукты принес. Про здоровье расспросил. А чего тебя расспрашивать-то? На тебя, вон, пахать можно. Угу. Ты моим здоровьем поинтересовался. А что с тобой? Да очень плохо мне. Знаешь, как плохо. Ну, хочешь гречки возьми? Ну, зачем мне твоя гречка-то? Ну, зачем? Мне только тепло нужно. Простое человеческое общение. Понимаю. Ой, Господи. Мне бы начал тоже тяжело было. А соцработник появился, и дышать легче стало. Весь такой услужливый, обходительный. Я уж его и внучком зову. А он и не против. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Подождите. Я? Подождите. Подождите. Стоп, стоп, стоп. Разве можно бегать в вашем возрасте? Ой, Господи. А если не приведи Господь, удар случится? Ой, Господи. Каково вашим родственником-то будет? Да одна я милая. Одна, как перст, одна на всем белом свете. А дети ваши где? Дети-то? Да разве ж это дети? Разбежались кто куда. Ну, а муж ваш где? Сгинул. Сгинул. Как это сгинул? А вот так вот пошел и не вернулся. И давно? Ой. Да я у меня чуть сама и не помню. Совсем на голову плохо стало. Это значит, вы что, одна живете? Одна. В этой трехкомнатной квартире будто она не ладно. Ой, Господи, если бы вы знали, сколько за ее платить-то приходится. А пенсия-то у меня маленькая. Ты разве ж проживешь на эту пенсию-то? Знаете что? Вам срочно нужно оформить субсидии и социальную защиту. Ой, так я же за этим и бежала, а? Как это делается-то? Сходите в управление соцзащиты. А справочки я вам помогу сделать. А когда придете в СОБЕС, просто возьмите с собой паспорт. Обязательно. Это на Ленина? Да. Напомню. Тогда мы освободились. Будем ждать вас в кафе. Напомним про завтрашний день еще. А, да. Возьмите еще каппарат. Угу. Ну, все. Клавдия Ивановна? А? Ой, это вы. Здрасте. Что вы тут делаете? Субсидии оформляю. Одиноким всем полагается. Так какая же вы одинокая? У вас же муж есть. Бросил. Он, Ира, в деревню укатил. Дружище. Дочка в Америку. Кроме государства. А во мне теперь никто не позаботится. Ну, как это никто, а мы? Мамочек вон сколько. Мы позаботимся. Да. Пойдемте. Пойдемте. Ну-ка, я чеку попью. Ой, Паша, на Главдию Ивановну на счастье свалилась. Сначала внука у нее забрали. Помощь, я тебе говорю? Да. Теперь муж ушел. Ну, ты-то чем помочь можешь? Кстати, ты знаешь, что Любовь Петровна из 53-й нашлась? Да, в другом области. В доме престарелых. Аккуратнее. Давай. Говорят, что память совсем ошиблась. Но самое-то интересное другое, что ее квартира была перепродана. Уже несколько раз. Слушай, а куда власти эти смотрят, а? Соцзащиты куда смотрят? Ну, как всегда, в другую сторону. Заняешь, там какой-то соцработник присматривал? А он что, тоже виноват? Да сто процентов. Ну? Так у милиции так не думают. А этот маленький плюгавенький соцработник по нашему району шастает и новую жертву присматривает. Ну, это лично мое мнение. М-м-м. М-м. 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 У тебя его и не было. Ой, Надежда Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Ветка. Встаем, встаем, встаем. Аккуратно. А что вы здесь? Надежда Васильевна, мименька, выручайте, пожалуйста, вставай. Что-то случилось? На вас одна надежда. Вот полюбуйтесь на них. Это ветрянка. В садик нельзя. Я знаю. Но вы понимаете, у меня сегодня очень важная встреча. И что делать, я не знаю. А что делать? Придется отпроситься. Я не могу, Васильевна. Нет, нет. Ну я... Вы что, в садик можете... Надежда Васильевна, просто дело в том, что сегодня я встречаюсь с одним очень известным автором. Если я не приду, я могу работу потерять. Надежда Васильевна, я вас умоляю. Я понимаю, но у меня садик. Вы понимаете, все могут заразиться. Надежда Васильевна, знаете, что мы можем придумать? Они просто у вас тихонечко в кабинете посидят и все. Ольга Яковлевна, я все понимаю, но... Извините. Это опасно. Ну что ж. Наверное, вы правы. Извините. Не, я понимаю, конечно. До свидания. Всего доброго. Ольга Яковлевна, Клавдива Ивановна сейчас одна. Ее наверняка эта болезнь не возьмет. Спросите. Она согласится. Спасибо. Всего хорошего. Да, да. До свидания. Спасибо. До свидания. Мальчишки. Ну что ж такое. Я кому сказала? Ну кого? Ты вот сейчас сделай еще раз. Ика, сделай. Сделай. Тихо. Да, не улыбайся. Надежда Васильевна, Коняевой дома нет? Как нет? А где же она? Откуда я знаю? Ну что мне делать, Надежда Васильевна? Ольга Яковлевна. Замри. Замри. Во-первых, не паниковать. А во-вторых, я что-нибудь придумаю. Все, отбой. Паша, ты дома? Очень хорошо, что еще не ушел. Ты не мог бы мне помочь? Спасибо. Ольга Яковлевна. Сейчас, сейчас, секундочку. И только холодной воды мне давайте, ладно? Ольга Яковлевна. Спасибо большое. Ольга, сейчас, что я забуду. Ваня любит молоко, а Коля любит зеленый чай. Только если можно, не крепкий. Ольга Яковлевна. Спасибо вам большое. Ольга Яковлева. Ну я же военный человек. У меня служба. Ну пожалуйста, не опаздывайте. Я бы не могу. Поиграйте с ними в войну, пожалуйста. Ладно? Я вам обещаю быстро, хорошо? Ольга Яковлева. Спасибо, спасибо большое. Так, слушать приказ. Упала. Надежда Васильевна, не беспокойтесь-то, ну перестаньте. Зачем? Она ведь могла пойти погулять по магазинам. Я с утра звоню, мне кто трубку не берет. Вот сигнал проходит, а трубку она не берет. Ну, подумайте, она могла просто телефон дома оставить, чтобы не потерять. Или забыла, она же бабушка. Ну да. Ой, извините. Паша, да, Паша? Надь, чай, молоко, это понятно. А ку-ку-ку-ку можно? Нет, лучше не надо. Там одна химия. Да. Я просто подумала, может, я к ней сама схожу? Это было бы здорово. Я могу. А вы адрес знаете? Конечно. Спасибо большое. Да не переживайте. И потом мне позвоните, хорошо? Конечно. Спасибо. Обязательно позвоню. Надежда Васильевна, я тут звони на зв... Я даже постучала. Нет. Нет, тишина. Сейчас. Нет, тихо. Я говорю вам, тихо. Нету ее, этой нашей... Да. Знаете, я... Я посещу ее, подожду. Нет? Ага. Хорошо, хорошо. Хорошо, ладно. Если вы вечером зайдете, я тогда сегодня поработаю, да? Извините, вы с этого подъезда? Да. А Клавдию Ивановну не видели сегодня? При мне не выходил. Не выходил. Случилось что? Нет, ничего. Ой, извините. Да, Паша. Да, если через полчаса ты не придешь, я с ними сайту с ума. Ну, потепи немного. Сейчас Гусево за ним заедет. Полковник Суворов, что вы не можете вопрос без меня решить? Я не могу, я занят. Все, отбой. Слоны, пошли на водополь. Пошли слоны на водополь. У меня и так сегодня был тяжелый день. Как вы еще с этой своей коняевой... Не дала на диване поваляться, да? А то, что человек пропал, вас не интересует. Да, послушайте, вы с чего взяли, что он куда-то пропал? Ну, как это с чего? Она никуда не собиралась. Это во-первых. Во-вторых, дома ее нет. На звонки она не отвечает. Муж бросил. И внука увезли пять. Достаточно. Извините. Достаточно. Какая у вас память хорошая. Может, Ваня звонит? Разрешите? Пожалуйста. В квартире вроде тихо. Газом и дымом не пахнет. Это хорошо. Все, можно идти. Куда идти? Куда идти? Ну, вы домой. Я в дежурную часть сообщу дежурному. Он будет звонить в больнице, в морги. Что такое говорите? А вдруг человек плохо стал. Прямо в квартире. Целые сутки? Ну, что такого? Потеряла сознание, а потом у нее парализовала. Что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы вскрыли квартиру. На каком основании? На основании фантазии домыслов? Нет, на основании того, что я беспокоюсь за человека. Хорошо. Как вы докажете, что Коняева там? Вот вскройте дверь и убедитесь. Да послушайте меня. Незаконное проникновение в жилище это преступление. А по-моему, преступление это оставлять человека в беде. Ну, не плачьте эти души. Надежда Васильевна. Будете вы отвечать. Вот. Вот так. И что, вам сейчас до работы подают? Да нет, случайно оказалось у нее в кармане. У шпаны отобрал. Да? Да. Ну, и где ваша парализованная? Ее похитили. Инопланетяне? Черные риэлторы. Да, вот представьте себе. Она вчера бумаги оформила. И вчера же ей продукты принесли. Кто, волшебник? Нет, работник с Абиса. Ну да, как-то очень оперативно. Вот я тоже так подумала. А еще сегодня этот подозрительный работник должен был к ней с утра прийти по каким-то там делам. Это очень подозрительное совпадение. А вы его не видели? Нет. Ну, Каняева мне его подробно написала. Такой высокий, голубоглазый, пепельный блондин. Что ты такого работника с Абиса не знаешь? Я и тоже так думаю. Это бандиты. А что будем делать? Пойдем в отделение писать заявление. Так что он высокий блондин с голубыми глазами. Я от вас слышу уже 20-й раз. Да. Ну, а что вы еще от меня хотите? Просто примите заявление и все. Я хочу от вас особые приметы подозреваемого. А это вот шрамы, татуировки, особенности речи, походка какая-то. Походка, да я правильно говорю? Да вы что такое говорите? Я его ни разу не видела. Ну, а как тогда по-вашему мы должны его искать? Это вы меня спрашиваете, как вы должны его искать? Надежда Васильевна. Мне прямо рассказать вам подробно, как надо искать преступников? Вы неправильно говорите. Сейчас, секунду. Стойте здесь. Возьмите, пожалуйста, а? Возьми заявление. Я сам завтра схожу в Собес, и сам узнаю. Может, они нового сусработника взяли. Спасибо. Слушай, Верона. Явных признаков преступления нет, так что с заявлением придется подождать. Ну, пожалуйста. Возьми, возьми. Если будут задавать вопросы, сошлись на меня и все. Возможно, что ваша Коняева уехала к родственникам или к друзьям. Завтра объявится. Нет, не поздните. Что нет? Не обняется. Так, через три дня приходите. Нет, а что мне теперь делать? Я запомнил. Хорошо. Через три дня приходите с заявлением. Что мне делать? Надежда Васильевна, через три дня придете. А я пойду, пока у соседей разузнаю. Может, что они знают. Пойдемте. До свидания. До свидания. Ну, ты представляешь? Человек пропал. Они даже не чешутся из них. Ну, их тоже можно поднять. Что поднять? Ну, по сути сама, то, что Коняеву похитили, это не факт. Это только с твоих слов, понимаешь? Нет мотива преступления, нет подозреваемого. Как это нет подозреваемых? А этот соцработник? Ну, это опять же со слов Коняевой. А он вообще-то был? Так, ты что, думаешь, что она мне врала, что ли? Ну, я не знаю. Ей это что, надо? Одно могу сказать точно, что полиция дня три ничего делать не будет. Конечно, конечно. Пока не убедятся, что действительно человек пропал. Они ничего делать не будут. Что ты предлагаешь? Что делать? Успокоиться. Довериться профессионалам. И не лезь в это дело. Договорились? Адь, не улыбайся, пожалуйста. Договорились? Договорились. Здравствуйте. Здрасте. Разрешите. Вы что, все справки собрали уже? Нет, что вы. Я как бы по-другому вопрос-то. Скажите, а вы давно здесь работаете? Десять лет, а что? Там этажом выше у вас отдел соцзащиты. Да-да. Вы кого-нибудь там знаете? Почти всех. А что, я не пойму. Мне нужна фамилия такого голубоглазого, высокого, блондинистого, соцработника. А что вы, женщина, вы не по адресу обратились. У нас здесь САБИС с копеечными зарплатами на модельное агентство. Что, прям ни одного такого голубоглазого? О чем вы говорите? У нас всего два мужика. И на тех, знаете, без слез не глянешь. Спасибо. Пожалуйста. Да, ну что ты с этой бабкой водишься? Но не хочет она подписывать и не надо. Кончай с ней уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Вот за ты у машины, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что дальше? Как вы думаете, кто здесь живет? Бандит. Почему? Ну раз на зарплату можно такой особняк построить. Забор глухой. Точно что-нибудь прячет? Ни кого-то. Поехали. Куда? В полицию. Это точно мой, точно. Высокий, плантин, с голубыми глазами и особняк. Собор. Особняк-то тут при чем? Как-то при чем? Ему же надо, Каняева, где-то прятать, где-то ее держать, извините. Зачем ее прятать? Как это зачем? Они хотят отобрать у нее квартиру. А она там в этом особняке сопротивляется. Надежда Васильевна, откуда вам все это известно? От Бандина. Я сама слышала, какой он телефон сказал. Он сказал, пора кончать с этой бабкой. Ну хватит. Вот это ничего не доказывает. Правильно. Я говорю, что не доказывает. Поэтому надо брать ОМОН, захватывать этот особняк и будут доказательства. Я вам гарантирую, что... Да какую группу ОМОНа? Какой захват? Вы что? Наших. Да это же нет для этого никаких достаточных оснований. Ах вам оснований не хватает, да? Я сейчас проникну в этот особняк туда, вовнутрь. И будут вам вечером основания. Надежда Васильевна, стойте! Стою. Давайте адрес особняка. Пожалуйста. Поселок Капустино. Владение 1517. Так. Угу. Пойдем. Да-да. Ага. Все, понял. Спасибо. Значит так. Дом принадлежит Сухову Вадиму Александровичу. А вы узнали, чем он работает? Как у него зарплаты? Послушайте, вы мешаете мне работать. Смелься. Значит работает Сухов нотариусом. Ага. Нотариусом. Все сходится. Без нотариуса квартиру не продать. Это вот точно. Надо ехать и брать. Васильевна, встаньте здесь и не мешайте. Хорошо. Тут такое дело. Ты что купил сыновой россказни? А если это не россказни? И в доме действительно заложник. И что ты? Сейчас нельзя мешать. Извините. Не-не-не. Что ты предлагаешь? Так, я предлагаю собрать опергруппу, съездить и проверить. Аккуратно. Ну, конечно, без штурма. Но по-тихому. Опергруппа на выезд. Повторяю. Опергруппа на выезд. Спасибо. Если Конеева там не окажется, мне не сдобровать. Окажется зубный. Ты с ним поедешь? Конечно. А может я с вами? Он же главный свидетель. Куда вези нею? Это твоя ответственность. Спасибо большое. Подождите! 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 Я вас везде обыскалась! Ой! Я вас везде обыскалась! Подождите меня! Подождите, я быстро сейчас! Вот! Вот я тут! Здравствуйте! Надежда Васильевна, здравствуйте! Ого! Я буду вас ждать в вашем кабинете. Вы где все это время были? В деревню деду ездила. А почему вы никому не сказали об этом? Почему вы скажите? Так, не... На ум не пришло. Я чего пришла-то? Пока меня не было, кто-то мою дверь опечатал. Это я ее вскрыл и опечатал. Вы? Да. А зачем? Затем? Затем! Что мы тут переполошились все? Надежда Васильевна свою работу забросила? На уши тут поставила всех? Правда? А что вы улыбаетесь? Я не понимаю. Почему вы трубку не брали? Я обзвонилась вам. Так это... Я в попыхах-то дома ее оставила. Трубку-то. Так, хорошо. Куда вы исчезли? Да, куда рванули? Так, я сейчас расскажу. Пришел утром соцработник и предложил мне горящую путевку в Сочи. Неплохо. Ну что, еще бы, неплохо. А там нужна справка о семейном положении. Я связь не понимаю. Ну, пришлось мчаться в деревню и срочно с дедом разводиться. А что, между прочим? Я в Сочи тоже была только один раз. И то он по молодости. Это знаете почему? Потому что в управлении судзащиты главдиванная проходит как одинокая. Да, одинокая. Так, хорошо. А какой соцработник вас обслуживает? Максим Логинов. Погодите. Ну, какой же он длинный, да еще и голубоглазый. А кто это вам такой сказал? Как это кто? Это вы мне сказали, вы мне сказали, что ваш соцработник, он высокий, блондин и с голубыми глазами. Говорили? Да мне все хорошие люди кажутся высокими и светлыми. Слушай, я больше не могу. Клардия Ивановна, я из-за вас всех людей на уши поставил. Надежда Васильевна. Знаете, Надежда Васильевна, вы меня не так поняли, Надежда Васильевна. Тихо, тихо, тихо. Молодец, иди, кого-нибудь выбирай, кого хочешь, вот. Кого, кого ты выберешь, только ты беги сюда и выбирай, кого тебе надо. Ну-ка, 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 ну-ка. Надежда Васильевна. Кого же мне выбрать-то? А где ворота, я не вижу. Где ворота, где ворота, вот. У меня здесь цеврожок деревенский, маслица свое, сало, яйца. Вот так. Надежда Васильевна, вы простите меня за все-то. Ну, а за что мне вас прощать? Идите. Ну, а если так-то возьмите от меня от чистого сердца. Кулецки любим. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Только не обижайте. Возьмите. Ну, спасибо большое. Я... Все нормально. Ну, тогда примите от чистого сердца. Спасибо. Ну, возьмите. Ну, возьмите. Спасибо. Я думала, у нас дружба-то закончилась. Ну, ладно. Что вы так договорите? Ох, спасибо. Да. Знаете, что? Да. Предупредить, конечно, надолго можно было. Да. Да. Потому что здесь такое криминал творится. Да? А что произошло-то? Ну, у нас в доме женщина жила, так к ней тоже соцработник. Ну, это заподозрить можно. Конечно. А полиция-то что? Никаких улик на этого соцработника нет. Никаких подозрений на него. Аккуратно песочком не бросайтесь. Ёрочка, пожалуйста, не надо. Я уж такое передумала, знаете. Вот. А эту женщину, они, значит, у нее проработали там всевозможными препаратами, ну, и она под воздействием никаких препаратов в бумаге-то подписала на квартиру. Да, и квартиру у нее отняли, уже продали, все. Ну, пожалуйста, песком аккуратнее играйте. Ну, вот так, да. Ну, можно просто его не бросать, а туннель прорыть. Клади, а что с вами? Господи, как вы все чувствуете? Ну, я замечательно все чувствую. Конечно. Это, раз еще жива осталась. Не беспокойтесь, и на этот раз наша программа успела вовремя. Никто не пострадал, квартира осталась в собственности ветеранов войны. Преступники наказаны. Но пример поучительный. В зоне риска оказались пожилые люди. Поэтому наша программа всегда в первую очередь откликается на просьбы о помощи именно этих граждан. Если вы одинокий и беззащитный, и вам угрожает опасность, звоните по телефону, который вы сейчас видите у тебя на экранах. Будьте бдительны и осторожны. Берегите себя. Вы смотрели программу Кровные метры. С вами был Андрей Модров. До встречи. Кровные метры. Почему ты мне не сказал, что ты не болел ветрянкой? Ты меня не спрашивала. А сам что, не мог догадаться? Откуда я знаю, болел я, не болел я, я не помню. Так тебе и надо. Да, это же почему? За все твои грехи. Кто меня наузкивал насчет этого соцработника? Я-то здесь при чем? Такой стыдобынно терпелась в этом отделении полиции. При чем? Я надеюсь, ты больше не будешь заниматься самодельностью. Суешь нос, куда тебе не надо. Даже у меня еще мисс Марпл нашлась. Что? Больно. Терпи. Ты же военный. Это военный, занимайся своим делом. А ты, между прочим, да, заведующий детским садом. Они... Ну, много еще там? Все, все, все. Еще вот здесь. Вот как я теперь с таким лицом на службу появлюсь? Мне с таким лицом не надо. Чего? Да нет, правда, нельзя. Я не могу, я не могу. У меня командующий приезжает. Ты все командованием можешь заразить. Нельзя. Правда? Это серьезно. Что с вами? Почему вы здесь? Я вас жду. Ой, боже мой. Я здесь всю ночь просидел. Да вы что, окоченели. А почему что случилось? Я тут все проанализировала. У них следующий на очереди я. У кого у них? На какой очереди? Черный риэлтор. Клавдия Ивановна, что вы так уговорите, а? Клавдия Ивановна, чего вы взяли? Как с чего? С ваших слов? Что? Все как у той старушки. Одно в одно получается. Да? Вы же говорили, что ваш вот этот вот соцработник... Преступник! Все, как вы описали. Вылитый Максим. Он вчера вечером ко мне приходил, я его не пустила. А почему? Да он хочет меня похитить. Надежда Васильевна, мы должны его остановить. Вы мне говорили, что он добрый и он отзывчивый. Говорила. А потом решила, что все неспроста. Ему моя квартира трехкомнатная нужна. Да чего вы это решили? Надежда Васильевна, спасайте меня, он меня точно убьет. Знаете, что у вас? Что? Моя непреследование. Так. Нет. Нет. В психушку мы всегда успеем. Угу. Так. Я не понимаю. От меня что вы хотите? Защиты. От кого? От соцработника Максима Логинова. Он вам что, угрожает? Своими действиями угрожал. Угу. И в чем это выражается? Во-первых, завалил продуктами и навязывает мне путевку в санаторий. Хорошо. А что в этом криминального? А то, что хочет втереться ко мне в доверие и завладеть квартирой. Значит так. Я разработала операцию моего внедрения в банду. Угу. Готовы стать живцом. А подследственный? Вы не готовы стать? М? За что? За ложь. За клевету. То Суворова бегала, тут паник усеял. А теперь вы. Вам что, тут заняться нечем? Так. Так. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Стало быть, участковый вам не поверил? Категорически отказался мне помочь. Посмотрю я на него, когда меня грохнут. Да вы что, Клавдия Ивановна, мы этого не допустим. А у вас есть доказательства того, что Логинов связан с черным риэлтором? Нет. Но я день и ночь буду за ним следить и докажу, что он преступник. Мне нравится ваша решительность. Я вам помогу. Значит так, сейчас вы ему звоните и сообщаете, что вам срочно нужно продать квартиру. Так. Я думаю, что он вам предложит подписать доверенность на все операции с квартирой. Так. Подписываете. Нет. Да. Иначе мы не сможем его поймать. Хорошо. И вот тут самый опасный момент. Он попытается вам что-нибудь подсыпать или сделать укол. Пусть только попробует, гад. Вот тут-то я его и поймаю. Так. Вызываем его на завтра на утром. Встречаемся в вашей квартире. Хорошо. Осторожней. Клавдия Ивановна, здрасте. Это Оля Гусева. Оленька, что случилось? Понимаете, дети ветрянкой заболели. И в садик теперь никак нельзя. Вы не можете с ними завтра денек-другой посидеть? Ну-ка замри. Замри. Ну, о чем разговор? Приводите после обеда. Как после обеда? А почему не с утра? Подожди секундочку. Сейчас. Сейчас. Ой. С утра не могу. У меня операция. Какая операция? Что с вами? О, со мной все в порядке. Операции криминальные. По поимке черных риэлторов. Вместе с полицией? У этой камеры великолепное разрешение. Изумительная красивая картинка. Думаю, что репортаж получится сногсшибательный. Это хорошо. А я-то его хоть увижу. Клавдия Ивановна, вы опять за свое? Я же вам сказал, что я сижу в засаде. А, вот в маленькой комнате. Да. Наблюдаю по этому ноутбуку, что здесь происходит. И как только он на вас нападает... Так. Сразу звоните в полицию. Нет, выбегаю, защищаю вас. А, ну вы парень крепкий, должны справиться. Конечно, я его тут же связываю, у вас беру интервью. И вы, всероссийская звезда. Ой, господи, хватит, хватит. А, это он. Он. Звонит. По местам. Только успокойтесь. Ага. Ничего не помню, прошу. Вот и я. Как и договаривались. Здравствуйте. Здравствуйте. А чего так дверь долго открывали? У вас кто-то есть? А? У вас есть кто-то? А? Да что вы. А кто может быть-то? Я одна. Проходите. Проходите. Так, для продажи квартиры мне подавится ваш паспорт, свидетельство о праве собственности на квартиру и справочка из БТИ. А вы что, и риэлтором работаете? Нет. Риэлтор сейчас подойдет, а мы сейчас просто бумажки соберем к его приходу, ну, чтобы время зря не терять. А, ничего. Я подожду. Ваше право. Тогда у меня есть для вас маленький сюрприз. Что это? Путевка в санаторий. Сочи. Ну, да. Но это дело нужно отметить. Доставайте фужер. Ага. Конфетка есть закусить? Ага. Сейчас принесу. Ага. За ваш отъезд! Абонирайте се! Ножичек спрячь! Ну и зачем ты это все затеял? Шкуру твою спасаю! Учти, если мы не найдем документы и не оформим ее квартиру в два дня, бабку придется кончать! В ментовке была! Всех подруг на уши подняла! Ну тогда зачем мы с ней связались? Да потому что она тебя, идиота, вычислила! Придумал ли я, куда ее отправляешь? Придумал! В санатории билет в Сочи! Когда поезд? Через час! А что стоишь? Отправляй! Где колен с Талином? У подъезда стоят! Ну пусть контуют и на даче! Ну а мне что делать? Тебе перелить квартиру, найти документы и к нотариусу! Понял? ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так, эсэмэсочка! Нух, от кого? Вы еще не освободились? Я буду с детьми у вашего подъезда! Гусева! Гусева! Кто такой Гусева? Я не знаю! Так, легенда меняется! Значит, Талин с Калином сюда, пусть ее везут на дачу, а мы с тобой по крыше уйдем! А документы? Потом вернешься и найдешь! Отключи, не забудь! Ну что ты делаешь? Ну, солнышко мое! Ну как же так? Пожалуйста, потерпите еще две секунды! Сейчас я вас отдам! Клава, Иван! Клава, Иванова, куда?! Клава, Иванова, куда?! Клава! Смотри! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Договаривались! Вот это номер. Алло, Надежда Васильевна. Коня его увезли на такси. А я не знаю, два каких-то мужика здоровых. Отомри. Ну, села Коня его в такси. И что? Почему мы должны ее искать-то? Ну, потому что она не просто села, а ее посадили в эту машину. Ну да, насильно. Да двое амбалов. Один из них, Лондин, с голубыми глазами. Да. Откуда вы знаете? От нее. Надежда Васильевна, а вам не кажется, что мы это все уже проходили? Кажется. А вот не напомните, чем это все закончилось? Я с вами совершенно согласна. Тогда я ошиблась. А? Тогда вы, сегодня она. Ой, ну почему вы сравниваете? Это совершенно другая ситуация. Дети! Дети! Сейчас, я же сама видела, как ее похитили, ну. Свидеть. Пускайся, пускайся. Меня в отделение. Нас смех поднимут, когда узнают об очередной пропаже Коняевой. Кашу в тот раз начальство не узнало об этом. А то он меня точно получил по загривку. А в этот раз вы получите точно благодарность за то, что обнаружили волженную группировку. Вам, может быть, даже денежную премию дадут. Да. Догонят и еще дадут. Ой, господи. А лучше? Мне, кстати, Коняева говорила, что она участвует в какой-то полицейской операции. Операции? Это она мне попыталась навязать эту свою дурацкую операцию. А вы? Отказался? Ну и что? Вот точно. Он ей отказал. Правильно. И она нашла тех, кто согласился в ОМОН. Тех, кто согласился? Преступники, преступники. Которые ее расхустили, ее разоблачили и похитили. Во главе соцработникам. Иначе зачем он к ней все время приходит? Правильно. И вы должны, обязаны, просто это проверить. Зови с этим соцработником. Хорошо. Только давайте я сделаю сам. Осторожно, чтобы никого не спугнуть. На всякий случай дам телеграмму в деревню. Вдруг Коняева уехала туда? Вдруг нет. Мы примем меры. А вдруг наши опасения подтвердятся? Тогда вы что будете? Тогда мы примем меры. Но без вас. Да? Дети, дети, дети. Ну-ка заври. Дети. Ты это игра такая? Слушай, скукота-то какая, мама родная. Не долго надо здесь парить еще? Макс лопухнулся в документы. Не смог на квартиру найти. То есть он лопухнулся, а нам тут всю ночь не спать, что ли, сидеть? Выходит так. Слушай, ну давай хотя бы, чтобы время не терять, бабку на документы раскрутим. Спорим раскручу? Риски? Очевидно. Очень даже рискну. Очень даже рискну. Сердечно я. Просыпаемся. Сердечно я. Просыпаемся, говорю. Просыпаемся. Бабуль. Просыпай. Алло. Ой, сынок. Где это я? В санаторий. В санаторий? Ой, да что же это он у вас такой убогий-то? Ну это уж извини, какой есть. Ты лучше знаешь, что бабуль скажи. Ты мне, бабуль, скажи, где ты документы прячешь. Ой, да это пожалуйста. Только ты, милок, мне эти руки-то развяжи. А это зачем? А я тебе планчик набросаю. Вот. Колян, бумажку и карандашик давай. Ага. Сиди. Сиди. Сейчас. Молодец. Ну быстрее давай, что ты возишь? Да даю я тебе. Ну давай, с карандашиком-то. Ну что несу? Набросай, набросай планчик-то. Несущая. Идите-то некуда. Кто что тебя так завязал-то? Ну вот. Давай шоустрее не возись. А что, ручку или карандаш? Карандаш и бумажку. Чего? Ой, какой. Чего, рука стекла? Ой, рука стекла. Ну так, давайте, слушай. Вот тебе, а не квартира. Вот. Оля! Ау! Вот вам. Присажают, помогите! Убивают! Помогите! Мать, ты что, уборал? Бегай! 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 Какой дедушка, он пристает? Перепьет он вас! Жизнь! Затлышь! Прыщь, Колян. Чего, какой дедушка давай сюда? Дай прадеду, это она с испугой. Нет! Ты чего пришла? Ой. Все, с рацией мне завались. Да какая с рацией? На кого он нашел так? Он и тебе, смотри, тут салатик принесла. Котлетки. Держи, держи. А я пока слежу. Пусть. Как твой объект-то выглядит? Маленький такой, плюгавенький. А, так я его знаю. Это Максим, он за бабой Анюты из пятнадцатой квартиры ухаживает. Слушай, что-то я давно ее не видел. Кого? Оба Анюту? Угу. Она вчера в магазине так достала, чтобы оно пропало. Не, ну это я так образно. Угу. Ой. Держи. Слушаю. Здравствуйте. Лейтенант Миронов обедает. Хорошо. Передам. Начальника отдела вызывает срочно. Ну все. Накрылась моя слежка. А может я? Пока слежу. Посмотрю, с кем он встречается. Сфотографирую. Ну давай. Посмотри. Все, пока. Миронов. Подожди. Ну чего? Ну что, подожди, говорю. Достолкался. Чего? Дзион, главный в кабинете тебя ждет. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Д茶 torturePeople Chickens Значит так, за самовольные и безосновательное направление оперативной группы получайте выговор, товарищ Миронов. Извините. Ну возьми же трубку, возьми, ну. Ну давай же. Ну давай же. Слушай, займись в конце концов своим делом. У тебя на участке черт знает что творится. Что у меня на участке? Труп. Только что позвонили, товарищ полковник. На пустыре обнаружен труп неизвестного мужчины. Оперативная группа уже на выезде. Квартирные мошенники орудуют. А ты чем занимаешься? Вот этим самым я как раз сейчас и занимаюсь. Я вижу. Ты старушку опросил? Которая без памяти в пансионате объявилась. Ну так она же без памяти. А ты проверил? Вот сколько дней прошло? Ты что считаешь, что наша медицина зря ест свой хлеб? Вот поезжай сейчас и проверь. Хорошо. Хорошо. Да. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Прекрати заниматься самодеятельностью. Ну, подожди, мы же можем взять его с поличным. Приезжай. Я не могу. Меня в пансионат послали. Подожди, в какой пансионат? Отдыхать без меня? Работать. Повторяю, с Логиновым разберусь завтра. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Надежда Васильевна? Инна же не знает. Ну, ждите меня. Сейчас подъеду и подниму. Буду ждать. И сына, сына моего возьмите. А, хорошо. Лидочка, подмените меня. Молодец. Эдик, нам пора. Что случилось? Где Боровицкая? Когда его похитили. Как похитить? Да. А Боровицкая за преступником сидит. А я к ней на помощь. Да я с вами. Идите, идите. Где наша мамочка? Она же здесь должна быть, правда? А я ее не вижу. Надежда Васильевна. Я здесь. Идите сюда. Аккуратно. Ой, привет. Привет, привет, малыш. Ну, как дела? Ничего. Пока не выходил. Но он точно здесь. Занавески иногда колошатся. Ладно. Идите домой. А может мне остаться? Идите домой. Ребенка тут очень не место. Я справлюсь. Ага. Ну, ладно. Пошли домой. Пойдем домой. Пойдем, пойдем, пойдем. Пока. Пока. А как он выглядит? А! Вы знаете, он такой маленький, плюкавенький. И бабка у него такая цветная какая-то. В руках. Маленькие и плюкавенькие. Пока. До свидания. Пока. Пока. Маленькие и плюкавенькие и плюкавенькие. Кто? Владжу Ивановну. Какую бабушку? Как похитили? Зачем? Да подожди, зачем? Надежда Васильевна уже сборовится к нам преступника и за ним следят. Ну, что делать больше нечего? Подождите, а почему полиция за ним не следит? Полиция чем за... Полиция за мной следит? Она мной занимается и мужем моим. Ну, вообще, за квартиру могут и убить. Ну, я пошутила. Могут. Алло, Андрей. Да. В духовом шкафу нашел, представляешь? Чего радуешься, а? Из-за тебя столько времени потеряно. Давай, быстро дуй в татариус, делай доверенность, передай Толяну. А где? На биле обычно. Скажи, на Заречной. Все, время идет, давай, работай. Ага. Да. Алло, Надежда Васильевна. Мадим нам все рассказала. Как дела? У вас все в порядке? Да. Спасибо, все хорошо. Мы с Панфиловым можем отдать детей Караевой и готовы хоть сейчас к вам приехать помочь. Нет, не надо, я справлюсь сама. Ну, смотрите. Спасибо. Я не могу больше разговаривать. Если что, позвони. Алло, да, Паша. Надя, ну ты где? Ну, где-где, на улице. В смысле? Ты домой собираешься? Пока еще нет. И когда тебя ждать? Сейчас сделаю одно дело и приду. Ой. Алло. Ты ничего. Ты ничего. Нет, спасибо. Спасибо. Почему же нет? Спасибо. Простите, время не подскажется? А вы не знаете, который час? Спасибо. Алексей, здравствуйте, это Суворова. Что опять Надежда Васильевна? Они здесь, в кафе. Кто они? В каком кафе? В кафе на Заречной. Бандит и этот соцработник. Для чего вы решили, что он бандит? Да потому что он только что на машине приехал, которую мне очень подробно описала Гусева. Да таких бомбил в городе, пруд-пруди. Угу. И водители такие же, да? Так похож или он? Вы что, хотите, чтобы я приехал к вам? Да, конечно, приезжайте и сами все увидите. Послушайте, я к вам приехать не могу. Я нахожусь в ста километрах от города. Ну а мне что сейчас делать? Ничего не предпринимайте. Сфотографируйте их и идите домой. Я завтра с ними разберусь. Сфотографируйте. Алло, Надежда Васильевна. Алло. Трубку положила. Инна, это я. Вы должны мне помочь. Мне необходимо, чтобы вы приехали. Их двое, а я одна. Здесь генеральная доверенность. Продажную квартиру. Все оформлено. Бабуле только подписать остается. Ты за это не боись. За этим дело не станете. Я не понял. А деньги? А это не ко мне. Это ты шефу звонил. Шефу. Алло, шеф. Да. Это я. Доверенность получил. Нужны деньги. Я сейчас занят. Осваживаю, привезу. И не расслабляться. Да ну, о чем разговор-то? Да все о том же. Обводки не о бабах. Да ладно, что ж мы не понимаем, что... Ну что? Давай обмоем это дело, что ли? А гаишники? Да ну, перестанем. Какие гаишники? Молодой человек. Нет, что вы. Мы справимся без вас. Да. Здоровье детей важнее. Да. Гусева не придет. Вон, смотрите. За правым столиком, видите? Двое сидят. Бандиты. Это они коня его похитили? Нам это надо выяснить. Понятно. Это вы нам предлагаете это выяснить? Ну, конечно. Мы за ними проследим, и они нас приведут к Аняевой. Угу. Смотрите, один уходит. Кто за ним? Я не пойду. Ну, то есть я в засаде пока. Ладно. Я пойду. Я за этим. За этим. Что за этим? Следите. Я не представляю, как это делать. Ты что, никогда со своим мужем не следил? Больно надо. Много чести. Ну-ка, дай угадаю. Он тебя бросил и ушел к твоей лучшей подруге? Да не знаю, я и знать не хочу. Понятно. Ладно. Устройте ликбез, как следить за мужиками. А что мужья, что бандиты. Особой разницы нет. Да, Паша. Алло. Да я в городе. Где-где? Да что ты такое говоришь? Какой Титов. Не выдумывай. Если честно, Паша, то я выслеживаю бандита, который коня его увез. Ой. Да ладно. Ну, что ты раздухарился? Успокойся. Успокойся. У тебя сердце. Да. У тебя ветрянка. Тебе из дома выходить нельзя. Пошутила я. Почему такие шутки, Надя? Ну, ладно. Ну, а что я, скажи, с девочками не могу встретиться, что ли? Ты же со своими мужиками в баню ходишь, я тебя не спрашиваю, правда? А я прям уже не могу. Ну, что ты занималась? Ну, хорошо. Так бы сразу и сказала. А с какими девчонками? Вот, девочки. Девочки, мамы из детского сада. Слышишь? Слышу. Я потом позвоню, ладно? Слышу. Ну, что усвоила? Повтори. Первая держать дистанцию. Не попадаться объекты на глаза. Использовать для маскировки только естественное укрытие. Угу. Живут же люди. Ты еще лет в кафе не была. Ну, так а в чем дело? Ну, пора переходить от теории к практике. Спасибо, хлопчик. Ты меня подожди. Как я не знаю, на твою расцвета, но не конь разобрати. Ты меня подожди. Пока я не знаю, как я не знаю, ты меня подожди. Садись. Официант! Я вас слушаю. Ничего, я кошелек дома оставил. Успокойся, время на моем. Что будешь? Ты чай без сахара. Ты меня что-то тресет. Значит так, стол. Нет, давайте 200 грамм коньяку и мне апельсиновый фреш. Стой ты куда, не уходи. Без паники. Сиди, улыбайся. Угу. Простите, а Ганька не дойдется? Не вопрос. И сигаретку. Может, вы нам составите подруг компанию? не вопрос? Прошу. Пожалуйста. Повтор. Привет. Здрасте. А что с ней? Нормальный подходняк после вчерашнего. Пей, милая. Там легче будет. Это правильно. Ты в порядке? Нормальный. У нее всегда так. Да, Пашенька. Ну, вы там еще не закончили? А то уже поздно. Может, мне с тобой заехать? Да нет, не надо, милая. Спасибо, я скоро. Хорошо. Вот когда надо, не допросишься. Все дерьмо. Все мужики уроды. Ибо тебя сейчас кто-то обидел, что ли? Я сейчас не с вами разговариваю. Не пришли. Не перебрала подругу. Ну, ты мне скажи, я же образованная, умная, привлекательная. Эй, я привлекательная? Очень. А он? Кто? Я его манавтки все собрала и отправила к этой тупой, грудастой блондинке. Ну, что делать? Ну, Маш, ну, все мужики глядят. Я. Давай выпьем за нас красивых и смелых. Ну, давай. Давай. Я так хочу отсюда уехать. Давай за вас за красивых. Красивых и смелых. Красивых и смелых. А ты? Ты зачем меня сфотографировала-то? Ну, может быть, ты мне понравился. Ну, что ты врешь-то ему? Зачем ты ему сейчас врешь? Такие тупые, тебе не нравятся. Не понял я, кто тупой? Не обращай внимания. Ну, перебрала подругу. Видишь? Боже мой. Послушай, тут такое дело, мне надо срочно отъехать по делам. А я говорила, а не. Ты нас продинамить хочешь, да? Все мужики одинаковые, они все такие. Я через час обещаю. С другом. Зуб даю. Обещаю. Обманишь? Нет. Нет. Ну, ладно. Не будем ждать. Вернусь. Бруха, братуха. Алло. Надежда Васильевна. Мы, наконец, начинаем преследование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что, пили? Нет, даже в рот не брала. Воняет. Теперь это непросто. Надежда Васильевна, это я для храбрости. Ну, ладно. Давайте. Пристегните. Никуда от нас не денется, Глеб Егорыч. Кто? Классика жанра, товарищ Жеглов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что будем делать? Ждать? Ну, чего ждать-то? Надо Миронову звонить. Пусть вызывают опергруппу. Ну, как ты ему звонить? Он спросит, на каком основании? Фух. Он спросит, а где доказательства? Если бы точно знали, что Каней его так-то другое дело, так спросит, на каком основании у него это все время. А где доказательства? А фотографии, Толя, может быть, доказательства? Посылайте. Старушка, к счастью, пришла в себя, но ничего не помнит. На это и расчет преступников. Вот как на них теперь выйти, а? Ну, кто эти мерзавцы, которым стариков не жалко? От Васильевой. Разрешите? Давай. Так это что, Толя Седой? Ну, да, рецидивист. А как же Васильева откопала его? Ну-ка, давай, звони. Так, а кто такая Васильева? Васильева, это мамочка из детского сада. Васильева, это Леронов. Ты где? В роднике. Это садовое товарищство. Мы нашли, где они прячут, гоняй его. Мы? А ты что, не одна там? Что, мне тут одна делала? У меня тут панфилово спит. Мамочки, вычислили логово черных риэлторов. На этот раз точно? Точно, точно. Ну, смотри мне. Давай тогда бери в опергруппу и скорее идут. Васильева, вы там без меня ничего не предпринимаете. Ага. Я выезжаю к вам. Только быстрее, не как обычно. Давай съездим к девкам. Я тебе говорю, девки отвязные. Отвечаю тебе отвязно. Вот опять ты начинаешь, да? Мы бабку с кем оставим? Господом Богом, Асам, ничего с ней будет? Я умоляю, лежит себе связанный. Ничего с ней не будет. Пусть отдыхает, приходит в себя. Поля, шеф должен приехать, деньги привезти. Вы шеф приедете, не раньше, чем через три часа. Ой, ну поехали. Пусть отдыхает. Охота по щеневоле. К нам в кафе помчались. А там, а вы куда? Пойду посмотрю, а вдруг Канева там? Подождите, а вдруг там кто из бандитов остался? Я придумаю что-нибудь и скажу, что ошиблась. Телефон! Звук отключитель. А, да, спасибо. Откручила. Слышь, Толян, ну что, где твои тёлки? Вот промокашки, а. Вот попадите мне, я им устрою женскую долю. Поехали. Колян, ну время же есть ещё. Давай, других снимем, ну чё ты. Пошли. Колян. Коль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Паша. Надя, это уже переходит все границы. Немедленно скажи, где ты, и я приеду. Паша, ну что ты? Будет очень серьёзный разговор. Где ты? Паша, ну что ты, я не знаю, кто как маленький. Где ты? Выслеживаю банду преступников, понятно? Мне не до шуток, Надя. Мне тоже не до шуток. Знаешь что, лучше приезжай быстрее. Васильеву адрес узнай и приезжай. Ладно, всё, я не могу больше разговаривать. А вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, да, Павел, да. Ой, Павел, Павел, не могу больше с вами разговаривать. Алло, Надежда Васильевна, они вернулись. Они вернулись, прячьтесь куда-нибудь. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, мы нашли коня его. Да. Ручно приезжайте. Да. Алло, Настя. Да, пожалуйста, приезжай быстрее и спасай нас. Настя, Настя, держись, я уже еду. Хорошо. Алло. Спасибо, мы подъезжаем. Подскажите, как вас найти? Значит, езжайте. Отворот налево, потом прямо, потом... Ну, по-моему, третья линия. Так по-твоему ли, третья? Слушайте, откуда я знала? У меня что, было время считать? Короче, езжайте, я вас встречу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стойте! Стойте! Да куда вы под колеса лезете? А, вы не из полиции. А вы полицию ждете? А? Что-то случилось? Что? А вы кто? Да вы не бойтесь, я... Журналист. Репортер. Еду в криминальную хронику. Может, видели? Ну, допустим. А что вы здесь делаете? У нас с полицией договоренность, чтобы репортажи выходили оперативно. Мы на вызовах работаем вместе. А где ваш оператор, звуко-режиссер? Они с ОМОНом вместе в машине едут, а я вот первый примчался. Так что случилось? Послушайте. Да? Черные риэлторы захватили женщину и удерживают ее. Где? Вот в том доме. А, вот тут четвертый? Да. А сколько их не знаете? Точно не знаю, но как минимум двое. И одного из них зовут Толян. А откуда вы знаете? Неважно, познакомились. Ваша машина? Да. Быстро ее отсюда отгоните. Сейчас приедет ОМОН, начнется штурм, и ваша машина не посчастливится. Так что потом ищи все вещи крайнего. Ну, действуйте. Быстрее. 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 Ах! 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 А ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Да. Мы проехали ворота, повернули налево, стоим на третьей линии. Налево? Вы где? Разве я сказала налево? От въезда направо. Ух. Все напутала. Ну, что вы встали? Уезжайте. Вы почему так поставили машину? Так ОМОН заблудился, на всякий случай решили дорогу перекрыть. Вдруг бандиты надумают бежать. А вы не подумали, что из-за вашей самодеятельности может операция сорваться? Я сказал, убирайте машину, я сам еду тут встречать ОМОН. Подождите, куда вы едете? Въезд там. Можно и здесь проехать. Убирайте, я сказал. Да мы не можем. Мы же специально прокололи колеса, чтобы никто не проехал. Нормально. Ну, зачем машину-то бьют-то? Котик! Иди ко мне, иди. Иди быстрее ко мне. Какой нахер котик идиоткий? Девочки, это бандит! Это бандит! Опа. Котик, бандит. Котик, бандит. Это бандит. Бандит. Котик! Ну, что остались там? Паша! 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 Котик! Котик! Попой! С вами все в порядке? А где Коняева? А мы что, ее не нашли? Что ты будешь, тебя там можно быстрее? Держи. Э? Калли? А почему я-то я не понял? А я в прошлый раз колол, твоя очередь. Ты знаешь что, в дом престарелых это пожалуйста, а на мокруху я не подписывался. Да ты думаешь, что это обычный укол, не знаю, витамины, кали? А я не могу так думать. А я вообще сейчас думать не могу, понял? Сейчас мне надо думать, сейчас надо колоть, Толя, кали. А что он на меня смотрит, а? Давай ты. А 5,25, да? Давай, знаешь как, ты кали, а мне просто отдашь меньшую долю. Держи. Дурот, стоять! Сам стой. Слышь, урод, кому сказал, пожди. И сам, стереть руки в ворота, работай в ворота! Чистый. За проявленное мужество на хохочемости и смекалку от начальника управления... Лучше бы премию выписали. Вы даже не представляете, как я вас понимаю. Держите. Спасибо большое. Укладывай диван, это ваше. Спасибо. Так, разрешите-ка. Это мое. Да? Ну, это не обсуждается. Так, награждаться Васильева. Так, ну, согласна. Так, Провицкая, Панфилова, ну, куда ни шло. Так. О, а Караева с Гусевой за какие подвиги? Вы что такое говорите, Клардия Ивановна? Они с тедми сидели. Если бы не они, кто бы вас спасать пошел? Поняла. Беру свои слова обратно. Это все моя проклятая подозрительность. От безделья как раз обостряется. Ну, мне надо чем-нибудь заниматься, а иначе, ну, вы же сами уже знаете все. Ну, польза в этом тоже есть. Понятно. Всего доброго. До свидания. А вы к нам, кстати, приходите. Да? Нянечка или, я не знаю, там, нахуй, может быть. Надежда Васильевна, куда иголочка, туда и ниточка. И куда я без вас? Только я вам одно хочу сказать, Надежда Васильевна. И вы, пожалуйста, всем своим ниточкам передайте. За раскрытие банды преступников мы вам очень благодарны. Но я вас настоятельно прошу больше такими вещами не заниматься. Никогда. И не рисковать своими жизнями. Никогда. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну, Господи, какие они маленькие. Как же можно было ее бросить, Господи. Можно? Надежда Васильевна. Надежда. Вот, у Панфилова отобрала. Опять стреляет. Стреляет. Надежда Васильевна. Что? Там еще какой-то мужчина пришел. И дочку забрать хочет. В чем дело? Так я его первый раз вижу здесь. За дочкой мать всегда приходила. Васильева. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Васильевна. Здравствуйте. Вот пришли с вами попрощаться. Да, Монечка. Скажи до свидания, Надежда Васильевна. До свидания. А на каком основании вы решили девочку забрать? На том основании, что я ее папа. Это весьма, конечно, такое солидное основание отсутствует. Я понимаю, но все дело в том, что девочку мать приводила в садик, и значит, она должна забрать эту девочку. Я предвидел ваш вопрос, поэтому, так сказать, лично зашел, чтобы урегулировать наш спор. Не получится, извините. В общем, что вы... Разрешите. Яков Михайлович, предъявите, пожалуйста, решение суда. Здравствуйте, Надежда Васильевна. Здравствуйте. Значит так. Суд на основании статьи... Ну, это все не важно. Вот. Он постановил определить местом жительства Васильевой Марины Андреевны место жительства ее отца Абакумова А.С. Вот, пожалуйста, пожалуйста, значит, комитет опеки и попечительства уже в курсе дела. Эту бумагу вы должны показать Васильевой. Я благодарю вас за предложение, но, надеюсь, госпоже Васильевой вы все объясните без нашего присутствия. Когда придет мама? Да. А мама придет скоро, а может, не скоро. Вот Надежда Васильевна, я думаю, ее дождется. До свидания, Надежда Васильевна. Крежданин Абакумов. Надежда Васильевна, не вмешивайтесь в спор между родителями. Это их дело. Пусть они сами разбираются. Надежда Васильевна, а что вы решили насчет остановления? Секундочку. Инна, здравствуйте, это Суворова. Что? Девушка! Надежда Васильевна, умоляю, задержите его. Девушка! А деньги? Деньги, девушка, девушка! Где Мариша? Я даже не знаю, как вам это. Вот подлеца. Подлец. Вы думаете, это она ему нужна? Да вовсе нет. Он же за последние месяцы ни разу ее не видел. Он ни одного раза не позвонил, не поинтересовался, как она. Он просто в ней мстит. Да ну что вы, Инна, успокойтесь. Зачем ему вам мстить? А он считает, что это я разбила его с мэром. Да это вообще какое-то недоразумение. Не может суд отнять ребенка у матери. Ну почему же? Абакумов, он же все может. Ну хорошо. Все возможно, никакое что-то недоразумение. Все очень понятно, все очень разумно. Судья держится за свое место, а заведующий детским садом за свое. Инна, вы что? Инна. Ну я же не могла не отдать ребенку. Вы же прекрасно знали, кто такой Абакумов. Вы просто боялись, что вас уволят. Я вам советую подыскать какой-нибудь более безопасный детский садик. А то наша любимая заведующая и ваших детей какой-нибудь пристроит. Инна. Да не расстраивайтесь вы, Надежда Васильевна. Ну погорячилась Инна, с кем не бывает. Нечего сказать, погорячилась. А вы бы как-нибудь сами пришли в детский садик, а сына вашего нет. Уже забрали. Ой, машинку забыл. Так, сижу, она. Вот. На, держи. Все, вики, вики. А вы знаете, Надежде Васильевне надо было спрятать Маришку. Ну, до прихода Инны. Правильно. Вот молодец. Вы меня извините, конечно, Надежда Васильевна, но вы смолодушничали. Клавдия Ивановна. Да, Клавдия Ивановна, вы правы. Смолодушничала. Спасибо вам большое. И откровенности. Клавдия Ивановна, мамочки. Спасибо. Откройте! Откройте! Я хочу видеть свою дочь! Откройте! Откройте! Инна Валерьевна, отойдите от ворот, а? Я сказала, откройте дверь. Я хочу видеть свою дочь. Ещё раз повторю, отойдите. Откройте! 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 Здрасте, Инна Валерьевна. Стой! Хорошо выглядите, Инна Валерьевна. Артистка, артистка. Мариша! 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 Подонок, гулять! Не приходи сюда больше. Тебе вообще детей доверять нельзя, поняла? Подонок! Закрывай, народа. Иди, иди. Мать героиня. Черт. Белочь! Урод! Дура! Белочь! Ну что, взяла? Нат, не кипятись, не кипятись, не кипятись. Ну ты пойми, Инна, она мать ребенка, понимаешь? Ну, Абакумов отец. Ну, и что? Ну, и что, отец? А ты бы смог вот так вот прийти посреди дня и забрать ребенка? Ну, я без того согласен никогда. Да. Смотри, Глазия. Ну? Ну. Да, точно. А он с мошком. Ну, все, все. Все. Да, Клавдива, приходите. Мы идем к Инне. Элина, вы где? Давайте скорее, мы вас ждем. Маша, мы идем к Инне. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Инна, ну, прятаться это не выход, правда? А? Инна, ну, я виновата, что вы могла Абакумову Маришу забрать. Сейчас мы будем бороться с Абакумовым. Ну, простите меня, пожалуйста. Добрая волшебница. Из-за вас у меня ее украли. Ну, ну, я же попросила прощения. Я виновата. Сейчас мы пришли все бороться с Абакумовым. Что он хочет с него сделать? Ну, мы же не безрукие какие-нибудь. Конечно. Здравствуйте. Там дверь не закрыли. Мы этому Абакумову голову-то открутим. Нет, мы будем действовать законно. Мы можем написать статью в газету, можем привлечь общественность. Вот, правильно, общественность. Это очень важно. Митинг устроим. А я могу на него собак натравить? Я сказала бы по закону, Иен. И мне есть знакомая в комитете опеки и попечительства. Она нам что-нибудь посоветует. Иен. Можно для начала подать кассационную жалобу. Вот. Много способов. Иен. Вы что, правда хотите побать? Ну, конечно. Мы для этого и пришли. Спасибо. Хотите мороженое? Это я Маришке покупала. Она очень любит такое. А ну, правда вкусно. Хотите? Мороженое мы потом сроким. Сейчас мы должны привести себя в порядок. Вот. Вот. Мариша, она очень нежная, отзывчивая девочка. Она как солнышко. Поэтому и поделки, которые я принесла, они такие же. И рисунки потрясающие. Они прозрачные. И один позитив. И Абакумов, он ничего не мог подобного дать девочке. Потому что у него на уме только деньги и его бизнес. Это все воспитание матери. И она не просто Васильева мать. Она очень хорошая мать. Пожалуйста, вопросы от Витчика. У меня нет вопросов, Ваша честь. Да, конечно. Что вы мне можете спросить? Ваше возражение кратко. Да. Ваша честь. Я считаю предыдущее решение суда законным и обоснованным по следующим причинам. Первое. В деле имеется справка из службы занятости о том, что у госпожи Васильевой нет постоянной работы. Таким образом, госпожа Васильева официально признана безработной. У нее нет постоянного источника дохода. И она не может содержать дочь. А как же тогда я ее вырастила? Скажите мне. Очень хороший вопрос, Ваша честь. Дело в том, что госпожа Васильева все это время жила на то, что ей давал господин Абакунов. Кроме того, в деле имеются... Вот, пожалуйста. Письменные показания свидетелей о том, что госпожа Васильева в течение года работала стриптизеркой... А, извините, стриптизершей в ночном клубе. Я думаю, не стоит уточнять, какие именно моральные принципы она может привить своему ребенку. Это неправда. Я там уже очень давно не работаю. Дело в том, что господин Абакунов, Отец ребенка, Имеет крупный, Успешно развивающийся бизнес. Господин Абакунов Никогда не отказывался от своей дочери. Всегда ее содержал. Хотя никогда Не состоял в законном браке С госпожой Васильевой. Таким образом, я считаю, Вполне законным и обоснованным, Что ребенок должен жить с отцом. Я закончу. Ваша честь. Ваши вопросы к ответчику? Знаете, что я вам скажу? Вы бы поменьше эти свои бумажки смотрели. А смотрели бы на людей. Вот смотрите на нее. Она же любит своего ребенка. Нет, все. Гады с отцом оставили. Мы для них пустое место. Ну ладно, ну зато хоть видеться не запрещено. Ой, да, спасибо им большое. С милостью весь, да? Я не буду спать. Тихо же. А что это? Крепко. А если и это решение обжаловать? Ведь есть же инстанции выше. Подождите, ну какой смысл в этом? Два суда уже проиграны. Скамейка, на которой... На которой Маришка любила качаться. Ну не надо, ну не надо. Да что мы в конце концов как попокойница-то, а? Любила, не любила. Да выкрасть ее надо, вот. И все. Что? Выкрасть? Да. А потом его вражеские станут в торгнутся. Клава Зивановна, если вы не в курсе, то кража ребенка, это вообще уже уголовное дело. Нет. Вот я читала недавно, что родителей за кражу ребенка не привлекают. Это уже будет гражданско-правовой спор. Ну правильно, то есть меня не посадят. Так это же замечательная идея, ведь правда? Надежда Васильевна... Давайте успокоимся, выкрадим. Что будем делать дальше? Ну как, так я уеду, я с ней уеду из города, ну хотя бы на время. А потом я вообще до Верховного суда дойду. Ну, другие предложения есть? А нет других предложений. Красть так красть. Да не крути, ты уже заглохли, и все, гуманит. Да подожди, ну что, промыли, вот взяли, взяли здесь и заглохли. Ну, он у тебя дураком разве. Тихо, а что вы... Смотрите, камеры кругом. Смотрите, смотри, кто что там. Облаком он в змея запускает. Это мое хобби такое идиотское. Охранники, они меня знают. Тихо. Поехали, 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 поехали. Здравствуйте. 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 Это частная территория, здесь стоянка запрещена. А не, я не знаю, я помидорами торгую. Посмотрите, какие красивые у меня там в багажнике. Помидоры. Да, просят, вы купите, я дальше поеду, хорошо? А кто еще в машине? Говорю, помидоры. Помидоры, говорю, продаю, говорю. Помидоры. Почем кило? Инна Валерьевна. Заводи скорей. Готово? Выше, 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 держи выше. Раз, два, три, отпускай. Нелетная у нас с тобой погода сегодня. Правда? Подожди, прости. У меня телефон. Алло. Да. Она что, не одна была, что ли? Так, усилить охрану, на территорию никого не впускать. Отвечайте головой, понятно? Все, прости. А если бы был ветер, он бы долетел к маме? Кто? Змей-то? Ну, не знаю, может, и не долетел бы. А мама бы его все равно не увидела. А какая ты у меня красивая. Правда? Я хочу к маме, хочу пойти в садик. Ну, куда он плохой садик? Смотришь, там игрушки все сломаны. Сейчас, прости, прости, прости. Да, Яков Михайлович. Да. Какая неустойка? Угу. Ну, платите, а что делать? Платите, конечно. Нам главное стойку начать. Давайте, давайте. Все. Да. Перезвони мне потом. Нет, не сломаны. Что, доченька, что говоришь? Я не понял. Что? Я хочу в садик. И чтобы меня отвела туда мама. Доченька. Мама же уехала, правда? И попросила меня за тобой посвятить. Да? И она мне, кстати, сказала, что ты любишь мороженое. Да? Любишь? Здравствуйте. Соедините меня, пожалуйста, с Олегом Викторовичем. Это Абакумов. Абакумов. Самый вкусный мороженый. Сорбет называется. Пробуй ешь. Все вкусно? Нет, я хочу маминого. Да, Олег Викторович. Да, 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 да. Слушаю вас. Это Абакумов. Ничего. Я говорю, ничего, ничего. Победа это, знаете что? Что? Это враг войны. Что? Может быть, даже хорошо, что нас обнаружили. Придумал. Не. А что толку-то? К этому особняку ни на шаг не подступишься. Чтобы она оставила эти камеры со всех сторон. Ничего. Придумаем, что-нибудь. Можно? Инна, скажите, пожалуйста, а вы знаете примерное расположение комнаты в особняке Абакумов? Ну да. Нам надо узнать, в какой из комнат находится Маришка. И как мы это узнаем? А это что за женщина? Нет, я не знаю. Она не в его вкусе. Да нет, это понятно. Просто, раз она бывает в особняке Абакумова, значит, она может знать, в какой из комнат находится Маришка. А она там бывает. Надо с ней встретиться. Я бы рада помочь. Но вы поймите, я не могу даже представить, как я организую вот этот уход Мариши. Вы понимаете, если Абакумин об этом узнает, вы знаете, что мне будет? А он не узнает. Да ну как же он не узнает? Он не узнает. Я все придумала. Не узнает. Вы воспитательница... Я гувернантка. Извините. Гувернантка. Это я, да, по пивочке. А вы гувернанткой вполне можете с девочкой выехать в город, погулять в парк. Я не могу выехать в город. Почему? Потому что если в кино, например. А вот. Знакомьтесь, это именно несчастная мама девочки. Очень приятно. Ну, вообще-то Мариши запрещено выходить за территорию особняка. И вообще она всегда находится в своей комнате. Маленькой на втором этаже. Маленькой на втором этаже. Около лестницы. Около лестницы. Я там с ней и занимаюсь. Ммм. Ну и как успехи? Очень хорошо. Очень талантливая девочка. Кофе, будьте добры. Писать научилась недавно. Алфавит знает. Да что вы знаете. Значит, нам надо каким-то образом пробраться на территорию особняка. Ну, я не пойму, как вы это собираетесь сделать. Ну как, у вас большая машина? Ну, большая. А Инна у нас маленькая. Мы ее засунем к вам в багажник. Отчаянно. Очень отчаянно. Но я очень дорожу своим рабочим местом. Терять я его не собираюсь. Это за кофе. Я очень извиняюсь. Не могу вам ничем помочь. До свидания. Извините, я пошла. Что такое-то, а? Ну, что вы так спешите? Ну, скажите, что вам угрожали. Что вас заставили. Ведь правда? Неправда. Извините, но я этого делать не буду. Будьте добры. Извините. Ну что, отказала, да? А не сразу было понятно, что она откажется. Ничего. Я знаю, как мы попадем на территорию особняка. Как? Как проникнуть в особняк мы решили. Я не опоздала? Нет, в самый раз. Девочки вам потом все объяснят. Я повторить не буду. Инна, вы запомнили, да? Забираете девочку и выходите через калитку. Я думаю, что охранники вас не заметят. Вы точно знаете эти ключи? Должны быть в кладовке. В кладовке висят ключи. И вы выходите. Я вас здесь, около черной калитки, забираю. Вы садитесь в машину и уезжаем. Все? Мне ничего не понятно. Мы вам потом все объясним. Все, 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 ясно, Надежда Васильевна. Стоп, подождите. Но мою-то машину они знают. Это же было. А Мадине, мы что-то с машиной? Да при чем-то? Мадина свою с антеннами все равно засветила. Ну, а у кого еще машина есть? Мой серебристый джип в ремонте. А надолго? Ну, в смысле, я пошутила. У меня нет никакой машины. Ой, ну, у меня вообще странная разновидность. А Макса поуби. Чего? Боюсь машину водить. Ну, что вы мне смотрите? У Паши есть машина. Но она целый день стоит на стоянке около гарнизона. Но дело не в этом. Дело в том, что я очень плохо вожу машину. Сдавала когда-то на права, БТР, грузовик. А Паша в легковушку меня не пускает. Подождите. Зачем говорить-то? Взять и все. Ну, нельзя же тревожить человека на службе. Хорошо. Тревожить не будем. Надь, ты есть будешь? Нет, спасибо. Ну, пойдем, что ты копаешься-то? Пойдем, я зашел анкету на сайте детдома. Нет. Это мальчик. Ой. Кого из детей вы хотите? Мальчика или девочка? Ну что? Нажимай мальчика. Почему это мальчик? Хочешь девочку? Книжную девочку. Книжную девочку. Подожди, а что мне с ней делать-то? Что, бантики, что ли, заплетать? Паша. Заплетают косички. Ну, все равно, нет. Я хочу парня, чтобы мужика воспитать. Знаешь, что продолжать рода. Ну, давай нажимай. Я так и думала. Молодец. Я так и знала, что идем закончить. Я, я, я. Надь, что, начинается? Что начинается? Чего не начинается? Все продолжается. Я так и думала, что этим все и закончится. Ну, что мне с девочкой-то делать? Ну, как же, воспитывать, любить? Вот ты всегда с подковырка. Вот как бы так с другого края зайти? А нет уж. Так, интересно. Я знаю, о чем это ты. На чем? Чем? Как я ее буду воспитывать? Как? Как это? К ней с ремнем даже ни на шаг не подойдешь. Если тюмусь, если ее начнется, производством снес. Нет, я не поняла, о каком сейчас воспитание идет речь? Кому ты собираешься подходить с ремнем? Да не о ремне речь. Нет, если о ремне, то ребенка вообще не надо. Это не воспитание. Ну, не надо, так не надо. КОНЕЦ 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 Что? Неплохо. Ничего у нас не получится. Ну что? Не успею. Ну что? Ну что, что плохо? Ничего не получается. Много. Ну что ты? Давайте я. Нет. На старт. Внимание. Марш, пошел. Ну быстрее. Куда это цепляется? Давай, давай. Быстрее. Еще быстрее. Что мне всегда? Что ты думаешь? Ну сдай назад. Что говоришь? Дай назад. Почему я? У меня сзади не работает. Не могу сдать назад. Давайте. Забираем мерседельцы, сдавать. Что ты не можешь назад сдать? Я не могу, у меня сзади не работает. Ну что, руку поскольку подать назад? Ну рука сдать? Давай сбить от Коля. Давай, заберем мерседельцы и сдавай назад. Ну что, у нас Network. Дело в том, что у нас очень маленькая машина. Рука не сдавай руками. Ребята, вы что? Да рутами шло?! Ребята, вы что?! Одач� is here?! Ну все, все. Хорошо, хорошо. Давайте давай. Что ты не можешь? Дести можно, привет! Бабушка, ничего страшного. Все, хорошо, хорошо. Давай, давай, забирай. Давай, давай, давай. Спасибо большое. Да нет, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте, давайте. Все, просто. Давайте, начали. Долой, долой, долой! Долой, Абакумовский беспредел! Долой, долой, долой! Верните ребенка матери! Долой, Макбакумово! Долой, долой, долой! Алло, Андрей Сергеевич, тут эти сумасшедшие опять какой-то митинг устраивают. Да, хорошо, понял. Будет сделано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доченька. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насовсем? Конечно, насовсем, маленькая. Насовсем моя бабушка. Да, моя бабушка, я насовсем. Давай теперь скорее. Собирайся один. Давай. Залезай ко мне. Это что вы? Как сюда попали? Ну, как мы и договорились, прокатилась в вашем багажнике. Мы ни о чем не договаривались. Наталья. Я прошу вас, не зовите охранников. Дайте нам идти. Долой! Долой! Стойте! Лосинова в доме! Долой! 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 Давай, выходи. Мам, ты хочешь меня украсть? Да, моя маленькая. Беги вперед. В дону! В дону! В дону! Мам, ты хочешь я? Где она? Откуда я знаю? Только что здесь были! Пойдем. Стоит, иди ко мне. Тихонечко. Там она такая... Опа! Сейчас. Чёрт, я не могу. Замок заржавел. Я не могу открыть. Нюночка, вы сможете. Тенечки просто сильные. Ну, сейчас. Чёрт. Мама, бегите. Я их подержу. Пальчик, кого-то ищи. Тихо, тихо, тихо. Вы кого-то ищете, молодые люди? К бабам за ворота. Быстро. Спокойно. Поспокойно. Давайте быстрее быстрее. Ложись. 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 Чтоб тебя не выиграли. Ложись. Ложись, ложись. 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 Алло, Андрей Сергеевич, наша вина, упустили Моришку? Ура, девчонки, ура! Вы забивили! Забивили! Ваши ежи помогут! Да, ваши первые гвозди! А где Инна? А где Инна, Надежда Васильевна? Как где? Она задержалась. Ну, чтобы мы успели уйти. Господи, что? Подождите, задержалась. А я-то уж думала, что вы подумали, что операция провалилась, да? Тетя Надя, это была операция? Да, конечно, Минька, это была операция. Державайте, вы шли машину на КПП отвезти? Да, конечно, спасибо большое, да. Ой, чего-то я прямо... Значит так, нам надо Моришку куда-нибудь спрятать. В садике? Да, в садике. Нет, это опасно, Абакомов же сейчас сюда приедет. А в любом случае, никто ничего не знает, никто ничего не видит. Правильно. Поперите. Так, ну-ка, давай-ка. Темно. Включим свет. Так, 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 так. Куда же нам с тобой тут спрятаться? Может, в шкаф? Я уже иду искать. Найдут? Ну-ка, давай сюда. Ну что? Я иду... Что, мы не залились? Сразу догадаются. Ну-ка, давай туда. Давай, давай, давай. Везем я с конскрой. Я иду искать. На территорию проникла в багажнике машины Барсуковой. Похитила дочь и передала ее своим сообщницам. Проникла, нашла. А вы что делали? Кино смотрели? Виноваты, Андрей Сергеевич. Они тут митинг устроили, наше внимание отвлекли. Все свободны. А ты куда смотрела? Ты неужели не чувствовала, что чужой человек в машине едет? Я не чувствовала, Андрей Сергеевич. Она сама все это придумала. Она мне угрожала. Никто никому не угрожал. Я клянусь тебе. Да? А вот эта версия мне нравится больше. Это твое дело, Андрюсик. Только вот Маришку теперь тебе не достать. Руки короткие. А вот это мы еще посмотрим. Когда тебя посадят в тюрьму, Розочка моя, а я тебе это устрою, твои мамашки сами приведут не мою дочь. Приветствую, Яков Михайлович. Свободен сейчас? Давай-ка ко мне. Да. Да. Жду. Стоять. Здравствуйте. Где еще одна? А в чем дело? Не понимаете? Нет. Хорошо. Я попытаюсь вам объяснить. Только что в наше отделение поступило заявление от Абакумова по факту похищения его ребенка. Здравствуйте. Это кто же его так обокрыл-то? И решается вопрос об возбуждении уголовного дела. Извините, а мы здесь при чем? Да. Вы что мне врете? Вас всех видели на месте преступления? Какое такое преступление? Хорошо, я объясню. Часть третья. Статья? 126. 126. Уголовного кодекса. Похищение человека в данном случае со всеми отягчающими обстоятельствами. Это с какими такими? Объясняю. Похищение несовершеннолетнего раз, организованной группой из корыстных побуждений два, лишением свободы от пяти до пятнадцати лет. Подождите, а почему вы думаете, что это было из корыстных побуждений? Так, так. А из каких же? Из обычного. Может быть, и этих. Хорошо. В каком случае? Тот, кто добровольно освободит похищенного, освобождается от уголовной ответственности. Шаг вперед, кто не хочет попасть за решетку. Шаг вперед ко мне. Давайте. Ну, делаем шаг. Все хотят попасть за решетку. Ну-ка, пойдем-ка, выйдем. все, тюрьма. Успокойтесь. Как говорится? Успокойтесь. Надо взять себя в руки. Ты что думаешь, я с вами шутки шучу? Где ребенок? Ну, что ты в самом деле сердишься? Ну, не надо сердиться. Тебя привлекут к ответственности вместе с тобой и меня за закрытие. Ах, вот ты чего боишься. Не знаю, ничего не о каком ребенке. Ну, ладно. Хорошо. До свидания. До свидания. Ну что, признались? Первый, это второй. Начинайте обыск. Вас понял. Начинаем. Всем оставаться на своих местах. А, скажите, пожалуйста. Я вас предупреждал. А может такое быть, что девочка мама взяла по себе? Гражданка Васильева взята под стражу. Как? Подождите, в чем ее обвиняют? Когда? За что? За что? Часть третья, статья 139 УК. Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия. Какое насилие? Вы что говорите? В отношении воспитательности ребенка гражданки Барсуковой, о чем-то уже сделала свое заявление. Вот наглый, ну врет. Да подождите, сколько грозит на шейне? Опомнились. Не меньше двух лет грозит ей. Давайте, вот они. Вы задерживаетесь по подозрению в совершении преступления. Вот, проследуйте за мной. Прошу вас. Прошу вас. Тихо. Тихо, Маринка. Субтитры сделал DimaTorzok Инна Валерьевна. Сотрудничество со следствием смельчает уголовное наказание. Хорошо. Имена подельницы. Я их что, выдумать должна, если их не было? И Барсукову тоже не угрожали? Нет, не угрожала. А вот письменные показания самой Барсуковой, где она утверждает, обратное. И что же? Васильева ее подельницы Суворова с угрозой для моей жизни заставили меня провести Васильеву в багажнике моего автомобиля. Вот, зараза! Между прочим, это я сама там у нее спряталась. А почему я вам должен верить? Не знаю, кому хотите, тому и верьте. Ну, я так понимаю, сотрудничать, значит, вы не хотите. Выбудет ли ничего? И ну не так просто сломать. Не разговаривать. Ну, Войма! А! Ой! Ну, и где видно, что я похищаю ребенка? Да, зачем же так то приехали туда? Вы понимаете, ну, как они там устроили дебош, это просто... Я категорически против этого и как официальное лицо должно было отреагировать. Добрый день. Здравствуйте. Значит, я, как официальное лицо господина Абакумова, минуточку, хочу спросить, обнаружили ли вы, нашли ли вы его дочь, Марину Абакумову? Это был первый вопрос. Теперь второе. Заявление. Мы с господином Абакумовым настаиваем, что все подозреваемые должны быть немедленно арестованы. Выйдите из кабинета, здесь идет допрос. Да. Если вы не видите. Ах. Выйдите из кабинета. Минуточку, я выйду. Но! Они должны здесь остаться навсегда! Вы выйдете из кабинета! Да. Хорошо. Извините. Я действительно могу вас посадить. Нет. Да, лет на 15. Да, что? За организацию похищения. Вы это понимаете? Не понимаю я. У вас истек срок временной регистрации в этом вот городе. Нет. Не понимаю русский. Говорю очень плохо. А на митинги-то громче всех кричали. Я кричала, все кричали, и я кричала. А вот про Абакумова я тебе прямо скажу. Поплюк он твой, Абакумов. Вот так. Что? Пиши давай. Ага. Что думаю, то и говорю. У нас демократия. Таким образом, коллективный разум напрямую зависит от социальной деструкции населения. Что я и пыталась выяснить на митинге, исключительно в научных целях. Пойдем. Я не поняла, меня допрашивать-то будут? О! Какая компания! Дайте-ка угадаю. Отпустили под подписку о невыезде. Так? Все равно вас будут судить. Всех. Надя, ты что устроила, а? Я тебе сейчас расскажу, что сыщики в моей машине ползают. Вот что. Хорошо, хорошо. Что? Ужас. Машину обыскивают. Маришка, что там за все хваталось? Хваталось, конечно, хваталось. Ну, ты же ребенок. Хватало там столько всего. А тут они моего Анзора не знают. Кого? Брат мой троюродный здесь мойку открыли. Ты наслимойку? Автомойку. Машины мыли. Да вы что, помыли машину? Я же помыла. Они там ничего не найдут. Скажут, что в этой машине никогда никто не сидел. Спасибо. Спасибо. Машину давно мыли? Да я не помню уже, а что. К сожалению, ничего. Распишитесь. Я уже все думы передумала. Думала, вас замели. Тетя Оля хотела идти сдаваться. Ну. А я ее отговорила. Ой, молодец, девочка. Давай, садись. Вот так всегда поступай. Не сдавайся. Правильно. Никогда не надо сдаваться. Надо найти Барсукова. И вот еще что. За садиком могут следить. Будьте внимательны. Займите с ворюшкой. Алло, босс, мы на месте. Да у нас муха не проскочит. Не то что ваша дочь. Да у нас муха не проскочит. Ну что, ребенка из сада не забирали. Я так и знала, она там. Мне же говорилось, что Маришка. Я знаю, вы здесь тоже замешаны. Тебе зачем это надо? А что это вы со мной на «ты»? Мариша не ваша дочь. Да? Ясно? Да. Я просто вижу и чувствую, когда родители любят по-настоящему. А вы не любите. Вы мстите. У нас все нормально. Ну, Ежа Васильевна, у вас есть дети? Да. Вот их и воспитывайте. Всего доброго. Всего хорошего. Ну что, узнали что-нибудь? Нет, не нашли. Значит, все прояснилось? Прояснилось. Вот когда тебя в тюрьму посадят, вот тогда прояснится. Следователь, между прочим, сказал, что вы его об Акумова ребенка уграли. Боже, ты меня любишь? Ну, конечно. Вот. Ну, прости, пожалуйста, так получилось с этой машиной. Прости, правда. Васильевскую они знают. У Коняева и дед все время в гараже сидит. Невозможно эту машину взять. А Акраева со своими помидорами. Прости. Я понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Этот Абакумов, он никого не любит. Маришку не любит. Васильеву не любит. Ну, он вообще никого не любит. Все-таки вы у него дочь украли? Паша, ой. Дубликат ключей от машины я украла. Мы должны были помочь Васильевой. Ты даешь. Ты меня не можешь за это суждать? Буду. Буду, наверное. В следующий раз, когда будешь затевать очередную авантюру, ты, пожалуйста, советуйся со мной. Договорились? Договорились. Здравствуйте, Наташа. Я к вам. Я не могу, я спешу. Нет, мне поговорить надо. Буквально... О, видите, какая. Буквально минуточку. Васильеву посадили под арест. Представляете? Да, я в курсе. Ну и что? Ну так ее посадили из-за ваших показаний. Вы сказали, что якобы она вам угрожала. Что значит, якобы? Ну так этого же не было. Слушайте, вы что хотите, чтобы я сказала, что я не видела, как она ко мне в багажник запрыгнула? Ну, это было. Вы меня попросили помочь, правильно? Да. Я отказалась, правильно? Да. Потом после этого вы меня обманываете и пытаетесь сделать меня виноватую. Спасибо вам большое. Извините, пожалуйста, ну это же не повод, правда, чтобы человек два года в тюрьме парился или чарился. Ну, а вот если вы свои показания заберете, то она штрафом отделается и все, правда? Ну, пожалуйста. Не-не-не-не-не, я не могу, извините, я не могу. Все, до свидания. Я не понимаю, почему? До свидания. До свидания. До свидания. Кто это? Ну, вы что, не видите, что ли? Здесь написано, папа, Абакумов, это вы, это Мария. Это не он. Это он. И змея, видите, запускает. Вот именно, что со змеем. Змея проклятая. Она скучает по нему. Ну, почему она скучает по Абакумову? Ну, я же не скучаю, ну, в конце концов, по этому столу. Ну, она все время спрашивает, когда он приедет. Ну, просто любопытная девочка. Нет, она любит и вас, и его. Одинаково. Ну, что? Ну, что? Ну, поймите, что так нельзя. Раздирать ребенка нельзя. Это ваши проблемы. А ей в этой ситуации только хуже. Хуже ей будет с Абакумовым. Понимаете вы это или нет? Я вот что подумала, Инна. Надо Моришку отдать Абакумову. Что? Ну, у нас такая ситуация. Пока... Только через мой труп. Мне надо идти. Надежда Васильевна. Меня скоро отсюда выпустят. И все будет по-прежнему. Ну, как раньше. Понимаете? Я буду приходить за Моришкой. Буду ее забирать каждый день. Я вас очень прошу. Не отдавайте Моришку ему. Пожалуйста. Вы должны забрать это заявление. Ради Моришки. Вот именно ради нее я и поступлю иначе. Я не хочу, чтобы моя дочь попала под дурное влияние. Глупости только не говорите. Васильева была и будет иждивенкой. Она за всю свою жизнь копейки не заработала. А моей дочи не будет такой. Мне кажется, что вы совершаете ошибку. Жизнь покажет, Надежда Васильевна. Где моя дочь? Андрюсик! Ой, старик, старик! Ой, извините. И не вовремя, да? Здрасте. Нет, нет, что вы, вовремя. Спасибо. Спасибо. Такси. Здрасте. Зачем на машинке? Вот, задай. Андрюсик. Угу. Ты что-то в неустроении. Чем-то заказать тебе? Андрюсик. Угу. Мороженого хочу. Ты будешь, кстати? Да ты что? Ну, нельзя. Я же на диете. Ну, Андрюсик! М? Что? Ты извини, я отвлекся. Тебе что-нибудь заказать? Ой. Ну, давай, будем выбирать. Какую кашу? Так. Посмотри, по-моему, вот это вкусно. Алло. И Николай, да. Элина, здравствуйте. Это я, Суворова. Элина, слушайте меня внимательно. Барсукова – это не воспитательница. Просто это не гувернантка. О, Баку. Она ему любовница. Кто? Любовница. Ну да, а все обвинения против Инны держатся на ее показаниях. Якобы она ей… Ну да, как будто бы она ей угрожала. А она просто, это Барсукова, она хочет избавиться от Инны. Ну, как женщина от женщины, как любовница от женщины. Понимаете? Надо заставить Барсукова отказаться от ее показаний. Ну, и как мы можем это сделать? Миронову все рассказать. Он найдет способ прижать, чтобы она отказалась. Я попробую. Хорошо. Услуга за услугу. Вы мне говорите, где девочка. А я попробую освободить Васильеву. Хорошо. Моришка у нас. Так я и знал. Да вы понимаете, что вы натворили? Вы хотите, как Васильева, за решетку? Только Васильева будет сидеть два года, а вы все 15 лет. Да вы что? За организованное похищение. Ты-то думала своей головой, а? Ладно, хорошо. Где девочка? Мне же сказала, что она у нас. Да я понял. Где вы ее прячете? Так это уже второй вопрос. А мы же с вами договорились, что вы... Ответим только на один вопрос. Леш, ну, ты же знаешь, что девочка у нас. Ну, этого, я думаю, что пока-то вполне достаточно. Вы нам с Барсуковой поможете? А на сейс-барсу. А на сейс-барсу. Наталья Евгеньевна, приседьте, пожалуйста. Я что-то не пойму. Вы что, за мной следите, что ли? Вовсе нет. Просто я хотел с вами побеседовать. Садитесь. Я все показания дала на следствие. На следствие вы солгали. Ну, точнее, вернее, дали заведомо ложные показания. Чего ты мне давать ложные показания? Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, чтобы оправдаться перед Абакумовым. Я угадал? Знаете что? Я не собираюсь с вами разговаривать и допрашивать меня. Вы не имеете права. А это вовсе не допрос, Наталья Евгеньевна. А вот теперь я точно уверен, что вы ввели следствие в заблуждение. Да. И из-за вашего вот этого ложного показания человек сидит в тюрьме. Вы должны изменить свои показания и сообщить, что вас никто не захватывал. Да. А иначе я все расскажу Абакумову. Я вас просил. Да он вам не поверит Абакумову. Как ты не поверит? Да так это. Как ты не поверит? Так это. Почему вы не рассказали Абакумову о нашей первой встрече? Вы же знали, что девочку хотят похитить. Вы это знали, а ему не сказали. Значит, что? Потому что, наверное, вам это тоже было выгодно. Вам хотелось, чтобы девочку украли, потому что она мешается вам, да? Под ногами. Суворова, успокойтесь. Я же вам говорю, что вам не поверят. А я скажу, что вы с Васильевой заодно. Да вы что? Это уже слишком. Да, конечно, я понимаю, что это вранье, что это очень неприлично, но вы мне не оставляете никакого другого выбора. Я ради девочки готова сделать все. Вам ничего не грозит, Наталья Евгеньевна. Вы должны прийти в милицию и заявить, как все было на самом деле. Да. Я подумаю. Сработало. Чего сработало? Техника. Плохой, хороший, полицейский. Ну, да, всего хорошего. Спасибо. Ваш счет? Андрюсик! Андрюсик! Что, Зайечка, что случилось? Только что мне угрожала Суворова. Она была с каким-то полицейским. С каким полицейским? С ментом, что ли? Я не знаю. Садись, садись. Она просила, чтобы я отказалась от показаний, которые я дала против Васильевой. Но она мне действительно ведь угрожала. Это что, Суворова начала активную правозащитную деятельность, что ли? Да. А давайте притворимся, что мы ничего не знаем. А? А когда Моришка окажется у меня, Васильева ее больше никогда не увидит. Что скажешь? Это жестоко, Андрей Сергеевич, правда. Что? Что ты сейчас сказал? Я имел честь заметить вам, Андрей Сергеевич, что это жестоко. Ты заплачь еще, Блюменбой. Для матери ребенок это святое. А что касается детей, так у меня их пятеро. Циля, Лиля, Соня, Броня и Леня. Вот, воспитывай. Воспитывай, Блюменбой. Спасибо большое за ваше повышенное внимание к моим детям. Но позвольте вас все-таки проконсультировать. Только давай без твоих оборотов, и так тошно. Хочу напомнить, что в решении суда нет запрета для Васильевой беспрепятственно видеться с дочерью. Зато там есть указание на то, что вы, Андрей Сергеевич, обязаны обеспечить ей эту возможность. Я сам решу, что я обязан, а что нет. Ну что, Андрюся, что делать? Зачка, позвони Суворовой и скажи, что ты готова изменить свои показания. Надежда Васильевна, меня выпустили. Я иду к вам. Инна, не смейте этого делать. Абакумов наверняка за вами следит. Идите сейчас домой, а вечером Коняевна приведет к вам Маришку. Хорошо. Хорошо, я буду ждать вас дома. Да, но только что будет дальше? Подумайте. Ну как? Как я и говорила, мы с Маришкой едем из города. Дышите сами. До свидания. До свидания. Мама, я так соскучилась, мамочка. Я тоже, я тоже, солнышко мое маленькое, я тоже очень соскучилась. Только ты знаешь, я сейчас пришла мне надолго, но вечером мы снова с тобой увидимся и увидим далеко-далеко. Нет, я не хочу, чтобы ты уходила. Поехали сейчас далеко-далеко. И папа тут. Ты меня нашел? Конечно, нашел. Я же твой папа, доченька. Андрей! Я хочу к маме! Подожди, Андрей! Я хочу к маме! Надпись! Я хочу к маме! Я хочу к маме! Я хочу к маме! Я хочу к маме! Ну вот, вот заходим. Здрасте. Смотри, какая комната. Привет, Мариш. Ну, посмотри, тебе нравится? Смотри, какая красивая комната. Ну, и игрушек сколько у нас. Смотри. Нет, я хочу к маме. Ну, к маме. Ну, разве у мамы, скажи, вот скажи, разве у мамы есть такие игрушки? Смотри, какой тигр. Смотри, какой компьютер. Заяц. Ну, он заяц какой. Ну, разве у мамы это есть? И ты не уйдёшь? Нет, никуда не уйду. Хорошо, только я хочу позвать сюда маму. А хочешь, пойдём запускать с тобой воздушного змея? Хочешь? Помнишь, как мы с тобой запускали? До самого неба, высоко-высоко. Пойдём. Она пойдёт с нами? Кто? Тётя Наташа? Конечно, пойдёт. С удовольствием пойду. Нет, я хочу к маме. Успокойся, иди, иди. Всё, 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 всё. Успокойся, успокойся, успокойся. Я внизу. Да, да, да. Иди, иди, иди внизу. Всё, всё, всё. Ну, чего ты капризничаешь? Я тебя очень люблю, дочка. Правда, очень. Даже сам не думал, что смогу так полюбить, правда. А мама твоя, она не так тебя любит. И не думает о тебе. Нет, не правда, мама меня любит. Хорошо, мама тебя любит. И хорошая. И хорошая. Держи зад. Здрасте. Здрасте. Хорошо, что вы пришли, Надежда Васильевна. Совсем плохая. Прямо так? Угу. Ой, не бежать надо, мои целый день некормленные. Конечно, идите. Я справлюсь с собой. Хорошо. Здрасте. Я присяду? Понятно. Нет, спасибо. Вы чем занимаетесь? Киллеры ищем. Есть приложение? Ну, в основном косвенные. Косвенные. Угу. Можно, скажите? Может, на час? Трезвые брюшки. Разберусь с должниками. Вы что делаете? Вы что делаете? А вообще... А вообще-то это же вы правы. Точно. Им же нельзя доверять. Точно. Я его убью сама. Я его подкоровлю. И когда он будет проходить, я... Сброшу ему на голову. Что вы говорите? А вы же мать. Что, плохая? А что, хорошая, что ли? А что это я такая вдруг плохая стала? Была хорошая, стала вдруг плохая. А разве плохая мать решится на убийство? А хорошая решится? Вы посмотрите на себя. Мариша уже взрослая девочка. Какой вы ей подаете пример? Посмотрите на себя. Чему она может от вас научиться? По чем вы занимаетесь вообще? Как вы себя ведете? Абакумов этот ваш бывший... Он, между прочим, ее не только одними деньгами взял. У него образование есть. Он взрослый человек. Он, в конце концов, бизнесмен успешный. Хобби у человека есть. Он просто идиот. И хобби у него идиотское. Не знаю, не знаю. Ну, увлекается мужчина змеями. И дочку тоже увлек. Вот он сам змей. И любит этих своих змеев. А вы чем занимаетесь в свободное время? Как вы проводите вот это вот все свое время? Слушайте, браво, браво. Почему вы пришли, а? Что вам вообще надо, а? А к тому, что вы должны немедленно измениться. Что? Я просто требую, чтобы вы изменились. Немедленно, понимаете? Я не знаю. Сделайте какие-то усилия над собой. Пойдите, ладно? Учиться. Что? Учиться. Ну, Юлинический. Мысль. Ладно. Точно. И вот тогда-то я его и засажу. Вы видите поле. Вы мягко ступаете по этому полю. Ваши шаги становятся все мягче. Мягче. И мягче. А куда я иду? А действительно, куда она идет? Так. Слушайте, так невозможно работать. Извините. Если вы хотите, чтобы у меня все получилось правильно, то молчите. Мешайте мне. А может, это я такая? Ну, безнадежная совсем. Ну, что вы, Инна. Любого человека можно настроить на активную жизненную позицию. Тем более, внушение. Закрывайте глаза. Вы видите поле. Это вы сейчас сначала начали. Извините. Размотаем. 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 Надеюсь. Теперь. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Мариша! Мариша! Мариша, открой, дочь! Ну, открой, пожалуйста, я тебя очень прошу! Мариночка! Доченька, ну ты слышишь меня? Открой, а? Ну, открой, дочь! Ну, открой, пожалуйста, я тебя очень прошу! Андрюш, Андрюшенька, может быть, не надо я сейчас тревожить? Уйди отсюда! Доченька! Открой, я только зайду, и если ты не захочешь, я тут же уйду! Мариночка, слышишь меня? Марина! Мариша! Закрылась? Закрылась? Понятно! Она там ничего не сделает! Вы, Андрей Сергеевич, не переживайте, все с ней будет в порядке. Она сейчас, наверное, там лежит, укрывшись с головой одеялом. Ну, да. Ну, вот видите. Андрей Сергеевич, пойдемте. Она вам сейчас все равно не откроет двери. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте, Андрей Сергеевич, она вас все равно сейчас не откроет. Пойдемте. Яков Михайлович, вы говорили, у вас пятеро. Да, так и есть. Причем, четыре девочки. Циля, Лиля, Соня, Броня и Леня. Леня – это уже мальчик. Вы видите... Поймали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А Пакум? Да-да-да, все, иди сюда. Да. Привет, это я. Короче, Мариша закрылась два часа. Из комнаты не выходит. Будет лучше, если ты с ней поговоришь. Хорошо. Ты где? Я за тобой заеду. Дома. Ну, все, пока. Что? Я еду к Маришке. Я еду к Маришке. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тебе там не дует, не холодно? Нет, нормально. Ин, я... Ин, послушай, я... Я не хочу с тобой разговаривать. Я еду к дочери. Между прочим, это я тебя везу к твоей дочери. А знаешь почему? Потому что ты у меня ее украл. Никогда не умел с ней разговаривать. Главное, не хотел. Она никогда не была тебе нужна. Была. Да, что изменилось? А, отлично. Ты теперь ребенком решил разжалобить свою любовницу. Отец-одиночка. Приходи, не смей, не говори. Как жалко. Я могу выйти. Выходи. Останови машину. Останови машину. Выходи, выходи давай. Стой. Закрой дверь. Закрой дверь. Пристегнись. Поехали. Так, ну давай пусть будет девочка. Ну, конечно, девочка. Теперь что у нас там, панкете? Возраст. Возраст. Возраст, ну, ставь 10. В чем 10? Ну, 10-11. Надо же, чтобы привыкнуть там, чтобы можно управиться с ней. Паша, в 10 лет это сформировавшаяся личность. Это она с тобой управится. Ну, хорошо, давай тогда... Вторая попытка. Пять? Пять. Пиши пять. Пиши пять. Пиши пять. Она через задний вход ушла. Там калитка открыта. О, блядь. Куда она могла пойти? Поднимай всех! Организовать поиски! Стой, не двигайся! Успокойся. Успокойся. Алло, полиция. Абакумов говорит. Заявляю про божи ребенка. А вы хотите взять ребенка в опеку или полноценное удочерение? Ставь в опеку. Почему опека? Ну, присмотреться-то надо. Ну, а что, если не понравится, обратно отдашь? Может, она с нами жизнь сама не захочет? Да, конечно, не захочет. Ну, представь себе, я тебя взяли в семью и присматриваться. Подойдет нам Паша или нет? Ну, ладно, ну не обо мне речь-то. Ну, конечно, не тебе. Но ребенок, он чувствует все остлее. Ну, зачем сразу в омут-то головой? В омут? Алло. Надежда Васильевна, Маришка пропала. Ну, в общем, Паш, я всю ночь буду в детском садике. А вдруг Маришка придет? Хорошо, я по нему саду. Только нам нужна будет ее фотография. А у меня есть с утрененькой. Я сейчас принесу. А у меня есть с утреном. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты одна пришла? Кажется, нашла, да? Замерзлась. Руки мая. Давай, я тебя согрею. Ну-ка, давай. Ой, Господи, как хорошо, что я тебя нашла. Тетя Надя, а вы будете моей мамой? Что это такое, Парень? Ну, у тебя же есть мама? Уже нет. Как нет? Потому что мама плохая. Да ты что? Что ты такое говоришь? Она совсем обо мне не думает и не заботится. Кто тебе папа сказал? Папа. Он сказал, что он у меня нигде не работает, ничего не умеет и скоро не сможет меня кормить и покупать игрушки. А папа, значит, хороший? Нет. Он сначала был хороший, а теперь тоже плохой. Он любит другую тетю, а меня нет. Ой, девочка, ты это все самой себе придумала, да? Я ему за это его воздушного змея сломаю. Вот он расстроится. Ты что, они тебя любят? Мама тебя любит? И папа тебя любит? Они просто обидели Мориску, да? Ты на них обиделась. Они сейчас придут и будут просить тебя прощения. Они заберут меня? Конечно, заберут. Вместе? Я тебе это обещаю. Я хочу есть мороженое и запускать змея. Вот и будешь есть мороженое и запускать змея. И еще. Так, начинается. Что и все? Ну, ну что? А потом будет еще. И еще. И еще. Надюш, по-моему, родители поехали. Доченька. Мама, папа. Как же ты приехала вместе? Девочка моя, как же ты нас напугала? Как же ты меня напугала? Мы приехали просить прощения? Да. Прости меня. Прости меня. Прости нас, доченька. Прости, прости, прости. Прости. Прости, прости. А мы сейчас надея загадали желание. А ты мне? Ну, я надеюсь, я смогу их исполнить. Папа поможет. Ну, какое? Давай, говори. Какое? Я хочу есть мороженое. И запускать змея. А змея давно ждет дома. Будем запускать. Да. Идем. И еще. Я хочу, чтобы вы вместе забирали меня из садика. Ну, пожалуйста. Дочка. Ну, мы постараемся. Хорошо? Ну, давай, знаешь, как придумаем? Мы... У нас сегодня какой день? Среда? Среда. Мы давай каждую среду будем тебя с мамой забирать из садика. Идет? Ну. Договорились. Пап, только я твоего змея сломала. Ничего, мы его подчинем. Или я новую куплю. Ну, все, пошли. До свидания, Надежда Васильевна. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А вы уже Абакумову сказали насчет нового центра? Да. Обижаете, Надежда Васильевна. Вот, прошу вас. Решение о создании центра по поддержке детей, страдающих от проблем между родителями. Я только не понимаю, как вам удалось раскрутить Абакумова, чтобы он все это профинансировал. Вы не поймете. Вот, перед тобой пустая анкета. Бери и заполни. А если я ошибусь? Не ошибешься. Так, 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 так. Так. Мальчика или девочку хотите? Так, девочку. Девочка. Итак. Укажите возраст ребенка. Пять. Пять. Пяти до шести. Так, так. В усыновление берете или в... В усыновление? В усыновление. Я вообще не понимаю, от чего ты вообще спорила в прошлый раз со мной? Да, да. И подпишем. Пишем, пишем. Так, так. Пойдите, ведите себя хорошо. Доброе утро, Ольга Яковлевна. Доброе утро, Надежда Васильевна. Доброе утро, ребята. Все, пойдите. Здравствуйте. Надежда Васильевна, здесь есть просьба, не откажите, ладно? Что случилось? Понимаете, я обязалась редактировать книгу известного художника Игнатия Иванова. Это вот тот художник, о котором весь город говорит, да? Да, да. Я вас поздравляю, это же здорово. Действительно, все говорят, и он гений, конечно, и продолжатель дела Сальвадора Далии. И, ну, понимаете, дело, ну, настолько гениальное, что я, видимо, ничего не понимаю, что там... Да что вы такое говорите? Вы просто себя недооцениваете, вот и все. Понимаете, я договорилась с ним лично встретиться, чтобы он мне доходчиво все объяснил, да? И вот, наверное, я могу... Вы можете задержаться, работайте, я за мальчиками присматриваю. Спасибо. Работайте, не за что. Спасибо. Не беспокойтесь. Работайте, все будет хорошо. Спасибо. Каждый может найти в них что-то свое, потаенное, глубоко личное, особенное, исключительное. Особенное, исключительное. Персонифицированное и альтер-эгоцентрированное. Понятное только... только ему самому. Простите, пожалуйста, Игнатьев, вы не могли бы повторить? Что вы какая-то зажатая, какая-то скованная, я не понимаю. Вам бесполезно объяснять что-то в этом состоянии. Вам надо... Слушай, вам надо расслабиться, Оля. Я понял. Что это? Это... это... это кальян, не пугайтесь. Наркотики? Ну, перестаньте, о чем вы говорите? Какие наркотики? Это... Трава. Обыкновенная трава? Ну, я бы не сказал, что прямо уж она совсем обыкновенная. Это трава с предгорий. Предгорий Тиньшаня и Гималаев. Микс. Попробуйте, рекомендую. Очень расширяет сознание. Без этого никак нельзя? Нельзя. Я вообще-то не курю. Что, совсем? Нет, ну я баловываю сигаретами в институте. Послушайте, Оля, вам эта работа нужна или нет? И немножко воздуха. Воздух. Воздух. И выдыхаем. Ну как? Что, совсем ничего? Так. Да, ну да. Что там у нас? Знакомись. Знакомись, да. С моими полотнами. С моими полотнами, да. Да. Что так? Нет. Ну какие полотна. Ну какие полотна. Там мазня какая-то непроявленная. У меня Николаша лучше рисует. Вы... Я понял. Я понял. Вам надо еще затянуться разок. Вот. Игнатий. Какое все красивое. Какое все красивое. Да. Какое все красивое. Какое правило. Ты мой хороший. Ты мой маленький. Здравствуйте. 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 Привет. Так. Это. Вы ничего не перепутали? Нет, а что я перепутала? Почему мальчика в розовый одели? Так, это просто красиво очень. Это, конечно, красиво, но они же мальчики. Ну и что? Ну да. Мальчики. Ну и что, Мадин? Мадина, черный — это цвет депрессии. Он делает сознание узким, понимаете? А розовый — это цвет любви. И вообще, вам пора выбираться из средневековья, Мадин. Здравствуйте. Вот. Ну девочки же. Спасибо. Здрасте. Извините, я на минутку, можно? Да, конечно. Один вопрос. Что? Я хочу знать, по-вашему, у меня тоже это узкое? Узкое сознание. А, ну нет, ну что вы, кто мне такое сказал? Мне? Да. Вот сейчас Ольга, наша Ольга. Ольга, я, что ли? Гусь. А еще вопрос. Мальчики могут быть надетей в розовое? Мальчики, штанишечки розовые, нижние розовые. Может? Я вообще так, что она влюбилась. Угу. Да. Она еще сказала, что розовый цвет — это цвет любви. Разве? Ну, вообще-то цвет любви красный. Ну, я тоже слышала, что красный. И вот, когда понимаешь, что неумолимый бег времени замедляет свою скорость, тогда начинаешь очень тонко ощущать, что жизнь обретает покой. Ибо художник творит гармонию, а зритель познает истину. Вы гений. Но мне с вами все равно хорошо. Тонко. Очень тонко подмечено. Злодострасти Есть высшая форма проявления жизни. Истинный акт творения. Да, да. И чем он изощреннее, тем вернее приближает нас к блаженству. Понимаете? Никто не умирал от недостатка секса. Умирают от недостатка любви. Это ваши слова? Мои. Ну, практически то же самое сказала Маргарет Атвуд. Канадская писательница, феминистка. Оля. Вы очень умны. Вы умны и талантливы. Вы нужны мне. Я... Я предлагаю вам стать моим пиар-менеджером. У меня уже есть работа. Работа. Что такое это? Ваша работа. Положить жизнь на алтарь искусства. Вот истинная работа. Да что там работа? Берите выше. Призвание. Мы шли к этой встрече. Мы ждали друг друга. Мы наконец обрели с вами друг друга. Чтобы... Чтобы в твоём теперь вершить. Вершить новое. Как Ривейра и Фрита. Как Роден и Камилла. Как Дали и Гала. Так это что же? Я должна быть как Гала для вас. Матерью. Другом. Любовницей. Я согласна. А вот и мама. Ты мой хороший. Ты мой розовый. Мой слоник розовый. Мой хороший. Простите. Я заставила вас ждать. Вы не представляете, какая я счастливая. А? Что? Такой у вас роман. Ага. Это духи. Как называется? Я не помню. Но потом разве это важно? Главное это хорошее настроение. Да? Да. Ну ладно, нам пора. Колечка! Колюнь! Иди вот ты, Ванечка, пошли. До свидания. До свидания. Мой мой розовый. Мои мучки розовый. Вы счастливые. Надежда сильна. Это не духи. А что это? Это травка. Нет, не травка. Я не разбрасываю там. Вы не подумайте только. Я теперь сроки глаз не спущу. Да. Ольга Яковлевна? Здравствуйте. Это Саворова. А где мальчики? Почему вы их сегодня не привели? Ой. Надежда Васильевна, я проспала. А, понятно. Нет, я просто беспокоилась. Да. Я... Можно я... Я их после обеда к вам приведу? Хорошо? Конечно. Конечно. Мадин. Она проспала. А я говорила. Спасибо сколько. Сейчас. Подождите. Не, не, не тебе. Заходите еще. Да. Сонливас, да? Да. Голова болит. Обкурилась. Игнатий. Да. Вы меня простите, пожалуйста. Мне пора за детьми в садик бежать. Оля, какие дети? Какой садик? Я начал работу над масштабным полотном. Я не могу прерываться. Я понимаю, вы так работаете, но мне очень надо. Да, да, да. Я так работаю. Потому что именно так закладываются настоящие полотна. Пойми, Оля. Секс. Секс – это чудо. Это масштабный выброс с гормоном. Но, если его совместить с расширяющим сознанием кальяном, то получается вообще улет. Попробуем? Попробуем. Когда? Эээ... Я заберу детей. Я отведу их соседки и вернусь. Ну, я же вернусь. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Вдохновение – это такая тонкая субстанция. И потом не забываешь, что у нас сегодня влечим. Я помню, я помню, я быстро. Надежда Васильевна! Вот. Простите меня, пожалуйста, еще раз. Иди ко мне, скорей колени. Какой у вас научный наряд. Нравится? Неожиданно, как-то, но очень оригинально. Да? Это новое направление в моде. Здравствуйте. Ну, кодай-ка мне мячик, Калин. Да. Для сегодняшнего мероприятия лучше не найти. Какой? Не секрет? Нет, не секрет. Сегодня Иванов проводит закрытый семинар ФСО. Ну, это что, федеральная служба охраны? Нет, нет, ФСО – это флагман современного общества. А по присутствию от них нельзя? Надежда Васильевна, как я вас понимаю. Идем? Надежда, да. Круглом серость, серость и посредственность. И только единицы, единицы просветленных понимают наше искусство. Ибо мы с вами флагманы первопроходственного искусства. Искусство, которое потрясет мир. Которое заставит его задрогнуться и рыдать от счастья просветления. Я – свет. А вы лучи, лучи моего знания. Знания о значении символов в подсознании человека. Знания, которые я получаю напрямую в момент просветления. И переношу его на холст. Ольга Яковлевна, а вы мне не подскажете, почему тут все курят? Это для единения тело и души. Вы попробуйте. Нет, нет. Вы сами убедитесь. Нет, вы правда обретете все, что искали. Сомневаюсь. Возможно, друзья мои, что для вас пока это все абстракция. Неясные образы и символы, но поверьте, что я вплетаю все это в грандиозное полотно нашего совместного эгрегора. Со временем и вы поймете игру символов. И вам станет доступна тайна. Братья, сестры, творите! Освободите себя! Если вы не против, я бы хотел оставить это себе. Что? Вы что думаете? Это принадлежит вам? Это принадлежит ему? Ибо он сотворил это. Он просто использовал ваши руки в этот момент. Боже мой. Ой, боже мой. Здравствуйте. Здравствуйте. Не хотите ли я к нам присоединиться, что-нибудь тоже нарисовать? Да нет, что-то. Спасибо большое. Как вы себя ощущаете среди нас? Честно? Ну, конечно. Как в наркопритоне обкурились и чушь всякую несете. Ну, что ж. Что? В таком случае мы вас не задерживаем. Вы совершенно спокойно можете удалиться. Да, конечно. Да, по сожалению, далеки от нас. И вам не дано постичь. Только я с Ольгой Яковлевной удалюсь. Меня? Да, конечно. Я не могу. Как это не значит? Я не могу. У меня здесь и Грегор. Я не могу. Хорошо. Ольга Яковлевна. Я и Грегор ваш возник. Не трогайте меня руками. Вы разрушаете наш и Грегор. Не наша. Извините. Творите, братья. Творите. И что, она перед вами так и не извинилась? Ну, почему не извинилась? Извинилась. Привела детей. Сказала извините. И еще давала, чтобы я не лезла в ее личную жизнь. А что, так прямо сказала? Ну, она не так. Более литературно высказалась. Что-то наподобие того. Не мешайте мне самосовершенствоваться. Ну, а может быть, она правда самосовершенствуется? Да ну ладно. Ну, что вы. В самом деле, они там обдолбанные, обкуренные, под кайфом сидят и картинки рисуют. И этому Иванову. А он непонятно, что с ним потом делает. Ну, как непонятно-то? Продает. За большие деньги. А Гурцева наша, у него он по бегушках. Так. Надо что-то делать. Никакие уговоры она не идет. Никакие. Так. Значит, будем действовать силой и принуждением. Ой, давайте только без грубости. Знаете что? А давайте все вместе пойдем на этот сеанс самосовершенствования. У них есть сегодня вот эта вот сходка. Нужно просто ультиматум поставить. Или он отдает нам Гусеву, или... Так. Или мы обращаемся к президенту. Ну, Клавдия Ивановна. Может, что-то тебе там... Ну, только боюсь, что она под этим воздействием ни на какие наши уговоры не пойдет. И знаете, мы что сделаем? Мы возьмем с собой ее детей. Она их увидит и протрезвеет. Ну, дети, это уже перебор. Детей брать, фотографию возьмем. Ой. Ну, так что, давайте. Идем втроем. Здравствуйте, Надюш, здравствуйте. Я своих отмена уже. Мадима, ну вы же знакомы с наркоманами. Я? Нет, я... Я не, конечно, сталкивалась на рынке такого доброго много. Идешь с нами. Не волнуйтесь. Внутрь. Идем. Вот сюда я тоже не заходила. Вот сюда. С ума можно зайти. Сколько здесь дверей? Подождите, мы здесь проходили точно. Да, я не помню ее. Знаете что? Без паники. За мной. Ну, я этот экспонат тоже запомнила. Я заблудилась. Я не знаю, куда идти. А вы не нервничайте. Знаете, что, надо звонить Коняевой, она женщина. Что вы раньше не сказали? Держите детей. Я не думаю, что она нас найдет. Звоните. Куда звонить? Связи нет. Это проглядое место, что ли? Я не понимаю. Господин Миронов, ваша Элина находится в наркопритоне. Если хотите ее спасти, срочно присылайте ОМОН. Друзья мои, сегодня мы с вами отчистимся. Отчистимся от старых наслоений нашего подсознания. Мы поднимемся в новые сферы. Сферы более высокие. Сферы, где обретаем дыхание вездесущего. Вы наш вездесущий. Я чувствую ваше дыхание. Зачем я вас с собой прячу? Зачем, а? Не надо посыпать голову пеплом. Надежда Васильевна. Так, ладно, ничего сыпать не надо. Надо выбираться. Я каблук сломала. Совсем новые туфли сломала я. Вот и проклятая эта дверь! Пишите, творите, напишите то, что увидите. А я, в свою очередь, из ваших прозрений составлю общую картину путия. Путия. Стоять! Стоять! Не забрите, побери! Стоять! Не забрите, а то! Стоять! Не забрите, а то! Стоять, померь! Ладно, а что происходит? О, как стыдно. Тихо, тихо, Оля, тихо, это я. Что происходит? Кто эти люди? Завистники, бездарные людишки. Они хотят задушить ростки нового и утаить меня от человечества. Я им не позволю. Я знал, что ты единственный, на кого я могу положиться. Надо спрятать траву, ростки дыхания вездесущего. Они это ищут? Да. Они поспешили причислить это к наркотикам. Но ведь это же не так. Точно нет. Они просто хотят лишить нас самого главного. Связи с бесконечностью. Ты поможешь? Я ради тебя на все готова. На все. Сиди! Ноги. На выход. Лицо вниз, пошел. Сиди! Что на сумке? Не ваше дело. Как вы снили? Вы не имеете права. Это вы что делаете? Командир! Посмотрите. Что это? А что, не видно? Чай зеленый. Где вы его взяли? В магазине. Купила. Хороший человек. Угу. На полкило дыри тянет. У води. Пошла? Пошла. Не трогайте меня! Можете мне пояснить, откуда он у вас? Пояснить не могу. Не можете? У-у. Позвольте спросить, почему? Не могу, и все. То есть, не отвечать на вопросы, это ваш принцип? Да нет, ну просто, женщины в вопросах всегда видят личности. А принципы черпают в личных симпатиях. Монганкур. То есть, вы не хотите отвечать на вопросы из-за личных симпатий? Тогда поясните мне, пожалуйста, знакомый ли вам художник Игнатий Иванов? Истинный друг познается в несчастье, Эзоп. А, понятно. Значит, он вам чем-то помог. Да. Или вы ему чем-то помогли? Хорошо, я понял. Вы отказываетесь отвечать на мои вопросы. Молчание украшает женщину. Гомер. Только боюсь, ваше молчание может привести вас в тюрьму и лишить свободы. Все совершающее совершается согласно справедливости. Марк Аврелий. Ольга Яковлевна. Ну, вы понимаете, что... что можете оказаться в тюрьме без привычных для вас благ цивилизации. Да? Угу. Но спокойно и сознательно идете на это. Спокойствие есть не что иное, как осознание своей добропорядочности. Марк Аврелий. Терпение есть честь справедливости. Марк Аврелий. Да? Так вот. Ну что? Все плохо. У Осиева взяли с поличным. Пакет с наркотой нашли у нее в сумке. А как же он у нее оказался? Она ничего не говорит. Несет всякую бельберду. Сотрудничать с следствием отказывается. Это ее Иванов закодировал. Он же ей травку подбросил. А что теперь с ним будет? Не знаю. Хорошо, что следователь новичок попался. Выпускник академии. А если он молодой, Дарьяный? Да нет, он идеалист. Другой бы на его месте первый свой допрос провел бы с пристрастием. А он либеральный человек. Да как? Что нам-то делать? Как помочь? Найти хорошего адвоката. Подождите. Я сейчас... Посмотрите, ну куда? Так, следу. Ну какое психоделическое искусство? Ну о чем вы так говорите-то? Вы что не понимаете, что этот Иванов, Иванов этот, он просто организатор наркопритона? Вы что, это не понимаете? Он проходимец, понимаете? Возможно, возможно. Где же Васильевна? Но у нас ничего против него нет. Вот Гусеву, конечно, могла бы по своими показаниями помочь следствиям. Но она молчит. Давите на него. Как? Я, например, ничего не имею против вот этого вот допроса. Какого? С пристрастием. Мне мне объяснять, правда, Жене не учить. Скажите, пару сломанных ребер будет достаточно, или еще зубы убить? Вы еще шутите? У меня детей ее жалко. Ну, посмотрите. Скажите ей, что пока она будет сидеть в тюрьме, дети будут мучиться, страдать. Она женщина интеллигентная, податливая. Все расскажет. Надежда Васильевна, я допрашивал Гусеву. Она готова далеко зайти в своем упрямстве. Уговоры на нее не подействуют. Надежда Васильевна. Это же надо, как со следователем не повезло, а? Какой правильный попавший. Надо адвокат искать. Да в стране с юристами все в порядке. Вон на каждом столбе и газетах все объявления у Сейма. И в интернете тоже. Звони и выбирай. Ага, звони. Там одни прощалыги да жулики печатаются. Это точно. Они все такие. Чем хуже, тем лучше. В Леменбайе хуже не найти. Точно. Звоните Васильевой, он ее старый знакомый. Инна, вы в каких отношениях с Леменбоймой? В каком смысле? Как в каком? В прямом. Вы с ним поддерживаете отношения? В последнее время нет. Нет? Точно? Нет, но мы с ним знакомы. А что случилось? Гусеву арестовали. Взяли с наркотиками. Уголовное дело завели. Нужен хороший адвокат. Ух. Ничего себе тихоня. Ну, я могу поговорить всегда. Но только вы учтите, он очень много берет в свои услуги. Проходи. Паша. Паша. Ваня и Коля проживут у нас. Мама не с командировки. Надюша. Ага. Ты чего в таком виде-то? Грачеву полковника дали. Ну? Да. Ну, отметили чуток, но немного не рассчитал. Ну, ладно, то я потом разберусь. Так. Давно не виделись. Слушайте мою команду. Сейчас на горшок и спать. Кто первый, тому дам поносить фуражку. Так, 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 так. Вот, Надюша. Самое главное найти ключик. Ты понимаешь? Не дыши на детей. И спишь сегодня на кухне. А у тебя неплохо получается. Стараюсь. Почти не дышу. Ань. Может, выйдем в интернет с тобой, а? Посмотрим, какие дети ждут своих новых родителей. В таком состоянии, Паш, детей не выбирают. Я же на компьютер не буду дышать. Спотите. Скажите, это все, что вы можете мне предложить? Да. Вы извините, но у нас просто больше нет. Большие деньги. Ну, если вас это не устроит. Так, стоп. Значит так. Вот это вот будем считать авансом. Да. Я берусь за это дело. Спасибо. Но при одном условии. Какого? Ни вы, ни ваши мамочки не вмешиваются в этот процесс. Вы согласны? Иначе я ни при каких условиях не могу гарантировать результат. Вы меня поняли. Вы согласны? Да. Очень хорошо. Что касается аванса, он не возвращается ни при каких условиях обстоятельствах. Все понятно, да? Запрещается передавать друг другу какие-либо предметы, вещи, документы и продукты питания. В случае нарушения свидание будет прекращено. Оля. Привет. 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 Оля. 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 Тебе рассказала что-нибудь. Я ему ничего не скажу. Молодец. Оленька, прости меня, пожалуйста. Не надо было тебя во все это впутывать. Ну что ты? Ну что ты? Я сделала это осознанно. Я сделала это ради тебя. Единственное. Что? Дети. Что дети? Ну, скоро суток. Я о них позабочусь. Правда? Ну, конечно, я присмотрю за ними. Я не сомневалась у тебя. Ну что, если ты захочешь изменить свои показания, что ты о чем-то говоришь. Не перекрывай меня, да. Так вот, тебе надо будет только кемнуть и я встану тут же при всех возьму показания на себя. Этого не будет. Не будет. Я все возьму на себя. Ну что ты? Ну что ты? Три года это не срок. Зачем? Зачем? Ты говоришь срок? Сделаю так, чтобы наказание будет условным. Правда? Правда. Это возможно? Возможно. Как? Ну, его искусство есть. Вы влиятельные покровители. Для меня нет ничего невозможно. Только знаешь что. Что? Не доверяй своему адвокату. У меня есть адвокат? Ну? Ну что вас так удивляет? Это ошибка какая-то. Я заявляю вам отвод. О! Это пожалуйста. Это ради бога. Это хоть прямо сейчас. Только со своими подругами вы будете объясняться сами, потому что аванс я им не верну. Ни при каких обстоятельствах. Стойте! Я согласна. Хорошо. Значит, начнем все сначала. Ольга Яковлевна, что я вам скажу, голубушка? Я ознакомился с материалами вашего дела. Я признаюсь, до сих пор нахожусь под сильным впечатлением. Отчего? Ну, как отчего-то. Высказываний писателей и мыслителей древности. Да, Ольга Яковлевна, придется все исправлять. Скажите, вы готовы ответить на мои вопросы? я надеюсь, что вот эти ваши означают, что да, готово. Тогда мой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот этот пакет с наркотиками кто вам передал? Не ваше дело. Ольга Яковлевна, со своим адвокатом надо быть предельно, я бы даже сказал, беспредельно откровенно, потому что сейчас именно я ваш единственный и верный друг. Что вы там пишете? Я пишу возможные варианты ответов на вопросы судьи. значит так, я ничего не знаю, взяла пакет по ошибке, думала, что там ароматические добавки для кальяна, я никогда не употреблял наркотики, я ничего не понимаю в наркотических веществах, в общем, выучите вот это как отче наш. За незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, обвинение требует назначить гражданке Гусевой максимальный срок наказания три года лишения свободы. Вы согласны с предъявленными вам обвинениями? нет, ваше честь. Откуда у вас пакет с наркотическими веществами? Взяла по ошибке, думала, что это ароматические смеси для кальяна. Вы курите кальян? А что, это преступление? Вот я... Чем вы его заправляете? Чем? Все заправляют курительными смесями. А какие смеси были на семинаре, вы знаете? Подсудимые, я повторяю вопрос. Какие смеси были на семинаре? Малышите. Идет. Вот он, мерзавец. Художник, да? Художник от слова худо. Писатель. Вы книжки пишите, да? Так, секундочку, секундочку. Вы, во-первых, прекратите меня оскорблять. Таких оскорблять мало, таких убивать надо. Вам не подставили. Думаете, на вас управлять не найдет? А вам никто не говорил, что манипулировать людьми нельзя? У нее дети. Они сиротами останутся. Вы о детях подумали? Подумали? Вы о детях не беспокойтесь. Я о детях позабочусь. Вот возьмите на первое время. на первое место. Я не предупрежусь. Думаю, что вы делаете? Вызывается свидетеля Иванова. С какой целью вы проводили семинары? Мы ищем новые направления в искусстве. Вот если представить мир яблоком, то масса людей основная, к сожалению, не проникает в его суть глубже кожуры. В то время как наше направление... Давайте по существу. Во время своих семинаров вы используете стимуляторы. Для того, чтобы проникать в подсознательное, нам ничего такого не нужно. Мы только высвобождаем творческую энергию и все. Так вот, представьте яблоко, для того, чтобы достичь его сердцевины... Судимый, я предлагала вам наркотики. Наркотики? Нет, Ваша честь, нет, никогда. Ну, откуда у нее взялся пакет с наркотическими веществами, изъятый при задержании? Нет, Ваша честь, к сожалению, я этого не могу пояснить. Это какая-то досадная ошибка. Есть вопросы у стороны обвинения? Нет, Ваша честь, у меня нет вопросов. У стороны защиты? Да! Ваша честь, у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, свидетель Иванов. Моя фамилия Иванов. О, простите, пожалуйста. Простите, конечно. Свидетель Иванов. А в каких отношениях вы состоите с подсудимой Гусевой? Пожалуйста, мы являемся частью единого эгрегора. Простите, чего? Эгрегора. Это такое творческое энергетическое поле, которое способно проникать в глубины основ мироздания. Да вы что? Да, да. Как, кстати, Ваша честь, значит, вы должны были познать, откуда у подсудимой мог появиться пакет с травкой. Извините, пакет с наркотическим следствием. Вот так, иронизируйте. Только вы не учитывайте того, что художник зачастую не знает, что у него в холодильнике-то творится. Какая там мышь и в каком сусеке ползает. Я вам, знаете ли, не ремесленник, я творец. Я призван проникать в высшие сферы. Ваша честь, у меня больше вопросов нет. Можете присесть. Спасибо. Ваша честь, Гусева жертва, так сказать, трагикомических обстоятельств. Она человек глубоко неравнодушный к искусству. Таким людям свойственна рассеянность, так сказать, вечное витание в облака. И ничего нет удивительного в том, что она не запомнила человека, который передал ей пакет. Да. В состоянии творческого озарения происходит фрустрация человеческого сознания. Принимая пакет от неустановленного наследствием лица, Гусева не знала, что в нем находится. Не могла знать, потому что она просто никогда в жизни не принимала наркотики, ведь так? Ольга Яковлевна, я правильно говорю? Подсудимый, ответьте на вопрос. Вы употребляли когда-нибудь наркотики? Подсудимый, ответьте суду. Смотря что вы под этим подразумеваете. Вы употребляли то, что было у вас изъято. Я не считаю это наркотиками. То есть вы знали, что там? Да откуда? Откуда, ваша честь? Откуда вы могли это знать? Ольга Яковлева. Выходит, знала. То есть вы знали и то, как этот пакет у вас оказался? Подсудимый, вы поняли вопрос. Да. Да, я все отлично поняла. Ну что, что, вы все хотите меня уничтожить? Что, вы меня ненавидите, да? Хотите знать, откуда у меня пакет? Я его сама принесла. Сама! Идиотка, господи. Так, ваша честь, у подсудимой нервный срыв. У меня нет никакого нервного срыва. Это мое право и мое убеждение вам меня не остановить. Вы носили наркотик для себя? Куда мне одной столько? Значит, содержимое предназначалось кому-то еще. Да. Да, и мог воспользоваться любой желающий. Любой, кто бы захотел переступить барьеры. Кто бы захотел вырваться из оков бытовухи. Кто бы захотел понять смысл творчества. Смысл самого творения. Да что я вам говорю? Вам вообще этого не понять. Ваша честь, в связи со вновь открытыми обстоятельствами ходатайству о переквалификации инкриминируемого Гусевой деяния внезаконное производство избыток наркотических средств. Это что значит? 12 лет тюрьмы. О, Господи! Такого не может быть. Что? Суд отправляет дело на доследование. Господи! Господи! Вот зачем спрашивается? Зачем я в очередной раз с вами связался? Зачем? Ясное дело за деньги. Какие деньги? Вы мне сущие копейки дали. Подождите! Подождите! Вы верните тогда, если вам мелочь не нужна. Мелочь мне действительно не нужна, но я ее честно отработал. Извините. Значит так. Извините, но ищите себе другого защитника. Я разрываю наш контракт. После того, что там отчебучило это ваше Гусево, я думаю, что ни один солидный адвокат за это дело не возьмется. Ну, ничего, ничего, ничего. Не солидного найдем. Извините. Простите, пожалуйста. Успокойтесь, успокойтесь. В одном он действительно прав. Вашей подруге нужно помогать. Ее спасать нужно. Она, моим, окончательно запуталась. Ну? Ну что? Элина, я тут уже 7 месяцев не нахожу. Да. Всех адвокатов обзвонила, никто не соглашается. А вы что-нибудь придумали? Гусеву надо обследовать. С головой у нее точно не все в порядке. Это я вам как психолог говорю. И как можно в такого мужчину влюбиться? Где голова? Где была ее голова? А глаза? Все мужики обманщики. А этот Иванов особенно. Не знаю, что бы я с ним сделала. Ну, я Гусева понимаю. Ой, ну что она видела? Редакционных тараканов? Ну, а тут? Высокое искусство. Мужчина обаятельный, ухоженный. Ну вот, сердечко ее поукрашивало. Лучше он у кого-нибудь оставить надо. Ну, сейчас он любого из головы на морозе выйдет. Вот так оно и будет, Клавдия Ивановна, если мы ей не поможем. И вообще, хватит мне читать вот эту политинформацию. У меня и так голова кругом идет. Мне же надо юриста искать. Для непростого юриста, который согласится с Гусевой работать. Ищите в собесе. Там такие вредные сидят, с каких ни в одной адвокатской консоли не тыщешь. Мне сейчас не до шуток. Я поговорю с вами серьезно. А я тоже не шучу. В общем, мне в собесе надо по одному делу. Спасибо большое. Значит, все документы вы собрали. Можете выбирать ребенка. Прошу. У вас такая проблема. Подруге адвокат нужен. У вас нет знакомого, недорогого, но квалифицированного. У нас, у меня адвокатская контора. Я помогу, залезайте. Ну, понимаете, просто проблема из головы не идет. Слушайте, есть. Есть у нас один адвокат. Настоящий профессионал. Вы знаете, мы даже сами к нему иногда с советом обращаемся. Да? Фамилия Потемкин. Но, знаете, я должна вас предупредить. Он такой чудаковатый. Такой занудный. Но это не важно. А сколько он? Восемьдесят. Восемьдесят долларов в час? Каких долларов? Ну что, восемьдесят лет в обед. А денег он не берет. Он бесплатно работает. Телефончик дадите? Как же, как же, меня предупреждали. Только вы зря пришли, голубушка, зря. Как это зря? Почему? Не верю я нынешнему правосудию. Понимаете? Безграмотность, коррупция и вообще. Посмотрите. Что? Простите. Я не смогу помочь вашему делу. Убойте. Ой, не ходите. Ну, в чем дело? Ну, проходи. Ну, проходи. Проходи. Ну, садитесь сюда. Спасибо. Пострадает невинная женщина. Знаете что, я вам скажу. В суде все. Ну, что, больно? В суде все невинные. Спасибо. А я один. Понимаете? Я не могу всем помочь. Поэтому наймите другого адвоката. Ну, как вы? Ну, мы нанимали. А мы что? Да, Блеменбойм не справился. Кто? Блеменбойм. Еще раз повторите, кто? Блеменбойм не справился. Блеменбойм не справился. А другими согласились. Блеменбойм? А у нее двое детей, понимаете? Блеменбойм не справился. Да, здрасте. Это ж меня и дело. Тогда адвокат Потемкин может нам помочь. Дорогая моя. Расскажите о вашей подруге, пожалуйста. Вот эту минералку выпейте. Спасибо. В сущности, пока Ольга Екальевна, ничего страшного не произошло. Вы правда так считаете? Да, я так считаю. Но вы должны сделать одну вещь. Вы должны отказаться от всех показаний. Зачем? Ну, чтобы вас не обвинили в сбытии наркотиков. Ведь это не так. Нет. Нет. Просто переволновались и себя говорили. Ведь так? Нет. Да. Да. Я помогу вам. Но только если вы поможете мне. Скажите, кто вам дал этот пакет? Нет. Вам я скажу. Ага. Но только после суда и по большому секрету. Ну почему? Ну почему вы такая упертая? Ну потому что я дала слово. Я же не могу его нарушить. Но вам все равно большое спасибо. Вы очень мне помогли. Вы хороший человек. Спасибо. Слышите, слышите? Что за звездки? Да. Вот. Хроническое. Сорвал на процессе. Вот так и не восстановились. Ну, нам нужна консультация. Понимаете? Просто проконсультируйтесь и все. Стоп. Что? Наня. Что? А кто будет вести защиту в суде? Я, я, я. А у вас что, юридическое образование? Педагогическое. Ну, опыт есть. Я выиграла процесс с ЖЭКом. Да что ли? Я лишнюю плаку из-за викторичества брали. Вы знаете, это серьезное достижение, между прочим. Я не шучу. Но, есть идея. Если я официально назначу вас своим помощником, у нас есть шанс. То есть, я буду говорить, как смогу, а вы будете меня озвучивать. Это гениально. Это гениально. Видите? Да. Да, пойдемте. Татьяна. Да, ну как? На машине не поеду. Ничего. Вы что? Мы не успеем. Нет, нет, нет. Нам нужно обязательно... Это, 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 это что за башка такое? Нет, нет, я не понимаю. Мы с Гусевой должны обязательно пообщаться, понимаете? Ничего, подозреваемый подождет. Подождите. Потом, куда она денется из-за туски? Это значит, куда она не денется. Все, я поехал на общественном транспорте. Все. И даже без разговоров. Извините, пожалуйста. Такой принцип. Да. Ну, тогда пойдемте, я вам помогу. Выдемте. 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 Ой. Здравствуйте. 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 Извините, опоздали. Я на сегодня с Гусевой закончил. Ну вот. Простите. Григорий Александрович. Для секундочку. Я вам говорила. Ага. Я, как понимаю, молодой человек, вы следователь, да? Да. А вы, извините, кто? Новый адвокат. Да. Потемкин Григорий Александрович. Да не может быть. Да может быть. Да нет, не может быть. Да может быть. Ну, я о таком мечтать не мог. Это живая легенда юриспруденции. Я вырос на ваших работах. Ну, это, конечно, приятно. Все это слышно. Приятно, конечно, приятно. Ну, давайте ближе к телу, коллега. Так, что там у вас, а готова себе рассказать? Да у нас, у нас обвиняемая путается в показаниях. Отказалась от всех заявлений, сделанных в суде, но не признается, кто передал ей наркотики. Я думаю, что нужна судебно-медицинская экспертиза. Вы сможете ее организовать? Да, для вас все что угодно. Нужен хороший психолог. Ну. Есть такой? Давай, закрывай глаза. Закрывай, закрывай. С каждым вдохом. С каждым вдохом ты погружаешься, погружаешься в приятное ощущение усталости, усталости и тяжести. Ты чувствуешь себя абсолютно свободной. Тебе ничего не мешает. Ты ступаешь по мягкому полю. Твои шаги становятся все мягче, мягче и мягче. Тебе ничто не мешает. Вообще-то он не мешает. Что он в этот момент тебе мешает? Пакет этот злосчастный. Он мне ночами снится. Говори, говори, не останавливайся. Как ты ощущаешь этот пакет? Он мне как-то давит. Давит куда-то. Куда-то сюда. Да. Иванов мне его туда прижимает. Так это Иванов тебе дал этот пакет. Нет, нет, не Иванов. Ну как же так можно? Послушай, это нечестно. Я тебе ничего вообще не говорила. Ты что? Это нечестно пользоваться нашей любовью. Никто не пользуется. Вы его вообще не понимаете. Он очень хороший, он добрый. Ну вот скажи мне, вот ты своего Алексея за что любишь? Ну за честность. За порядочность. За доброту. Вот и я своего за то же. Счастливая. Ну как она? Патологическое эмоциональное состояние, спровоцированное резким стрессом и подавленное иллюзией, вызванное подсознанием. А вы как-то сможете сломать эту иллюзию? Опасно. Почему? Может произойти сдвиг. То есть сдвиг. Так а может ее признать невменяемой? Ну это же не в моей компетенции. И она вполне нормальный человек. Нормальный человек может слопотать срок. А может лучше психушку. Ну что вы, Надежда Васильевна, ну какая психушка? И в психушке она вообще здоровой не выйдет. И еще. Гусева под гипнозом практически призналась, что она пакет с наркотиками получила от Иванова. Так это же здорово, да? Но в суде она этого не скажет. Почему? Ну потому что она сделала это не по доброй воле. Ну так а, ну я не знаю, как-то до суда, может быть как-то подойдет на ее волю? Ее психологическая установка сейчас не подлежит коррекции. И она слишком увлечена своим объектом любви. Да? Да, требуется время. У нас нет этого времени. Нету времени, да. С учетом всех вышеизложенных обстоятельств и собранных доказательств по делу, обвинение требует применить Гусеву и меру наказания в виде лишения свободы сроком 12 лет. 12 лет. 12? 12. 12. Ум, охранник защиты. Спасибо. Уважаемый суд, защита, еще раз повторяю вам, выйдите, пожалуйста, на улицу. Вы нарушаете общественный порядок, ну что непонятного? Да как же. Хуже просто сделаете, выйдите на улицу. Хорошо. Хорошо. Защита просит признать Гусеву невиновной и освободить из зала суда. Да. Ничего не понятно, что вы сказали? Что тут непонятно? Защита просит, чтобы немедленно отпустили Гусеву прямо вот здесь, вот в зале суда, потому что она невиновна. Суду ясны позиции сторон. Суд приступает к осмотрению собственного поддела. Что за? Вы такие нудовые. Вы так же не надо. Это не скоблят от судей. Вы все тут дурья. Вызывайте. Не спешите, куда вы все торопитесь. Куда, куда? Всему свое время. Вы сказали, что это очень важно. Давайте вызывайте. Да, я сказал, нам нужно вону. Да позже, ну, поспокойно. Семенов. Проходите. Слушай, скажи, пожалуйста, там надолго сегодня, нет? Ну, а то, значит, как пойдет. Можешь пустить меня? Не положено. Ну, так, ненадолго. Я к краям глаз посмотрю, да пойду. Ну, не положено. Да ладно тебе. Проходите, Семенов. Давай. Я тебе могу портрет сделать. Не положено. До свидания. Семенов, вы встречались с подсудимым на псевдодорических семинарах Иванова? Постоянно. Мне кажется, что она там в мастерской так и жила. Что за лошадь-то такая, а? Забрай. Он же врет. Если он врет, вы вправе высказать в суду свои возражения. У защиты есть вопросы к свидетелю? Вопросов нет в суде. Свидетелю свободны. Ну, у защиты есть возражения. Да. Уважаемый суд, хотелось бы обратить внимание вот на какой аспект. Нахождение моей подзащитной мастерской еще совсем не доказывает ее причастность к быту наркотиков. Ничего не слышно, ничего не понятно. Вы можете повторить? Можно. Уважаемый суд, Гусева, она очень любящая и заботливая мать. И к наркотикам она не имеет никакого отношения. И сейчас хотим вызвать свидетеля, сына Гусевой, Николая. Можно? Коля, скажи, ты с мамой учил стихи? Да, и стихи, и песни. А ты можешь прочитать какое-нибудь стихотворение? Уважаемый суд, Прошу уточнить у защиты, какое это имеет отношение к делу. Уважаемый суд, это имеет прямое отношение к защите. Ты прочитаешь нам? В глуши во мраке заточения Тянулись тихо дни мои Без божества Без божества, без вдохновения Без слез, без жизни, без любви В душе настало облуждение И вот опять явилось ты Как мимолетное видение Как гений чистой красоты И сердце бьется в упоенье И для него воскреснет вновь И божество и вдохновение И жизнь, и слезы, и любовь Мама, я тебя люблю АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Право, молодец Судей, судьи отлично разогрели Молодец Теперь надо окончательно расположить суд подсудимый Понятно? Показать ее с лучшей стороны Создать положительный образ Действуйте А у вас такие свидетели готовы? Мной, как экспертам, было установлено, что в момент совершения деяния, рассматриваемое судом, подсудимая находилась в состоянии не патологического, а эмоционального состояния, которое можно характеризовать как эмоциональный физиологический аффект. Это состояние очень сильно повлияло на поведение и деяние подсудимой Гусевой. Индивидуальные психологические особенности личности, а именно ее повышенная внушаемость, склонность к фантазированию, импульсивным действиям и ригидность, все это способно очень сильно влиять на поведение подсудимой Гусевой. Поконкретнее, пожалуйста. Куда ж конкретнее? Хорошо. В процессе работы с Гусевой в рамках, естественно, закона и уголовного дела мной применялись гимнатические методики, в ходе которых было установлено, что основным психологическим мотивом поведения подсудимой Гусевой являлась это ее глубокая психологическая привязанность к Иванову. Гусева мне призналась в том, что пакет ей передал именно Иванов. Она прямо указала на него? Да. Прямо и однозначно. Елена, да ты что? Я тебе хоть какие-то имена называла? Ты что такое говоришь, а? Гусева не может помнить, она находилась под гипнозом. Ваша честь, разрешите? Защита требует приобщить показания эксперта к делу. Подсудимая назвала вас по имени. Давно вы знакомы. Подсудимая, в каких вы отношениях с экспертом? В дружеских. Мы водим детей в один и тот же садик. Вы мне ничего не сказали. Я не знал, что это имеет какое-то значение. Я не могу приобщать к делу вывода эксперта, так как считаю их предвзятыми. Ваши протестую. Нет, это уже не поможет. Протест отклоняется. Эксперт, вы свободны. Что, я все испортила? Да нет, не все. Вы много для этого сделали. Ну хорошо, я буду сидеть и молчать. Да нет, уже не молчите. Теперь, пожалуйста, вызывайте Иванова. Ваша честь, защита просит вызвать свидетелей Иванова. Пригласите свидетелей Иванова. При появлении Иванова следите за реакцией гусевой. Нам очень важно вывести ее из себя. Понятно. Лошадь честь, Иванова нет. Как-то нет. Я его видела в коридоре. Я все обошел. Значит, плохо обошли. Охрана сказала, что Иванов вышел из здания суда. Так, я требую прекратить заседание до появления очень важного свидетеля защиты. Возражаю. В деле уже имеются его показания. Обвинение считает, что слушание можно продолжить и без этого свидетеля. Так, что защита считает, что Иванов это ключевой свидетель в защите нашей подзащиты. Суду понятны позиции сторон. Благодарю, Ваша честь. Суд предлагает пока заслушать других свидетелей. По делу за это время защита, я надеюсь, обеспечит явку в судебное заседание своего ключевого свидетеля. Надо затянуть процесс. Надо немедленно разыскать Иванова и доставить его в суд. У вас есть кому это поручить? Ну и где теперь искать этого сюрреалиста? Понятия не имею. Если через два часа он здесь не будет, Гусеву ближайшие лет здесь не увидим. А где Мадин? Где Коняева? Мадин сейчас придет, а Коняеву Суворова задержала в качестве какого-то ценного свидетеля. Время тянет. Он нам предупредил, а потом будет наша очередь. По одной будем возвращаться. Во время поисков. Мне кажется, нам надо разделиться. Согласна. Элина, дождитесь Мадин и езжайте к нему в мастерскую. А мы с тобой поедем к нему на квартиру. Суворова могла списать его адрес протокола допроса. Садись в машину. Угу. Да вы на гусеву хоть смотрели? Наивная овечка. Бедное дитя социализма. Да такую любой замшелый мужик. Вокруг пальцы обведет и выкинет. И особенно вот этот прохвост Иванов. Я прошу вас говорить только по существу. А это что? А я вообще что? О чем я? Я по существу. Ведь вот начитаются любовных романов, а? И забьют ими себе головы, думают. Вот такова жизнь. А ведь в жизни у Гусевой от такого романа уже двое детей без отцов. Успокойтесь. Что конкретно вы видели? Да чего ж я только в жизни не перевидала, а? Ведь вот бывало, бригадир пройдет до всей пятерней, как мне даст по заднице. Вот за это жилом. Вот ж таков роман. А ты ему кулаком вхаблю. Вот и вся любовь. Свидетель Коняева, я вас спрашиваю, что вы видели, когда находились около мастерской Иванова? Все, видела. Все видела. Значит, как один подлый мужик доверчивую бабу подставил. А? А теперь над этим все насмехаются. Вы это видели собственными глазами во время семинаров? Да нет, что вы. Я на этих семинарах сроду не была. Нашли идиотку. Да. Ну, свидетель Коняева, садитесь тогда, присаживайтесь. Что с вас взять? Слушай, что ты так медленно, а? Что они? Все, все. Никого нет. Сбежал. Он не торопился, ничего с собой не взял. Я все посмотрел. Уважаемые, вы куда подачите, а? Подождите. Вы куда? Я к нему на квартиру. Подождите, туда наши побежали. Давайте вы лучше на вокзал. А я поделюсь, я там своих знакомых. А вы в суд, вы сейчас с собой? Да. Семь, 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 семь. Да, короче, да. Вы знаете, как пакет с наркотическим веществом оказался у Гусевой? Да. Нет. Он ей его дал. Он это кто? Иван. Иванов. 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 Вы сами это видели? Я не видела, нет. Ну, тогда зачем вы говорите, раз не увидели? Я говорю, ну, как я говорю, потому что весь город это говорит. Нет, а что? Вы взрыв вздыхаете. Весь город Гусеву знает. Знаете почему? Потому что она мать хорошая. У нее двое детей. Такие нежные мальчики. Она их так красиво одевает. Пожалуйста, отвечайте на поставленные вопросы четко. Вас предупреждали об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Меня мама моя предупреждала, моя мамочка моя. И муж меня мой так предупреждал за дачу заведомо ложных показаний. Брат мой, Тимурчик, он просто с этим сталкивался. И вы по-прежнему утверждаете... Надежда Васильевна, вот она щивая сидит, меня тоже предупреждает. Тем не менее, вы утверждаете по-прежнему, что пакет с наркотическим веществом Гусевой передал Иванов. Нет, подождите, я ничего не утверждаю. То есть Иванов пакет Гусевой не давал? Не давал. Давал. Я не знаю. Вот зачем он вот так вот перебивает? Но ведь как-то он у Гусевой оказался. Как вот он, как он оказался? Это хороший вопрос. Знаете, я так предполагаю, что он оказался случайно. Ну, я просто знаю Гусевой, поэтому понимаю, что по-другому быть не могу. Просто случайно, ну, как-то она, может быть, смахнула себе в сумку, понимаете? Вы себе вообще представляете, что такое, когда ОМОН вот так врывается? Вы себе это представляете, знаете, как страшно? Я, например, если вот что-то такое происходит, если у меня на прилавке вот что лежит, я сразу себе в сумку, все вот, спасибо, все, все, что есть. Я сейчас разбираю мою, не мою, потом, конечно же, сумку кладу на всякий случай, потому что если на прилавке осталось, это, считай, можно попрощаться. Я возражаю. Мнение свидетеля не является экспертным. Это всего лишь предположение. Возражение принимается. Свидетель, вы можете присесть. Отдайте, пожалуйста. Ярл Ильич. Спасибо. 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 Что вы от меня хотите? Чтобы вы объявили Иванова в розыск. На каком основании? Если свидетель ушел из зала суда, это не основание подавать на него в розыск. Но почему-то следователь Тихомиров его же ищет. Я не знаю, почему он его ищет. Мне необходимо заявление. Вы, вот, вы конкретно в чем его обвиняете? В изнасиловании. Слушайте, ну вы не парите горячку-то, а? Вот так недолго до самой до статьи договориться. Ну, Лешенька, ну, миленький, ну, хороший мой. Ну, подумай сам. Ну, если Иванов скроется, то Гусеву посадят. И она, она всегда придет на помощь, если ее попросить. И вот тут она пришла на свою голову. То есть вы утверждаете, что Гусева кому-то помогала с наркотиками? Я ничего не утверждаю. Я только излагаю факты. Вы думаете, кто, кто мне помог забрать мою дочь у моего бывшего гражданского мужа? Именно Гусева. Да она с виду только такая тихоня. А вот, если надо, она, понимаете, она пойдет до конца. Она, она очень отчаянная. Но предыдущие свидетели показали, что Гусева подвержена чужому влиянию. А как по-вашему? Ну, пожалуйста. Ну, что за манера задавать вопросы с подковырками, а? Ну, вы вообще на чьей стороне? Вас Иванов либо купил, либо обкурил, что ли? Ну, короче. Так, я удаляю вас от зала заседания. Выведите эту гражданку. Не знаю, что я хотел. Я сяду потихоньку. Понимаете, если ее попросить, она никогда не откажет. Понимаете? И так получилось с этим пакетом. Не могу. Суд интересует. Не ваши домыслы, а конкретные факты. Вы лично видели, как Гусевой передавали пакет? Нет, я лично не видела, но я вообще много чего не видела. Например, я не видела, как вас назначили на эту должность. Я тоже. Но это же не значит, что вы не судья. Нет, конечно. Пусти меня, сынок. Ну, что я такого сказала-то? Я сейчас платочек одену и тут рядышком сяду. Прямо на скамеечке никто не узнает. А, разреши. Вы что такая иносперная? Вы же были удалены из зала заседания. Сейчас будете настаивать, наряд вызову. Идите домой отсюда. Идите. Опречники. Да не бойся ты, господи-то, боже мой. Нужны мне твои капиталы. Ты-то что здесь делаешь? Я? Да. Так я свидетель. Что, по делу Гусевой? Могу и по Гусевой. Так, как звать? Гусев? Тут и тебя. Максимка. Значит так, Максимка. На суде скажешь, что пакет Гусевой передал Иванов. Еще раз. Пакет Гусевой передал Иванов. Понял? Да. Так, ну-ка, повтори. Пакет Гусевой передал Иванов. Ай, молодец. Сос три тысячи. Чего? Ну, рублей, цены-то божеские. Ну, ты даешь, парень. Да ладно вам, бабушка. Вы чего, времена такие. Потерянное поколение. Спасибо. Сто листов вам хватит? А че это Иванов тут такой довольный? Да, а че, другой фотографии не нашлось? Ну, где бы я взял его? У нас на него досеимет. Единственная статья в местной газете о гении. Вот оттуда я и взял. Ушел из дома и не вернулся? Да. Слушайте, ну что бы я написал? Его разыскивает полиция. Да я бы в этот же день вылетел из органов. Подождите, а телефон чей? Ой. Слушайте, вы так и будете стоять, или все-таки пойдете ее расклеивать, а? Давайте, давайте, давайте. Свидетель Иванов доставлен в суд. Уважаемый суд, ходатайствую об оглашении свидетельских показаний свидетеля Иванова без его присутствия, поскольку у них отсутствует разногласие с собранными материалами по делу. Более того, Иванов подтвердил свои показания на предыдущем судебном следствии. И никаких оснований для перемены его позиции на данный момент не установлен. Ходатайство удовлетворено. Свидетель Иванов во время следствия по делу показал, что не знал и не мог знать о том, что находится в сумочке у Гусевой. И не имеет к пакету с наркотическими веществами никакого отношения. У сторон будут возражения, дополнения, уточнения. Нет, Ваша честь. Нет, Ваша честь, судебник. Судебник может только подтвердить раме озвученную позицию. Судебное следствие окончено. Объявляется перерыв. Один час. Потом прение сторон. Кстати, суд удаляется на перерыв. Он не пришел. Почему? Он же обещал. Да бросил он вас. Не понятно, что ли? Жареный запахло и бросил. Не правда. Случилось что-нибудь, да? Нельзя же быть такой наивной. Ольга Яглевна. Его нет ни дома, ни в мастерской. И видели его чемодан. А что теперь делать? Признаться суду, что Иванов передал вам пакет зелья. Все. Я не могу. Почему? А почему? Потому что я не имею права ему не верить. Ну как вот он вернется, я его предам. Ничего. Пока приговор не вынесет, процесс не проигран. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот кто нам поможет. В смысле, как ребенок может помочь? Он подтвердит, что Гусевый пакет передавал Иванов. Да? А как? Ты что там был? Ты видел, да? Да какой там видел, не видел? Ну какая разница? Парень скажет все, что надо. Он такой смышленый, головастый. Подтвердишь. Без проблем. Все за ваши деньги. Что? Что ты сказал? А там на суде, между прочим, глаз ребенка, глаз божий. Что ты что говоришь подлог? Ну и что, хоть и подлог. Если что, возьму все на себя. Ну мне сколько дадут? Год, два, а Гусевой двенадцать. Есть разница? Клодина Ивановна, я конечно понимаю, что вы хотите помочь Гусевой, но вот этого не будет никогда. Максимка, все, операция отменяется. С вас тысячи за упущенную выгоду. Ты что? Ну иди отсюда. Вот каждый день сюда ходит. Сверетские показательства за деньги дает, да? Вам, кстати, ничего не предлагал? Да вы что? У нас все по-честному. Нет. Нет. Нет, к сожалению, на вокзале его нет. Спасибо. А вы там логинство справитесь? Ничего, ничего. У меня тут помощники есть. Все, до связи. Здесь его тоже нет. Молотой человек? Молотой человек! Вы этого господина здесь не видели? Муж у нее пропал. Когда это Игнатий Иванов успел жениться? Да еще на этом. Что вы сам-то это, понял? Не выращайте на него внимания. На дыме же вам нужно поработать. Спасибо. Алло. Да, Алеш. Хорошо, выезжаем. Иванов только что выкупил валер на автовокзале до Москвы. Пошли. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok В связи с вышеизложенным обвинение просит суд признать Гусеву виновной в сбытии наркотики. Субтитры сделал DimaTorzok и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Субтитры сделал DimaTorzok Слово предоставляется в защите. Ваша честь, защита категорически против обвинения. Обвиняемый в том, что она занималась распространением наркотических средств. Мы действительно категорически против. Это потому что бред. Конечно, любой обвиняемый кричит и доказывает, орет о том, что он невиновен, правда? Но Гусева же этого не делает, она сидит и молчит. Можно я объясню, почему? Вы же не задаете себе, почему-то такой вопрос. Почему она молчит? Потому что это очень чуткий человек, понимаете? Нежный, это очень возвышенная натура. И познакомилась она с этим Ивановым, да? Ну, как ей показалось, такой замечательный, очаровательный, неординарный человек, понимаете? Она так и говорила, что это неординарный человек. И, конечно, влюбился в этого неординарного человека. Мы уже после всего того, что выслушали, знаем, какой он наркоман, подлец. Ольга Яковлевна, потому что только подонок мог подсунуть эти наркотические средства в сумочку. Влюбленная женщина, подлец и негодяй. Факт передачи пакета еще не доказан. Я понимаю. В любом случае Гусева могла отказаться, но она этого не сделала. А знаете почему? Я вам сейчас объясню, почему. Потому что она влюбилась. Мало того, она его до сих пор любит. Уже знает прекрасно, что он подонок, что он ее обманул, что он ее бросил. Она все равно сидит и продолжает его любить. Незмотря на то, что тут уже все сказали, что он подлец, что он ее бросил, она все равно продолжает его любить. Ваша честь, Гусева, обвиняемая, готова признаться. Гусева. Давайте, давайте, давайте. Гусева. Встаньте, говорите. Вспомни. Пакет мне дал Иванов. И попросил, чтобы я вынесла его из мастерской. Гусева. Вспомни. Пойдите-ка. Все хорошо. Пойдем. Ну, у него ничего. Пойдемте туда. Сходим. Что, а что тут? Обувь. Девсиняя коллекция. Держите его! Держите его! Он здесь! Мы его видели. Да, понятно. Хорошо. Попал ты, Генни. Бежите его быстрее. Подождите. А это законно? Ничего, ничего. Под мою ответственность. Ваша честь, мы считаем, что признание нашей подзащитной имеет большое основание для отправления дел на доследование. Возражаю. Ваша честь, прошу считать отказ от ранее данных показаний попыткой подсудимой затянуть судебный процесс, запутать судебные следствия и таким образом уйти от ответственности. Да вы что? Подсудимая Гусева, вы изменили свои показания. Вы можете подтвердить свое заявление. У вас есть доказательства, или они есть у вашей защиты? Ваша честь, так мы же для этого и хотим призвать свидетелей Иванова. Но устроить им, так сказать, очень устал, понимаете, чтобы все выплеснулось наружу. А у защиты есть что-нибудь по существу делать? Да как же так? Гусева же во всем призналась. Она же рассказала. Показания обвиняемой суд рассматривает наравне с другими доказательствами по делу. А они, к сожалению, пока не в пользу обвиняемой. Если других доказательств, кроме заявления обвиняемой, нет, то... Это что такое? Кто это? Ваша честь, это нас свидетель Иванов. Что происходит вообще? А вы отпустите руку, пожалуйста. Давай, иди, иди. Не иди, а иди те, говорят культурные люди. И не Иванов, а Иванов. Ваша честь, я требую объяснения, по какому праву я задерживаюсь. А вы не задерживаете, господин Иванов. Вы доставлены приводом на судебное заседание, на которое вы, кстати, должны, обязаны были явиться. Что вы сказали? Кто-нибудь слышит, что он говорит? А вы не слышали. Все слышат, а вы нет, да? У защиты есть основания полагать, господин Иванов, что именно вы, неподсудимая Гусева, занимаетесь сбытом наркотиков и сами их употребляете. Наркоман. Бред какой-то. Бред с силой кобылой. А вы нахал. Нахал. Ничего глупее в жизни не слышал. Или вы это извините, да? Так вот, я вам сейчас все расскажу. Общеизвестный факт. Наркозависимые люди всегда знаете о чем думают? О своем зелье. Ага, да. И предпочитают иметь его либо рядом с собой, либо у себя. Я рад очень о том обстоятельстве. Ваша честь, я долго буду выслушивать этот бред. Терпение, молодой человек, терпение. Поскольку человек, любящий вас, доверящийся вам, не находится рядом с вами. Да, да. То я сильно полагаю, что зелье-то находится при вас. Конечно, конечно, да. Уважаемый суд, я предлагаю досмотреть свидетеля для выявления очень важных для суда обстоятельств. Объявление ищите обыскивать. Обыскивайте. Черт с вами. Хорошо. Катюш, милый. Ищите, ищите. Хорошо, пожалуйста. Ищите, ищите, ищите. Пожалуйста. Я прошу вас, смелее. Ну, вы, кажется, хотели меня опускать. Ничего не нашли, нет? Ищите, ищите. Вы ничего не нашли? Да? У меня ничего не нашли. Я свободен, ваша честь. Я могу идти? Спасибо. Так. Ваша честь. Сюда, есть. Сюда, есть. Сюда, есть. Есть она, ваше честь. А-а-а! Что-то есть. Посмотрите. Что там? Есть. Что там? Гражданин Иванов, что? У суда к вам несколько вопросов. Ваша честь. Это я буду защитной. Спасибо. Девочки, спасибо. Спасибо. Девочки, пожалуйста, я устал. Я очень устал сегодня, правда, правда. Но у меня давно не было такого интересного дела. Наденька, если вы будете с кем-нибудь сутиться, вы меня обязательно пригласите. А ваши подружки, это же песня. Это же театр. Я получил такое удовольствие. Я пошел. Пусть и пешком? Вот, ну, точно. Ну, может быть, на трамвальчике. Лучше на трамвальчике. Конечно. Вы просто герои. Нет, это вы герой, Наденька. Да. Ты меня. Ой, да ну что? Позволь. Ну что вы, что вы? Ой, да ну что вы. С удовольствием. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего самого хорошего. Счастливо. 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 Ну вот, все хорошо. Все хорошо. Не смотрите, отвернитесь прямо, не отвернитесь, выбросьте из головы его, плюйте. Как будто его не было. Мама! Ну вот, Коль. Коль, я просто исполнил свой долг. Разрешите, я вас даду под весу. Это очень хорошо. Да. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Ну, все. Все хорошо. Счастливо. Счастливого. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, я хочу попросить у вас книжку горизонтальную. А то я в нас... Спасибо. Спасибо. Все. Надь, может, сегодня уже не поедем? Ну, как-то мы поедем. Поедем. Мы только к вечеру приедем. Да, два часа пилить до этого детдома. Ну что, малышенька, ждем. Мы познакомимся. Дабы... Сколько времени? Спи. Знаешь что, ты позвони в детдом. Предупреди, что мы часа через два будем. Хорошо? Это справедливо. Угу. Сейчас. Здравствуйте. Это вас беспокоит Суворова Надежда Васильевна. Да. Мой муж разговаривал с вами насчет девочки. Маш, да. Да. Как это такое, может? Да нет, что... Конечно, я за нее рада. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Отдали ее другим. Как отдали, а мы? Угу. Мне, видимо, ты затянула. Ну, перестань, ну, перестань. Ну, не горевать надо, а радоваться. Ну, перестань. Ну... Что? Ну, девочку, семью обрела. Я, я чего подумал-то, ну, а может, это знак? Может, нам мальчика нужно, а не девочка. Я когда с этими восемьскими пацанами-то возился, ну, и подумал, что с мальчишками мне бы, ну, как-то легче язык вообще найти. Да. Ну, хорошо. Ну. Подумаем, да? Поехали. Домой? Как домой? В садик. Я с этими судебными делами сад запустил. Вдруг увидите, где-то правды нет, и смеется хам. Позовите вы добрый дамсовет этих милых мам. И увидит гад штурмовой отряд стукнут каблучки. В бой пойдут наши мамочки. И увидит гад штурмовой отряд стукнут каблучки. В бой пойдут наши мамочки. В бой пойдут наши мамочки. В бой пойдут наши мамочки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...